Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу, созданную на студии Media-Eli. Media-Eli – это некоммерческая межконфессиональная радиостанция, существующая на добровольное пожертвование. Если вы считаете важным распространение христианского контента в интернете, поддержите наше служение по мере сил и возможностей. Благословенного прослушивания! Кевин Де Янг – «Дыра в нашей святости». Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию? Осознание разрыва Я никогда не мог понять романтику походной жизни. Многие мои друзья и родственники обожают палаточный отдых. Мне же всегда казалось странным, что люди готовы круглосуточно работать весь год ради того, чтобы потом провести отпуск в палатке в лесу. Да, я понимаю, что походы сближают, но неужели для этого обязательно жить в палатках и пользоваться общим туалетом? Я вижу некоторый смысл в походах, как в виде активного отдыха. Ты надеваешь на спину рюкзак и идешь несколько километров, наслаждаясь Божьим творением. Это круто. Но мне совсем непонятно, зачем набивать машину, как ноя в ковчег, ехать на какую-то палаточную базу, кишащую комарами, и пытаться там воссоздать далеко не самую удобную версию своей кухни и спальни. Кто сказал, что отдых должен быть как обычная жизнь, только посложнее? Наша церковь каждый год проводит семейный лагерь. Каждый год моя жена хочет туда поехать. И каждый год совершенно случайно в ту самую неделю мы оказываемся совершенно в другом месте. Насколько я могу судить, семейный лагерь хорош тем, что дети там, не обремененные родительским контролем, могут носиться и играть с утра до вечера, не беспокоясь о грязной одежде и наслаждаясь возможностью почувствовать себя Томами Сойерами и Геккельбери Финнами. Идея избавиться от детей и спокойно провести время с друзьями мне очень нравится. Но должен же быть для этого какой-то более чистый и менее сырой способ. Ведь даже если все в семейном лагере сложится удачно, повезет с погодой, дети от души нагуляются и никому при этом не придется накладывать швы, а гречневая каша в последний день будет казаться такой же вкусной, как и в первый, вернувшись домой и вытряхивая песок из своих книг, я все равно буду чувствовать досаду. Я знаю, что в мире полно заядлых походников, и я ничуть не виню вас за ваши увлечения. Просто это не мое. В моей семье не было принято ходить в походы, и даже любителями отдыха на свежем воздухе нас было сложно назвать. Нет, мы ничего не имели против свежего воздуха. Мы часто смотрели на него из окон нашего дома или прогуливались на свежем воздухе по пути в магазин. Но мы ни разу не ночевали в палатке. У нас и палатки-то не было, как и дома на колесах. В нашей семье никто не охотился и не рыбачил. И даже шашлыки мы жарили исключительно на кухне в электро-шашлычнице. Короче, все прелести походной жизни прошли мимо меня. И вы знаете, я совершенно не чувствую себя обделенным. Я счастлив, что мне не нужно думать еще и о походах. Если вам нравится жить в палатке, ничего не имею против. Но лично я безумно рад, что мне не нужно говорить о походах, думать о них и тем более ходить в походы. Пусть другие носятся со своими складными стульчиками и сумками-холодильниками. А мне и без походов прекрасно живется. Святость как поход. Может ли быть, что для вас личная святость так же важна, как для меня походы? Вы считаете, что другим это прекрасно подходит. Вы даже немного уважаете тех, кто усложняет себе жизнь стремлением к святости. Но святость — это не ваше. В детстве никто не призывал вас к ней. В вашей семье о ней не говорили и не молились. В вашей церкви не акцентировали внимание на святости. Поэтому сегодня она не вызывает у вас никакого энтузиазма. Вам кажется, что жизнь и так штука сложная. Зачем ее еще больше усложнять погоней за святостью? Конечно, вы бы не отказались стать лучше и даже стараетесь не грешить по-крупному. Но при этом вы считаете, что раз уж мы спасены благодатью, то святость не обязательно. А если уж говорить совсем откровенно, вам вполне хорошо живется и без нее. В нашей святости зияет дыра. Святость потеряла для нас значение. Мало в каких церквях сегодня можно услышать пламенный призыв к евангельской святости. Это не значит, что мы не говорим о грехе или не побуждаем жить пристойно. Но уж очень многие наши проповеди больше похожи на семинары по работе над собой. А это бесполезное морализаторство. Любое евангелие, в котором говорится только о том, что нужно делать нам, и не слово о том, что сделал Христос, это вообще не евангелие. Я не говорю, что каждое воскресенье нас должны пороть розгами за то, что мы интересуемся спортивными новостями или ездим на джипах. Я хочу сказать, что многие христиане, особенно это свойственно молодому поколению и борцам с религиозностью и законничеством, совершают ошибку, пренебрегая личной святостью, которая на минуточку является одной из великих целей нашего искупления и подтверждением нашего спасения. Джон Райл, ливерпульский епископ XIX века, был прав. Он сказал, мы должны быть святыми, потому что ради этого и пришел Христос. Его спасение комплексное. Христос не просто освобождает верующего от вины за грех, он делает больше, разрушает силу греха. В связи с этим вот что меня беспокоит. Мы уделяем много внимания тому, от чего нас спас Христос, и это хорошо. Но слишком мало думаем о том, для чего Он это сделал. Разве не логично, что верующие, страстно ревнующие о Евангелии и Божьей славе должны отличаться образцовым стремлением к благочестию? Меня тревожит, что последнее вызывает в нас гораздо меньше энтузиазма, и хуже всего, что большинство не видит в этом никакой проблемы. Откуда я знаю, что в нашей святости есть дыра? На самом деле я не претендую на абсолютную объективность в этом вопросе. Да и кто вообще может объективно оценить состояние евангельской или хотя бы североамериканской церкви, не говоря уже о церкви в общемировом масштабе? Я бы мог привести вам статистику о том, сколько у нас перегоревших пасторов, или озвучить цифры, отражающие степень обмерщения рядового члена церкви. Вероятно, вы уже где-то встречали эти цифры, но не обратили на них внимания. Как говорится, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Я не стану манипулировать цифрами, чтобы доказать свою правоту. У меня нет цели научно доказать, что в наши дни христиане не считают нужным стремиться к святости. Но я не первый, кто заметил, что современной церкви явно чего-то не хватает. Джеймс Пакер в своей книге «Возвращение к святости» пишет, что по мнению сегодняшних христиан святость старомодна. В доказательства он приводит три довода. Первое. О святости не говорят в проповедях и не пишут в книгах. Второе. Святость не является обязательным условием для лидеров. И третье. Мы не касаемся вопроса личной святости в проповеди Евангелия. И лично я согласен с этими наблюдениями. Но если для нас слова Пакера звучат неубедительно, подумайте о современной церкви, ответив на три библейских вопроса. Первый. Известно ли всем ваше послушание? В большинстве своих посланий Павел хвалит церкви, однако вначале он говорит что-то вроде «Как же я благодарен за вас Богу!» «Вы такие классные! Всякий раз, когда я думаю о вас, мне хочется прославлять Бога!» Павел говорит как отец, который гордится своими духовными детьми. Но Павел не выдавал им наклейки на бампер с надписью «Этот христианин висит на доске почета в апостольской школе для одаренных». В этом не было необходимости. Окружающие сами все видели. В послании римлянам в 16.19, например, Павел говорит «Ваше послушание известно всем». Конечно, не всегда репутация соответствует действительности. И у римлян тоже были проблемные сферы, над которыми им следовало работать. Тем не менее, в конце своего послания Павел щедро хвалит церковь, что заставляет нас задать себе несколько вопросов. Послушанием ли известна наша церковь? И это ли слово приходит на ум другим верующим, когда они смотрят на нашу жизнь? И вообще, хотим ли мы быть известны именно своим послушанием? Или нам приятнее слышать в свой адрес слова «креативный», «полезный» или «изменяющий мир», а не старомодное и скучное слово «послушный». В этом отношении меня восхищают пуритане. Возможно, слово «пуританин» у вас ассоциируется с вечным занудой, которого преследует навязчивый страх, что кто-то где-то может быть счастлив. Но настоящие пуритане были не такими. Они получали удовольствие от Божьих даров и при этом стремились к благочестивой жизни, как к одному из величайших Божьих благословений. Вот почему один богослов назвал пуританство реформатским движением за святость. Пуритане тоже совершали ошибки, но они были библейскими христианами и страстно стремились к Богу и благочестию. Они видели духовность не в обретении духовных даров или переживании мистического опыта, а в возрастании в святости. Быть духовным для них значило становиться святым на практике. Именно поэтому они называли богословие доктриной жизни для Бога или наукой о том, как всегда жить благословенно. Они жаждали святости и молились о ней. Можем ли мы, положа руку на сердце, сказать, что мы сами стремимся к тому же и что наши церкви озадачены той же целью? Второй библейский вопрос современной церкви «Считаем ли мы небеса святым местом?» Глава 21 книги Откровения позволяет нам краем глаза увидеть новые небеса и новую землю. К разочарованию верующих с обостренным интересом к новому миру Библия о нем говорит мало. Но все, что нам действительно нужно знать, там написано. Новый Иерусалим великолепен. Он излучает сияние Божьего присутствия. В Новом Иерусалиме безопасно. Там нет страданий, бушующего моря и закрытых ворот, потому что и врагов больше нет. И что особенно важно в контексте нашей темы, Новый Иерусалим свят. Этот небесный город – не просто приготовленная для жениха непорочная невеста, а само святое святых, на что указывает его устройство. В некоторых популярных концепциях загробной жизни любовь Бога сводится к безусловному принятию. Но на самом деле Божья любовь – это всегда святая любовь, и Его небеса – это абсолютно святое место. Небеса предназначены для тех, кто побеждает, кто преодолевает искушение отвергнуть Христа и поступить со своей верой. В Откровении мы читаем «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Вы можете исповедовать прекрасные истины, но если при этом вы пренебрегаете Христом, регулярно отдавая себя во власти греха и не раскаиваясь, то небеса – не ваш дом. Вы знаете, почему многие христиане сегодня терпимы гомосексуализму? Конечно, отчасти из-за сильного влияния современной культуры. Но проблема также в том, что мы просто не понимаем, что небеса действительно святы. Если небеса – это место, куда без всяких условий принимает всех хороших людей, то зачем заострять внимание на гомосексуализме здесь, на земле? Многие христиан никогда не учили, что чародеи и убийцы, идолослужители и все, кто любит и говорит неправду, останутся за вратами небес. Поэтому у них нет силы воли или сострадания сказать, что люди, не раскаившиеся в своей сексуальной нечистоте, не будут приглашены в град небесный, о чем ясно говорится в главах 21 и 22 книги Откровения. В Божьем новом мире и близко нет ничего греховного, поэтому сложно представить, как мы сможем наслаждаться небесами, не имея святости. Джон Райл верно напоминает нам, что небеса – святое место. Господь Небес – святой Бог, ангелы – святые создания, и обитатели этого города – непорочные святые. Все на небесах отмечено святостью, и ничто не святое не может войти в небесный город. Даже если бы вы вдруг попали на небеса, то что бы вы там делали, не имея святости? Вам было бы там радостно? С кем бы из святых людей вы бы присели рядом поговорить? Вам непонятны их удовольствия, вы любите разные вещи, у вас вообще нет ничего общего. И если вам не нравится святой Бог сейчас, разве захотите вы провести с Ним всю вечность? Если поклонение совсем не привлекает вас сейчас, почему вы думаете, что в каком-то небесном будущем оно вас увлечет? Если здесь, на земле, нечестие приносит вам наслаждение, что будет радовать вас на небесах, где все чисто и непорочно? Вы не будете счастливы там, если вы не живете святой жизнью здесь. Как сказал Спержен, скорее рыба могла бы жить на дереве, чем нечестивцы в раю. Исполняем ли мы великое поручение? Сформулируйте в двух словах суть великого поручения Христа из 28 главы Евангелия от Матфея. Если вы не знаете, о чем идет речь, то откройте Библию и прочтите, а если знаете, то объясните, о чем оно. Только не цитируйте этот стих, а скажите то же самое, но своими словами. Что Иисус повелевает нам сделать в великом поручении? Возможно, вы сказали, «Он посылает нас в мир благовествовать» или «Он хочет, чтобы мы проповедовали Евангелие всем народам». Или, быть может, в своем ответе вы упомянули о том, что мы должны искать учеников. В любом случае вы не ошиблись, но кое-что упустили. Как звучит великое поручение? «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Соблюдать – это не просто обратить внимание, а слушаться. Иисус не призывает нас показывать народам Его заповеди, чтобы они созерцали их и восхищались, как картинами Рембрандта. Он призывает нас учить народы следовать Его заповедям. Великое поручение касается святости. Бог хочет, чтобы мир узнал Христа, поверил в Христа и слушался Христа. Если мы не помогаем друг другу расти в послушании, значит, относимся к великому поручению несерьезно. Интересно, многие ли из нас связывают миссионерское служение со святостью? Ведь наша конечная цель должна состоять не в том, чтобы подвести людей к определенному решению, а в том, чтобы сделать из них учеников. Конечно, это не значит, что наши усилия должны быть сосредоточены только на том, чтобы сделать из людей хороших ребят, которые живут как Христос. Великое поручение было бы пустым звуком, если бы тот, кто его дал, не обладал всякой властью на небе и на земле. Только поверив в Него и получив прощение благодаря Его заместительной жертве, мы способны жить как Он. Вы не можете сделать так, чтобы на плохом дереве выросли хорошие плоды. Повеление Христа невозможно отделить от Его личности и дела. И святость, которую Он от нас требует, это плод Его искупительного дела, служащий явлению Его личной славы. Но имея в виду эти важные нюансы, мы должны не упустить то, что ускользает от внимания многих церквей. Христос ожидает послушания от Своих учеников. Суть Его великого поручения в том, чтобы мы передали другим Его повеление. Возникает вопрос. Если святость так важна, то что же пошло не так? Почему она потеряла для нас свое значение? Если миссия Бога состоит в том, чтобы спасти порочных людей и осветить тех, кого Он спас, если Бог оправдывает нечестивых по вере и обещает сделать тех, кто верит, благочестивыми, если святой Бог Израиля занимается созданием святого народа для себя, тогда почему ни одну современную деноминацию или миссионерскую организацию нельзя назвать движением за святость? Вы понимаете, что пуритане, от английского pure, чистый, не сами придумали себе такое название. Так их окрестили оппоненты, потому что считали, что пуритане слишком озабочены тем, чтобы быть чистыми. В стремлении к святости мы ничуть не похожи на пуритан. И что еще хуже, не только на пуритан, но и на тех христиан, о которых мы читаем в Писании. Что же пошло не так? Почему нас перестала заботить святость? Во-первых, раньше быть святым было проще. Считалось, что святость состоит в том, чтобы воздерживаться от некоторых действий, не выпивать, не курить и не ходить на дискотеки. И если ты не делал ничего из черного списка, то окружающие считали тебя благочестивым. Современные молодые люди ненавидят запреты, требование не смотреть фильмы, не ходить в клубы и не играть в азартные игры кажется им абсурдным. Другие же запреты в современном мире стало не так-то просто соблюдать. В дни моей молодости считалось, что быть святым значит воздерживаться от алкоголя, наркотиков и секса. Но для этого не требовалось особого геройства. Даже если бы я захотел раздобыть наркотики, я понятия не имел, как это сделать. Запах пива вызывал у меня рвотный рефлекс. И девушки уж точно не выстраивались в очередь, чтобы познакомиться со мной поближе. Так что быть святым мне было довольно просто. Во-вторых, мы боимся заострять внимание на святости, чтобы не выглядеть старомодными. Как только вы высказываете обеспокоенность по поводу нецензурных слов или непристойных фильмов, или говорите о скромности, сексуальной чистоте, самоконтроле или в целом о благочестии, окружающие смотрят на вас, как на закоренелого консерватора. Верующие переживают, что друзья назовут их святошами, законниками, узколобыми, старомодными или, что хуже всего, фундаменталистами. В-третьих, святость потеряла для современных христиан свое значение, потому что в наших церквях полно невозрожденных людей. Я не хочу, чтобы эта книга заставила усомниться в своем обращении истинных христиан, но мне хотелось, чтобы некоторые люди, считающие себя христианами, осознали, что на самом деле они не возложили все свое упование на Христа. Одна из причин, по которой святой народ Божий не стремится к святости, заключается в том, что он еще не родился свыше от Святого Духа. Некоторые социологи и эксперты, занимающиеся исследованием повседневной жизни воцерковленных людей, пришли к выводу, что образ жизни духовно возрожденных людей не отличается от образа жизни духовно невозрожденных. Но мы для себя из этой статистики должны сделать другой вывод. Многие прихожане церквей на самом деле невозрожденные верующие. Как верно отметил Эйден Тозер, обычный здравый смысл подсказывает нам, что Богу не безразлично, что мы исповедуем, если наше исповедание не меняет нас. Совершенно очевидно и то, что переход от безверия к вере никак не отразился на практической жизни многих людей. В-четвертых, мы предали святость забвению из-за влияния культуры крутизны. Чтобы быть крутым, нужно выделяться из толпы. И для этого нам приходится расширять границы дозволенного в своей речи, в отношении к развлечениям, алкоголю и моде. Конечно, святость — это не только следование определенным правилам в этих сферах, но многие христиане в своих попытках не отставать от популярной культуры решили, что святость не имеет к этим сферам никакого отношения. Им очень импонирует христианская свобода, но христианская добродетель не вызывает в них такого же энтузиазма. Более либеральные христиане не акцентируют внимание на святости, чтобы не выглядеть нетолерантными людьми. Ведь если заговоришь о святости, то придется признать, что существуют и нечестия, и какие-то люди, и их поведение достойны осуждения. Если мы должны быть как не имеющие пятна или порока, то нужно четко разграничить, какие мысли, поступки и привычки чистые, а какие порочные. И такое разделение явно не понравится апологетам плюрализма. У консервативных христиан другая проблема. В их кругах распространено ложное убеждение, что истинные, евангелиецентричные верующие не должны говорить о правилах, обязанностях и нравственной стороне жизни. Мы так стремимся отделить индикативы, что сделал Бог от императивов, что должны делать мы, что библейские заповеди смущают нас, так как заставляют ощутить свою греховность. Слова старания, усилия и долг пугают нас. Пасторы не знают, как в своих проповедях донести благую весть и при этом убедительно призвать прихожан очистить свои сердца от всякой скверной плоти и духа. Мы знаем, что и законничество, спасение через соблюдение закона, и антиномизм, соблюдение закона не нужно для спасения, ошибочны. Но при этом антиномизм нам кажется меньшим из двух зол. Самая банальная причина, по которой мы забыли о святости, состоит в том, что святость это тяжелый труд, а мы лентяи. Нам нравятся наши грехи, и умирать для них нам не хочется. Возрастание в благочестии едва ли не самая сложная задача. Мы пробуем и терпим неудачу, снова пробуем и снова проигрываем, а потом сдаемся. Подписать петицию против бесчеловечного обращения с людьми проще, чем любить своего соседа как самого себя. Одно дело страстно желать изменить мир, а другое упорно молиться о том, чтобы Бог изменил нас самих. И, наконец, дело в том, что многие христиане просто потеряли надежду достичь хоть какой-то святости. Я часто слышу сомнения верующих о том, что святость в принципе недостижима. И не только потому, что это тяжело. Нам кажется, что Бог все слишком сложно задумал. Если наши самые лучшие поступки – это запачканная одежда, то какой смысл вообще пытаться? Мы все безнадежные грешники. Мы ничего не можем сделать, чтобы угодить Богу. Никто не может быть по-настоящему смиренным, чистым и послушным. Любая попытка достичь святости заставляет нас почувствовать себя виноватыми. И мы начинаем думать, что единственное, что нам остается делать – это держаться за Христа. Бог возлюбил нас благодаря вмененной праведности Христа, но угодить Ему личным послушанием невозможно. Истинная супердуховность в том, чтобы не искать святости и радоваться своим неудачам, потому что они возвеличивают Божью благодать. Но Он, возможно, имеет что-то против тебя. Я заметил, что сегодня все больше христиан озадачены поиском новых способов взаимодействия с современной культурой. Другие верующие горят идеей насаждения новых церквей и работы для Царства Божьего. Многие христиане увлечены правильным богословием. Да и аминь всему этому. Серьезно. Не нужно отвергать что-то хорошее и правильное только потому, что в нем нет чего-то другого хорошего и правильного. В книге Откровения Иисус хвалил церкви за их верность в определенных вещах, а потом указывал на духовно опасные моменты в их жизни и призывал измениться. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя неловко из-за того, что любите Баха, рыбалку или Германа Бавенка. Как христиане мы можем проявлять интерес и испытывать пристрастие к сотням прекрасных вещей. Я лишь хочу сказать, что согласно Библии в списке увлечений каждого христианина на первом месте должна быть святость. Очень важно, чтобы в наших университетах, городах, церквях и семинариях было больше христиан, которые, как Павел, учат. Внимательно следите за тем, как вы живете. Ефесянам 5 глава 15 стих. Может ли быть, что вы или ваша церковь пренебрегаете святостью, хотя в других отношениях ваша или ее духовная жизнь выглядит вполне прилично. Когда в последний раз вы вспоминали, например, этот стих? Так же сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ефесянам 5.4. И пытались применить его на практике в общении, при выборе фильмов, видеороликов на ютюбе, телепередач или брендов. Что имеет в виду Павел, говоря, что среди святых не должно быть и намека на нечистоту? Ведь он хотел этим что-то сказать. Современная культура помешана на сексе, поэтому неудивительно, что в наших постах, твитах и шутках то и дело проскакивает что-то неприличное. И как мы одеваемся, что слушаем, как общаемся с противоположным полом и говорим о людях за их спиной? Почему борьба с собственным грехом волнует нас гораздо меньше, чем помощь бедным? Дело в том, что если вы проанализируете, к чему апостолы призывали новозаветную церковь в своих посланиях, то найдете всего несколько повелений и заботиться о нуждах верующих. Ни одного конкретного повеления заботится о творении и множество текстов, которые так или иначе призывают нас быть святыми, потому что Бог свят. Позвольте мне повториться, я вовсе не хочу обесценить все остальные библейские повеления, которые современные церкви и христиане ставят во главу угла. Хотя я бы существенно поднял популярность этой книги, если бы написал, что все остальные неправы и наступит конец света, если они этого немедленно не поймут. Я лишь хочу сказать, что мы кое-что упускаем. Евангелие мы любим гораздо больше, чем благочестие, и нам нужно устранить этот разрыв. Серьезное отношение к святости — это не пиетизм, не законничество и не фундаментализм. Это путь всех тех, кого святой Бог призвал быть святыми. Кевин Де Янг «Дыра в нашей святости» Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию. Глава 2. Причина искупления Почему Бог вас спас? Если подумать, это не такой уж простой вопрос. Как-никак вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим. Как потомки первого человека, Адама, вы также виноваты в его грехе и нравственно испорчены. Вы были врагами Бога, грешниками с самого рождения, по природе своей заслуживающими гнев Божий. Вы были грешниками, которые, согрешив, заслужили смерть. Но для каждого христианина, читающего эту книгу, есть хорошая новость. Библия говорит, что в нужное время Иисус Христос умер за вас. Римлянам 5.8. Добрый пастырь положил жизнь за своих овец. Христос выпил чашу Божьего гнева за вас. Его смерть на кресте означает, что сейчас Бог за вас, а не против вас. По вере, благодаря жизни, смерти и воскресению Христа, вы оправданы, примирились с Богом и усыновлены им. Какая отличная новость! Но почему Бог вас спас? Возможно, вы раньше размышляли о том, как Бог вас спас, или о том, что нам надо сделать, чтобы спастись, или о том, когда вы были спасены. Но задавались ли вы вопросом, почему Он вас спас? У этого вопроса есть несколько правильных ответов. В Библии говорится, что Бог спас нас, потому что Он любит нас. Иоанна 3.16. Там также сказано, что Бог нас спас ради славы имени своего. Ефесянам 1 глава. Это два лучших ответа на вопрос, почему. Но есть еще один ответ, такой же хороший, такой же библейский и такой же важный. Бог спас вас, чтобы вы могли быть святыми. Обратите внимание, что говорится о Божьей цели в тексте «Послание Ефесянам» 1 глава 3-4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Бог избрал нас к спасению от вечности, послал Христа спасти нас в определенный исторический момент и даровал нам веру через действия Духа Святого во время нашей жизни для того, чтобы мы могли быть святыми». И обратите внимание, что в этом тексте Павел говорит не о вмененной нам праведности Христа. Подробнее я остановлюсь на этом моменте в следующих главах, но мне бы хотелось, чтобы уже сейчас вы увидели, что 1 глава Ефесянам и во многих других похожих текстах говорится о личной святости, которая должна характеризовать жизнь верующего в последний день и в настоящее время. Павел подводит нас к тому, что нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека. Далее он говорит, что мы должны быть очищены водным омовением через слово. Когда Бог спасает нас праведностью Христа, Он спасает нас для того, чтобы мы являли праведность. Джеймс Пакер написал об этом так. «По сути, святость и есть цель нашего спасения. Как Христос умер, чтобы мы могли быть оправданы, так и мы оправданы, чтобы быть освященными и святыми». В обоих заветах Бог установил, чтобы святость была отличительной чертой его народа. Исход 19, 4-6. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе, так если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым». Вы видите, для чего Бог избавил свой народ. Бог спас израильтян для святости. Бог освободил их из египетского рабства, чтобы они могли свободно ходить его путями. Им предстояло стать настолько отделенным, очищенным и святым народом, чтобы каждый из них мог быть священником. Каждый христианин в каждой церкви должен делать то же самое – жить в соответствии со своей священнической принадлежностью. Для этого Бог нас и спас. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» – 1 Фессалоникийцам 4, 7. «Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» – Ефесянам 2, 10. Суть этих и других библейских текстов предельно ясна. Бог задумал вас избрать, искупить и спасти ради одной великой цели – святости. Святость – это не только цель, но и необходимое условие вашего искупления. Погодите поднимать тревогу и называть меня законником. Прежде чем вы накинете мне на шею веревку, связанную из моих нравственных потуг, и скормите мое тело галатом, давайте посмотрим, что говорит на эту тему Писание. «Иисус сказал, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» – Матфея 7, 21. «Можно провозглашать правильные истины и при этом все же не быть спасенным. Только тот, кто исполняет волю Отца, войдет в Царство, а исполнять Его волю – значит слышать слова Христа и, соответственно, поступать». Многие тексты Писания, например, Первое послание Коринфянам 6, 9, 10, учат тому, что неправедные Царство Божие не наследуют. Похожее предостережение мы находим и в Галатам 5, 19, 21. Библия постоянно напоминает нам, что люди, практикующие бесчестие, не смогут войти в Царство Небесное. И чтобы мы в последний день получили Божье оправдание, наша жизнь должна быть доказательством того, что благодать Божья излилась на нас. В Первом послании Иоанна записано несколько критериев, по которым можно определить, действительно ли мы принадлежим Богу. Рожденные от Бога будут не только исповедовать Сына и верить в то, что Иисус есть Христос, но и соблюдать Божьи заповеди, поступать, как поступал Христос, жить праведно и побеждать мир. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Точно так же и в послании Иакова ясно говорится о том, что вера, не подтвержденная делами, не спасает. Иакова 2, 14. Многим христианам кажется, что Иаков, который делает акцент на делах, и Павел, который утверждает, что вера не зависит от дел, противоречит друг другу. Но на самом деле тут нет никакого противоречия. Павел хочет донести до нас мысль, что вера – это средство оправдания перед Богом. Мы не можем внести свой вклад в спасение. Единственное основание – праведность Христа. Иаков же, с другой стороны, хочет сказать нам, что истинную веру должны сопровождать видимые проявления благочестия. Мы оправданы одной верой, но вера, которая оправдала нас, не приходит одна. Павел описывает живую, истинную веру, а Иаков выступает против ложной веры, в которой нет ничего, кроме духовно-мертвого интеллектуального согласия. В послании евреям 12.14 говорится «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Другими словами, святость не опциональна, а обязательна. Возможно, кто-то из вас думает «Да, совершенно верно, мы должны быть святыми, и мы считаемся святыми благодаря Христу». И это так. Более того, в другом тексте из послания евреям мы читаем, что святость или совершенное освящение, как его называют некоторые богословы, это дар, получаемый через Евангелие. Но в главе 12 того же послания говорится о практическом воплощении святости статуса. В Евреям 12.14 идет речь о святости, к которой мы стремимся, а не которую получаем. Это очевидно, поскольку выше, в первой половине главы 12, Павел говорит о дисциплине. Обратившиеся в христианство евреи сильно страдали за веру, и была опасность, что из-за трудностей они могут ее потерять. Поэтому Бог-Отец применял к ним дисциплинарные меры для того, чтобы научить их праведной жизни. Бог намеревался сделать своих детей святыми, потому что все, вступающие в общение со святым Богом, должны быть святы. В Библии есть сотни других похожих текстов. В 1990 году Джон Паппер написал длинное письмо, которое стоит прочесть каждому верующему. Оно называется «Письмо другу о так называемом господстве Христа в спасении». В то время шло много споров о том, может ли Христос быть твоим спасителем, не будучи при этом твоим Господом. Джон Маккартур написал книгу «Благовествование Христова», чтобы помочь людям понять, что единственный способ по-настоящему следовать за Христом – это следовать за Ним, как за Спасителем и Господом. Паппер выступил в поддержку этой книги и, после того, как один служитель раскритиковал его за это, написал свое письмо другу. В конце письма он поместил приложение под названием «Тексты, которые указывают на необходимость подчиниться Христу как Господу, чтобы унаследовать вечную жизнь». В этот длинный список Паппер включил шесть ссылок на библейские тексты, в которых говорится, что для вечной жизни нужно творить добрые дела, 13 текстов о необходимости послушания, 2 текста о святости, еще два о важности прощения, 4 текста о том, что не должно жить по плоти, 2 о том, что нельзя любить деньги, 14 текстов о том, что нужно любить Христа и Бога, и шесть текстов о любви к ближним. В список также попали десятки текстов о том, как важно любить истину, быть похожими на детей, обуздывать свой язык, быть стойкими, ходить в свете, каяться и подвязаться добрым подвигам. Другими словами, Божьи дети должны быть святы. Позвольте мне с самого начала прояснить один момент, акцент на необходимости личной святости ни в коей мере не должен поколебать нашу веру в оправдание только верой. Лучшие богословы и лучшие богословские утверждения всегда подчеркивали поразительную сущность евангельской благодати с одной стороны и необходимость личной святости с другой. Важна и вера, и добрые дела. При этом первое — корень, а второе — плод. Бог объявляет нас праведными только благодаря вмененной нам праведности Христа. Дела любви и благотворительности ни в коей мере не являются основанием для нашей невиновности в Божьих глазах. И если на вопрос, что мне делать, чтобы спастись, католик ответит «покайся, верь и твори добро», то Павел отвечает так «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяние 16.31. Оправдание перед Богом исключительно и полностью зависит от нашей веры. Но мы должны сказать о вере еще кое-что. Вера, которая соединяет нас с Христом и оправдывает перед Богом, есть вера, проявляющая себя в любви. В последний день Бог оправдывает нас не потому, что наши добрые дела были достаточно хороши, но Он будет искать доказательства того, что наше доброе исповедание не было фальшивым. Именно в этом смысле мы должны быть святыми. Акцент на личной святости не чужд протестантизму. Например, в бельгийском исповедании веры 1561 года говорится «Мы не основываем наше спасение на добрых делах. Мы оправданы исключительно по вере вне зависимости от дел». Но при этом в исповедании также говорится, что невозможно, чтобы эта святая вера не приносила плода в человеке. Ведь мы говорим не о пустой вере, но о той, которая в Писании названа верой, действующей любовью. Также и Гейдельбергский катехизис 1563 года учит, что только истинная вера в Иисуса Христа может сделать нас праведными перед Богом. Нам нужно лишь принять этот Божий дар верой. Но при этом далее в тексте совершенно ясно подчеркивается необходимость святости. Будут ли спасены те, которые, продолжая вести жизнь беспокаянную и неблагодарную, не обратятся к Господу? Никоим образом. Ибо в Писании сказано, что «Нечистые, идолослужители, прелюбодеи, воры, алчные, пьяницы, злоречивые, мошенники и им подобное, Царство Божьего не наследует». Подобные утверждения встречаются практически во всех официальных вероисповедных документах времен Реформации. Во всех этих текстах снова и снова повторяется мысль о том, что именно Бог осуществляет всю работу, производя в нас желание и способность быть послушными. «Мы не заслуживаем ничего, но нам все обещано». И не нужно так сильно бояться дел праведности и упоминать о них лишь вскользь, потому что Писание говорит о них четко и ясно. «Мы спасены благодатью через веру» — Ефесянам 2.8. «И мы были созданы во Христе Иисусе на добрые дела» — Ефесянам 2.10. Если мы проповедуем Евангелие о спасении, не упоминая о необходимости измениться, значит мы проповедуем легковерие. Если вы думаете, что быть христианином означает лишь произносить молитвы и посещать церковь, то вы перепутали настоящую благодать с дешевой благодатью. Оправданные будут освящены. Мы не можем отрицать Слово Бога или сомневаться в них. Библия постоянно твердит нам о том, что нам заповедано быть святыми. Мы спасены, чтобы быть святыми, и мы должны быть святыми, если хотим наследовать жизнь вечную. Кевин Де Янг «Дыра в нашей святости» Глава 3. Образец благочестия Несомненно, святость — одна из центральных тем в Библии. Слово «святое» встречается в ней более 600 раз, а если учитывать его производные, такие как святость, освящать и освящение, то эта цифра вырастет до 700. Невозможно понять Библию, если не уяснить тот факт, что Бог свят, и что этот святой Бог намерен создать святой народ, чтобы жить с ним вечно на святых небесах. Вся система израильского поклонения была построена вокруг святости. Вот почему там были святые люди — священники — в святой одежде, в святой земле — ханаан, в святом месте — скине — храм. Они использовали святые принадлежности и святые предметы, праздновали святые дни, жили по святому закону, чтобы быть царством священников и святым народом. В самом общем смысле святость означает «отделение». Это пространственное понятие. Когда кто-то свят или что-то свято, они отделены от всего остального. В Геттисбергской речи Авраам Линкольн, говоря о гражданской войне, объявил места боевых действий в Пенсильвании «святой землей». Поскольку на территории Геттисберга произошли решающие сражения, два его географических объекта — Семетери Ридж и Литтл Раунд Топ — всегда были отделены от других территорий. Они перестали быть местами общего назначения, но приобрели особый статус и были отведены под мемориальные мероприятия. Поле битвы в Геттисберге стало святой землей, отделенным местом. Так же и Бог Святой, поскольку Он находится за пределами всего и отличается от всего, что Он сотворил. Он отделенный и уникальный, не такой, как все, необычный. Он Бог, и нет иного. Мы призваны быть святыми, потому что Бог свят. Наш Святой Бог отделяет нас для того, чтобы мы своей жизнью являли Его святость, пусть и не идеально. Очень важно, чтобы мы усвоили одну мысль, к которой будем постоянно возвращаться в следующих главах. В каком-то смысле мы уже святы во Христе. Под освящением христиане обычно понимают процесс возрастания в благочестии. Веками богословы проводят различия между оправданием, как однократное объявление нас праведными, и освящением, процесс обретения праведности. Я согласен с таким разделением, и именно такой смысл буду вкладывать в понятие «освящение» на страницах этой книги. Но в Новом Завете глагол «освящать» или «существительное освящение» обычно подразумевает уже совершенное в отношении нас, принадлежащих Христу людей, спасительное действие Бога. Согласно посланию евреям, 10 глава, 10 стих, мы были освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. В Деяниях 20, 32 и 26, 18 слово «освященные» используется как синоним истинных христиан. В другом тексте «святые» — это те, кто был освящен во Христе Иисусе. И поэтому Павел приравнивает освящение к омовению и оправданию. Когда мы соединяемся с Христом по вере, Он становится нашей премудростью, праведностью, освящением и искуплением. В таком смысле каждый христианин освящен. Мы уже отделены, мы больше не такие, как все, не нечестивые. Некоторые богословы называют дар святости, обретенный через союз с Христом, освящением статусом. Но освящение статус не отменяет необходимость освящения процесса. В Христе каждый верующий раз и навсегда имеет святость статус. И в то же время каждому христианину, обладающему этой новой идентичностью, заповедано всю жизнь возрастать в святости. Дэвид Питерсон пишет «Верующие совершенно освящены для Бога, чтобы жить посвященной и святой жизнью для Его славы». Другими словами, мы уже освящены, но еще должны осветиться. Но что значит быть святым? Бог спас нас, чтобы мы были святы. Это понятно. Мы должны быть святы, как Бог свят. Тоже понятно. «Мы отделены для служения Богу» звучит прекрасно. Но как выглядит святость на практике? Давайте попробуем исследовать высокие богословские идеи на эту тему и спустить их на землю, туда, где мы поклоняемся, трудимся и живем. Для начала рассмотрим, чем святость не является. «Святость — это не просто соблюдение правил». Ключевое слово в этой фразе «непросто». Конечно, святость подразумевает исполнение заповедей. В конце концов, Иисус не говорил «Если любите Меня, то отвергните все правила и религиозные установления и делайте только то, что вам нравится». Он сказал «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иоанна 14.15 Итак, святые люди проявляют послушание, но это не значит, что святость ограничивается соблюдением правил. Благочестие — это не просто следование основным нормам нравственности и благопристойности. Фарисеи внешне выглядели нравственно, но их сердце часто было далеко от Бога. Невил Чемберлин выглядел хорошим парнем, когда вел политику умиротворения Гитлера, но вряд ли его можно считать великим героем. Не поймите меня неправильно. Конечно, я бы предпочел, чтобы моим соседам был вежливый, законопослушный, заботящийся о природе любитель фильмов из-за разряда «Звездных войн», а не одинокий алкоголик, увлекающийся азартными играми и одевающийся, как средневековый шут. Но святость — это больше, чем хорошие манеры и нравственное поведение. Многие сводят сражение за веру к списку нравственных правил, которым нужно следовать, чтобы считаться святым. Просто избавьтесь от нескольких плохих привычек, выработайте парочку хороших и вуаля, вы святой. Просто совершайте нравственные поступки и можете не задумываться об идолах сердца и даже Евангелии. Такая духовность, построенная на следовании списку правил, очень избирательная. Вы будете чувствовать себя преуспевшим в освящении лишь потому, что не притрагивались к наркотикам, похудели, кормили бездомных и отказались от использования пластика. Несмотря на то, что при этом вы совершенно не заботились о кротости, смирении, радости и сексуальной чистоте. И Бог по-настоящему не овладел вашим сердцем. Если бы я написал книгу о том, что христианам нужно дважды в день читать Библию, выбросить телевизор, продать свое имущество, усыновить трех сирот и переехать жить в общину, она разошлась бы как горячие пирожки. Людям нравятся списки правил и руководство к действию. Некоторые из нас любят жесткие обличения с четким указанием, что сделать, чтобы стать духовным гигантом. Но этот метод увещевания кажется действенным лишь на первый взгляд. Соблюдение правил неравнозначно освящению. Святость — это гораздо больше, чем легкая нравственная коррекция. Чем еще не является святость? Святость — это неподражание прошлым поколениям верующих. Поскольку я вроде как молодой и пишу книги в основном для молодежи, то старшему поколению христиан может показаться, что эта книга о том, что раньше все было лучше. Но как пел Билли Джоэл, видите, не так уж я и молод, старые добрые дни не всегда были такими уж хорошими, а завтрашний день не так уж плох, как может показаться. Стремиться к святости не значит романтизировать прошлое и пытаться подражать христианам 1950-х годов, а уж тем более 1590-х. Конечно, нам есть чему поучиться у предшествующих поколений. Часто, когда мне нужен богословский или нравственный пример, я думаю о пуританах или о деятелях эпохи реформации или о поколении моих бабушек и дедушек. Но тот факт, что мы можем чему-то поучиться у пуритан не означает, что мы должны разговаривать как они, одеваться как они или отменить празднование Рождества, как делали некоторые из них. К освящению нет легких путей и попытки вернуться в славные дни давно ушедшей эпохи уж точно не один из них. Возможно, вы думаете, вот если бы все было как раньше. Да, возможно, тогда общественные нормы сексуального поведения у нас были бы получше. Но не стоит забывать, что старые добрые времена были не такими уж добрыми, например, в расовом вопросе. Каждое поколение в чем-то лучше, а в чем-то хуже. И нам нужна мудрость, чтобы перенимать хорошее и отсеивать плохое. В целом, я действительно считаю, что предыдущие поколения христиан уделяли больше внимания личной святости в определенных областях. Но неужели Бог хочет, чтобы мы воссоздали мир, в котором они жили? Следующее. Святость — это не духовность с маленькой буквы, а духовность с большой буквы. Духовность, а не религия. Кажется, именно этот популярный лозунг стал причиной рекордного количества доктринальной путаницы и тотального пренебрежения этикой. Конечно, некоторые вкладывают в эти слова хороший смысл и имеют в виду, что хотят быть с Богом в личных отношениях, изменяющих жизнь, а не просто посещать церковь. Но чаще всего за этим высказыванием стоит недовольство богословскими стандартами, нравственными абсолютами и церковью как организацией. Быть духовным на современном жаргоне означает быть открытым к мистическому опыту и интересоваться духовными вещами, такими как молитва, исцеление и внутренний покой. Но на самом деле быть духовным означает быть преобразованным Святым Духом через общение с Отцом и Сыном. Если вы ищете духовности, приоритетным для вас должно стать возрастание в святости, которое приходит от Духа. Праведность – вот цель христианского ученичества. В современном христианском мире такое заявление звучит радикально, замечает Роберт Спраул. Многие люди разговаривали со мной о том, как быть нравственным, духовным или даже набожным, но никто не хочет говорить о том, как быть праведным. Быть спасенным преобразующей благодатью Духа, получить печать Духа, которая гарантирует спасение, освящаться пребывающей в нас силой Духа. Вот что значит быть духовным. Движемся дальше. Святость – это не обретение себя. В светском западном обществе считается, что по-настоящему хороший человек тот, который верен себе. Так, например, Анна Киндлин выступила перед выпускниками с такой речью. «Каждый из вас уникален, как уникальны отпечатки ваших пальцев. Почему же вы тогда должны следовать системе? Приверженность системе и стандартам – наше самое большое проклятие, источник всех бед. Это источник гомофобии, ксенофобии, расизма, сексизма, терроризма, фанатизма всех видов и оттенков, потому что система говорит, что мы должны выглядеть, вести себя и чувствовать каким-то одним определенным образом, потому что только он правильный. Но единственный по-настоящему правильный путь – это путь нашего сердца. Нам нужно прислушиваться к нему и уметь понимать, к чему оно вас призывает». Мне кажется, или мисс Киндлин чересчур полагается на свой голос сердца? Что если внутри меня действительно живет гомофоб, ксенофоб, расист и сексист, а не хороший миролюбивый парень? Можно ли все пороки объяснить лишь нашей приверженностью к системе, когда все плохие люди идут за толпой, а хорошие своим путем? А что если мы последуем совету Киндлин и отвергнем стандарты, но те, которые она пытается нам навязать? Это будет означать, что мы перешли на темную сторону системы? Так чей голос нам надо слушать – своего сердца или спикера, выступающего перед выпускниками? Я так полагаю, что в этом и заключается основное кредо постмодернизма. Вы можете следовать голосу вашего сердца, пока он звучит в унисон с голосом моего сердца. Но что если ваш внутренний голос противоречит голосу Бога всей Вселенной? Нас с детства уверяют, что все люди в глубине души хорошие. В фильмах нам показывают, что цель жизни состоит в том, чтобы найти себя. Телешоу убеждают нас, что наше высшее призвание состоит в том, чтобы поверить в себя. Весь мир убежден в собственной святости. И пусть кто-то попробует не согласиться с этим. Но в мирском понимании святость – это верность не Богу, а себе. А быть верным себе, так или иначе, означает придерживаться чужого представления о терпимости и разнообразии. Мы никогда не достигнем прогресса в святости, если будем ждать, что мир устроит вечеринку в честь нашего благочестия. Конечно, культурные ценности иногда пересекаются с библейскими. Так на Западе неприемлем ярко выраженный расизм. В мусульманских странах не одобряют гомосексуализм. В библейском поясе – это южные штаты США – приветствуется посещение церкви. Но мир – это не просто окружающие нас люди. Мир – это все, что противостоит воле Бога. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. 1 Иоанна 2,16. Или другими словами, мирское – это все, выставляющее грех нормой, а праведность – отклонением. Некоторые народы и культуры в чем-то лучше других, но в каждом обществе действует принцип Вавилона, воюющего с детьми Божьими. Обмерщение – серьезная проблема. В Библии написано, что кто любит мир, в том нет любви отчей. Раньше христиане говорили о проблеме обмерщения и опасались его растущего влияния. В наши дни дела обстоят иначе. Если вы заговорите о том, что кто-то одевается по-мирски, или тратит деньги по-мирски, или ищет мирских развлечений, вас поднимут на смех. Поколение наших бабушек и дедушек беспокоило от мерщения. А нам нужно спасать планету, и у нас нет времени на такую ерунду. Но на самом деле мы просто не верим, что дружба с миром есть вражда против Бога. Многие христиане ошибочно считают, что если мы станем хорошими христианами, люди начнут нас ценить. Они не понимают, что святость имеет свою цену. Конечно, вы можете сосредоточиться на добродетелях, которые любят мир. Но если вы стремитесь к истинному благочестию, который заключается в том, чтобы помогать сиротам и хранить себя чистым, то вы точно потеряете некоторых друзей, которыми так дорожите. Чтобы стать живой, святой и угодной Богу жертвой, вы должны противостоять миру с его стремлением подогнать вас под свои стандарты. Мир не понимает, зачем воздерживаться от секса до свадьбы, проводить трезвым пятничные вечера, отказываться от повышения ради возможности чаще бывать в церкви, не употреблять известные слова и выключать телевизор на самом интересном месте. И не ждите, что они поймут. Миру плевать на благочестие. Мы рассмотрели, чем святость не является. А теперь поговорим о том, как на самом деле выглядит святость. Во-первых, святость — это обновление образа Божьего в нас. Адам и Ева были созданы по образу Божьему и по его подобию. Но из-за греха Адама все человечество стало испорчено. Мы до сих пор носим образ Бога, но он искажен. Цель освящения — обновление этого образа. Святой человек обновляется в познании по образу создавшего его, что подразумевает возрастание в праведности и святости. Уподобление Богу происходит не мгновенно, а постепенно. Мы шаг за шагом возрастаем в славе. Бог свят, поэтому быть святым фактически означает быть как Бог. Именно поэтому так важно, чтобы христиане знали характер и дела того, кому они служат. Если вы хотите знать, как выглядит святость, взгляните на Бога. Второе. Святость — это жизнь в добродетели, а не пороке. Но какие именно черты свойственны Божьим людям, если они похожи на Бога? Чтобы ответить на этот вопрос, можно было бы рассмотреть все библейские заповеди и примеры благочестивых библейских героев. Но мы пойдем более коротким путем и изучим список пороков и добродетелей в Новом Завете. Так мы сможем получить достаточно ясное представление о том, что есть нечестие, а что есть святость. Вот перечень пороков, свойственных беззаконникам, людям, которые не войдут в Царство Небесное. Марка, 7 глава, 21-22 стихи. Недобрые помыслы, распутство, воровство, убийство, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Римлянам, 1 глава. 1 Коринфянам, 6 глава. Блуд, идолослужение, прелюбодеяние, гомосексуализм, воровство, жадность, пьянство, клевета, мошенничество. Галатам, 5 глава. Блуд, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, ярость, распри, разногласия, разделение, зависть, пьянство, бесчинство и т.п. В противовес этому списку есть другой, в котором перечислены добродетели, присущие Божьим людям. Римлянам, 12 глава. Непритворная любовь, непринятие зла, приверженность добру, братолюбие, стремление к почитанию других, ревностность, духовное горение, служение Господу, радость в уповании, терпение в скорби, постоянство в молитве, щедрость, гостеприимство, благословение врагов, радость с радующимися и плач с плачущими, единомыслие, смирение вместо высокомерия, умение не мнить о себе, благородство, миролюбие, воздержание от платы злом за зло, преодоление зла добром. Об этом также говорится в 13 главе 1 послания Коринфянам, 5 главе Галатам, 3 Колосянам и во 2 послании Петра в 1 главе. Как видите, многие добродетели и качества похожи или повторяются, что позволяет нам составить достаточно ясное представление о благочестии. Да, тут нет четких указаний о том, как долго нужно молиться каждый день или сколько денег жертвовать бедным. Христиане часто приравнивают святость к деятельности или к духовной дисциплине. И хотя действительно наши дела часто вытекают из нашей святости, а духовная дисциплина необходима для возрастания в ней, Библия, описывая образец благочестия, делает акцент на нашей личности. Мы откладываем грех и одеваемся в праведность. Мы предаем смерти дела плоти и облекаемся в Христа. Мы стремимся умертвить старого человека и оживить нового. Чтобы лучше понять святость, представьте, что происходит с вашим телом, когда вы освящаетесь. Разум, наполненный знанием Бога, сосредотачивается на добром. Глаза отворачиваются от того, что вызывает вожделение и заставляет вас содрогнуться при виде зла. Уста говорят правду и отказываются распускать сплетни, злословить, грубить и говорить непристойности. Дух ревностен, тверд и кроток. Сердце наполняется радостью, а не отчаянием, терпением, а не раздражительностью, добротой, а не злостью, смирением, а не гордостью, благодарностью, а не завистью. Половые органы чисты и сохраняются для близости в браке между одним мужчиной и одной женщиной. Стопы идут к людям простым, бедным, не статусным и удаляются от бессмысленных конфликтов, разделений и отвязных вечеринок. Руки спешат помочь нуждающимся и всегда готовы возносить молитвы. Вот анатомия святости. Третье. Святость — это чистая совесть. Нам следовало бы больше обращать внимание на свою совесть. В Библии о ней говорится гораздо больше, чем вы думаете. Одно из величайших благословений — оправдание, чистая совесть перед Богом. Конечно, чтобы заглушить обвинение дьявола, достаточно крови Агнца. Однако даже примирившись с Богом, мы должны не забывать о своей совести. Согласно посланию римлянам 2 глава 15 стих, на наших сердцах написан закон, и наша совесть может нас обвинять и оправдывать. Бог говорит с нами через совесть, и, игнорируя ее голос, мы подвергаем себя смертельной опасности. Конечно, совесть не всегда надежна. Наша совесть может быть злой и не уклоняться от греха. Мы можем потерять совесть и, совершая зло, не чувствовать ее угрызений. Бывает немощная совесть, укоряющая за те поступки, которые, по сути, неплохие. Наша совесть может быть оскверненной и потерять способность различать добро и зло. Совесть ни в коем случае не может заменить Библию. Мы не должны прислушиваться к ней больше, чем к Писанию. Но добрая совесть — это дар от Бога. И если мы стремимся к святости, то всегда должны прислушиваться к голосу Бога, который говорит к нам через чуткую совесть, просвещенную Божьим Словом. И она не введет нас в искушение, но избавит от зла. Для христианина крайне важно иметь чистую совесть. Именно поэтому Павел сказал «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Деяние 24.16. Павел часто ссылался на свидетельство своей совести как на предмет гордости и подтверждения честности. Павел осознавал, что его самооценка могла быть ошибочной, но при этом ему было важно, чтобы он сам не имел ничего против себя. «Приступая к границу того, что мы считаем допустимым, мы становимся виновными в грехе, даже если сам по себе наш поступок негреховный, а все, что не по вере – грех». Римлянам 14.23. Если вы не уверены в допустимости чего-то, значит для вас это недопустимо. Нельзя игнорировать свою совесть. Предположим, вы выросли с убеждением, что алкоголь – абсолютное зло. Настолько, что вы скорее выпьете фейри, чем сделаете глоток Балтики. Но сейчас вы посещаете церковь, в которой алкоголь не считается чем-то греховным, если вы старше 18 лет и не превышаете разумную дозу. Что вам делать? Если вы убедились, что Библия разрешает умеренное употребление алкоголя, то можете со спокойной душой пить. Если же вы по-прежнему относитесь к спиртному как к чему-то порочному, то вам следует воздерживаться от его употребления. Если ваша совесть включает красный свет там, где Библия дает зеленый, остановитесь. Именно поэтому тексты из 1 Коринфянам 8 и 10 главы и Римлянам 14 глава упрекают христиан с сильной совестью за то, что они соблазняют христиан со слабой совестью совершать поступки, которые кажутся тем недопустимыми. Поступать против своей совести опасно, даже если поступок сам по себе не запрещен, потому что так вы привыкаете вовсе не прислушиваться к своей совести. Позвольте мне привести два примера из собственной жизни, когда я старался прислушиваться к своей совести. Первая история о фильмах, вторая о свиданиях. Я не большой любитель фильмов, я достаточно их пересмотрел, но если вдруг у меня выдастся свободный вечер, я скорее почитаю книгу, поиграю в игры или посмотрю спортивную передачу, чем засяду смотреть фильм. Моя жена, наоборот, очень любит кино, в основном красивые драмы производства BBC или другие хорошие и добрые фильмы. Но иногда даже в этих фильмах встречаются сцены, которые заставляют меня почувствовать себя неловко. Мое чувство вины просыпается от любой мелочи. Возможно, визуальные искушения так быстро обезоруживают меня, потому что я мужчина. Или моя совесть такая чувствительная, потому что я далеко продвинулся в освещении. Не уверен. Мне приходится часто напоминать себе, особенно во время просмотра фильмов, о том, что если совесть меня в чем-то укоряет, это не значит, что других она в этот момент укоряет тоже, и они совершают грех. Но мои угрызения совести означают, что я должен прекратить смотреть этот фильм. Чуткая совесть – такая большая ценность, что ее ужасно, страшно потерять. Кстати, с годами я нашел для себя способ, как делать выбор в таких нравственно-нейтральных сферах, как кино, телевидение и музыка. Я задаю себе один простой вопрос. Могу ли я поблагодарить за это Бога? Ведь мы должны за все благодарить, не так ли? Недавно мы с женой ходили в кинотеатр посмотреть один летний блокбастер. Это был веселый фильм «13+.» И вы, скорее всего, сказали бы, что в нем нет ничего непристойного. Но некоторые эпизоды были все же чересчур чувственными и наводили на определенные мысли. После того, как фильм закончился, да, я досмотрел его до конца, я спросил себя, могу ли я по-настоящему поблагодарить за него Бога? Нет, я не брюзга, если вы вдруг так подумали. Я люблю смеяться и наслаждаться жизнью, но я сомневаюсь, что после большинства наших развлечений мы можем встать на колени перед Богом и искренне сказать «Спасибо, Господь, за эти добрые дары». Подумайте об этом. Второй пример касается свиданий. Когда мы с женой только встречались, нам было сложно провести границу в наших физических отношениях. И как это бывает со многими парами, даже с христианами и даже с теми, кто готовится к пастырскому служению, после объявления помолвки нам стало еще сложнее сдерживаться. Я просил совета у уважаемых мной верующих людей. Кто-то из них уже был женат, кто-то был только помолвлен, как и я. Их советы относительно того, насколько далеко можно заходить, чтобы не зайти слишком далеко, были очень противоречивы. Конечно, о сексе и многих других предшествующих этому этапах не шло речи. Но все же, где христианам стоит провести черту? Сейчас я понимаю, что хотя мы и останавливались задолго до секса, все же я недостаточно ответственно подходил к нашим физическим отношениям. Как минимум, мы с моей женой согрешили против своей совести, и не важно, что некоторые мои друзья заходили в своих отношениях еще дальше, не испытывая при этом чувства вины. Только после свадьбы мы ясно увидели свой грех, и я смог попросить прощения у Бога и у своей жены. Я думаю, что в сфере добрачной физической близости многие христиане объективно грешат, независимо от того, чувствуют они это или нет. Позже я рассмотрю этот вопрос подробнее. Но сейчас я хочу донести до вас одну мысль. Если вы не чувствуете, что поступаете правильно, вы грешите. Даже если речь идет не об очевидных грехах. Христианам не следует делать того, что их совесть считает неправильным и принуждать к этому других. Четвертое. Святость — это послушание Божьим заповедям. Хоть фраза «Богу важны отношения, а не правила» на первый взгляд звучит духовно, она не библейская. Библия от первой до последней страницы исписана заповедями. И заповеди нужны не для того, чтобы мешать отношениям с Богом, а для того, чтобы их сохранить, укрепить и задать им определенные границы. Давайте не забывать, что сначала Бог вывел израильтян из Египта, и только потом Он дал им закон. Божьи люди были искуплены не потому, что соблюдали закон, они были искуплены для того, чтобы соблюдать закон. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. 1 Иоанна 2.3. Если мы постоянно твердим, что любим Бога, но не соблюдаем его заповеди, то мы лжецы, и нет в нас истины. Если мы любим Христа, то будем соблюдать Его Слово. Точно так же, как если вы любите свою жену, то будете хранить ей верность, пока смерть не разлучит вас. Физическая верность не портит брак, а помогает развивать отношения и доказывает, что вы действительно состоите в браке с человеком, которому храните верность. Так и заповеди даны нам Богом, как средство благодати, чтобы мы могли возрастать в благочестии и показывать, что любим Его. Правило святости заключено в законе, в частности, в десяти заповедях. Христиане по-разному понимают роль закона в нашей жизни. Я буду говорить об этом в следующей главе. Но на протяжении всей истории церковь единодушно считает десять заповедей главным Божьим повелением для людей, особенно для детей и новообращенных. Веками наставления учеников катехизис базируется на трех текстах апостольский символ веры, Господня молитва и десять заповедей. Если вы хотите познакомиться с основами христианской веры, то прежде всего изучите эти три темы. А если хотите знать, как жить святой жизнью, то соблюдайте Божий закон, который в обобщенном виде представлен в десяти заповедях. Возможно, выражение десять заповедей у вас ассоциируется с уроками воскресной школы, где пятилетним детям приходится прикладывать немало усилий, чтобы заучить их наизусть. Но как бы то ни было, Деколог из главы 20 книги Исход занимает центральное место в новозаветной этике. Христос и апостолы относились к десяти заповедям как к основному своду этических требований Бога каждому человеку по всей земле. Когда богатый юноша спросил у Иисуса, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Иисус ответил, «Ты знаешь заповеди» и перечислил заповеди из так называемой второй скрижали закона. Он опустил лишь одну горизонтальную заповедь, «Не возжелай», и сделал это, чтобы обличить богатого юношу в жадности. Несмотря на то, что в этом случае Христос использовал закон, чтобы осудить, мы видим, что десять заповедей он считал сводом Божьей воли. Такое же отношение к заповедям мы видим у апостола в послании римлянам 13.9, где он перечисляет четыре заповеди и добавляет все другие. Стихом выше Павел говорит, «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». А потом переходит к десяти заповедям. Соблюдая заповеди, мы исполняем закон любви, и именно любовь находится в центре святости. И если вы хотите любить, то будете любить, соблюдать десять заповедей. Пятое. Святость — это уподобление Христу. Если святость — это восстановление Божьего образа в нас, а Христос — образ невидимого Бога и точное подобие Его сущности, значит, можно сказать, что святость — это также уподобление Христу. Цель нашего спасения заключается в том, чтобы сделать нас подобными Божьему Сыну. Христос показывает нам лучший пример святости, самый практичный и самый человеческий. Он — наш эталон любви, наш эталон смирения, наш эталон противостояния искушениям, наш эталон долготерпения в период страданий и наш эталон послушания Отцу. Мы видим, как все добродетели святости совершенным образом проявляются в Христе. Он всегда был кротким, но не мягкотелым. Он был смелым, но не дерзким. Он был безупречным, но не ханжой. Он был полон милосердия, но не в ущерб справедливости. Он был преисполнен истины, но не в ущерб благодати. Во всем Он был покорен Своему Небесному Отцу и отдал все за своих овец. Он был послушан своим родителям, соблюдал закон Божий и прощал своих врагов. Он никогда не разжигался похотью, не желал ничего и никогда не лгал. И во всем, что Христос делал в течение своей жизни и особенно в конце ее, Он любил Бога всем своим естеством и любил своего ближнего, как самого себя. Если однажды вы вдруг забудете десять заповедей или список плодов Святого Духа или какие-то качества Бога, то вспомните Христа, чтобы напомнить себе, что такое святость. Кевин Де Янг Дыра в нашей святости Глава четвертая Бог совершил, чтобы мы совершали Давным-давно, когда я был чуть более стройным, а мои мышцы сокращались чуть быстрее, я занимался бегом на длинные и короткие дистанции. То ли потому, что я был сильно хорош, то ли наоборот, но я хотя бы раз поучаствовал в соревнованиях на каждую из возможных дистанций. Особенно мне нравился бег на длинные дистанции, а сегодня я считаю, что преодолел длинную дистанцию, если 30 минут бежал без остановки и в процессе не опустошил свой ингалятор. Но в те далекие школьные и университетские годы я пробегал 10, 15, 20 километров, разговаривая всю дорогу. Должен признаться, что иногда мы искали способы сократить нашу дневную тренировку. Я занимался в легкоатлетической школе имени Малахии, девиз которой звучал так «Ничего страшного, если мы срежем пару углов». Смотрите книгу пророка Малахии, первая глава, с 6 по 8 и 13 стихи. Я был экспертом по сокращению дистанции на поворотах. Некоторые мои друзья в вопросе срезания углов руководствовались принципом якобы Мартина Лютера «Грешишь, греши смело». Однажды они сократили достаточно длинную дистанцию практически вдвое, благодаря тому, что не стали огибать свежевспаханное поле, а побежали прямо через него. В теории эта идея выглядела отлично. Если сразу за фермой повернуть налево, то не придется бежать несколько лишних километров. Но, к сожалению, с бегом по пашне связаны две сложности. Во-первых, мокрая земля предательски прилипает к ногам, и всем вокруг становится ясно, что вы сжульничали. Во-вторых, бежать по вспаханному полю практически невозможно. В итоге короткий путь превратился в длинный, а моим друзьям было нечем похвастаться перед судьями, кроме грязных кроссовок. В жизни, как и в беге, верен лишь один принцип. Правильный путь — это и есть самый лучший путь. Бог дает нам заповеди для того, чтобы помочь добежать дистанцию до конца, а не для того, чтобы поставить нам на пути дополнительные препятствия. В книге «Размышления о псалмах» Клайв Льюис задается вопросом, как можно радоваться закону Господа. Закон можно уважать, можно с ним соглашаться, но как закон может кого-то радовать и воодушевлять? Чем больше Льюис размышлял об этом, тем лучше он понимал радость псалмопевца. «Радость в законе Господнем», пишет Льюис, «это радость иметь твердую почву под ногами». Они радуются закону, «как радуется тот, кто вышел из топи на ровную твердую дорогу». Закон благ, потому что иметь устойчивость — это благо. Бог так сильно заботится о нас, что показывает нам свои пути и направляет наши пути. Какой ужасной была бы жизнь в этом мире, если бы мы догадывались о том, что Бог существует, но понятия не имели, чего Он от нас хочет. Божественный устав — это подарок для нас. Бог дает нам закон, потому что любит нас. Из всех острых богословских тем в Библии, самое сложное, на мой взгляд, это тема роли закона в жизни христианина. С одной стороны, христианин больше не под законом, а под благодатью. Закон Моисея был всего лишь временным наставником, ведущим нас к Христу. С другой стороны, мы знаем, что закон свят, праведен и добр, и что Бог до сих пор ожидает нашего послушания этому совершенному и царскому закону. Павел утверждает, что мы неподзаконны, а потом добавляет, что мы подзаконны Христу. Христиане часто говорят о трех функциях закона. Первое — обличать в грехе и тем самым вести ко Христу. Второе — обуздывать нечестие в мире. И третье — помочь нам понять Божью волю. В этом смысле закон выступает как некая готовая схема святости. С первыми двумя функциями согласны почти все христиане. Третью функцию некоторые ставят под сомнение, а другие считают ее самой главной. Я пастор университетской реформатской церкви, а это значит, что я признаю третью функцию закона, поскольку это кальвинистское понимание закона отражено в каждом реформатском вероисповедном документе и катехизисе. Но чтобы верить в важность закона для жизни верующего, не обязательно принадлежать к реформатской церкви. По мнению некоторых христиан, закон продолжает быть Божьим инструментом для возрастания в святости. Другие христиане считают, что закон не имеет прямого отношения к новозаветным верующим. Но эти две, казалось бы, противоположные точки зрения, не такие уж противоположные. Представители первой группы, настаивающие на важности закона в наши дни, обычно выделяют в нем предписания, которым нужно следовать буквально, и предписания, которые имеют для нас опосредованное значение. Так принято считать, что нравственный закон, например, 10 заповедей, обязателен к исполнению, в то время как гражданские и судебные части закона лишь указывают на то, что истина для всех людей во все времена. Представители второй группы, утверждающие, что мы уже не обязаны соблюдать закон, обычно делают оговорку, что они вовсе не отрицают истинность и универсальность моральных принципов, изложенных в законе. Те и другие признают, что закон был дан в определенном контексте, в конкретный момент искупительной истории. Те и другие признают, что повеления закона имеют отношение к жизни современных христиан. Частично разногласия в этом вопросе возникают из-за того, что само слово «закон» используется в Библии в нескольких значениях. В одних текстах под законом подразумевается Ветхий Завет, в других Тора, то есть первые пять книг Библии, закон Моисеев или просто требования Бога к его народу. Таким образом, хоть мы и не под законом, то есть не под его осуждением и не обязаны соблюдать Ветхий Завет Моисея, но мы под законом, поскольку все же должны быть послушны нашему Господу и любому его волеизъявлению относительно нашей жизни. Идея о том, что закон Божий может спасти законничество, однако все написанное в Библии дано нам для назидания, чтобы мы были подготовлены ко всякому доброму делу. Значит, мы должны верить всему, чему учит Библия и должны исполнять все ее повеления в виде наставлений, примеров, историй или песен. Идея о том, что мы должны исполнять сказанное в Библии, очевидна большинству христиан. Но я бы хотел, чтобы вы пошли дальше формального признания. Я бы хотел, чтобы вы без смущения любили библейские повеления и не боялись опираться на них. Я осознаю, что с повелениями связана определенная опасность. В конце концов, можно все свести к закону и остаться без Евангелия, превратив христианство в религию благих советов вместо благой вести. Если закон обличает и осуждает, а Евангелие дает благодать и прощает, то единственный плюс закона в том, что он может направить человека к Евангелию. Но давайте будем осторожны. Послушание Божьим заповедям это не второсортная тема для христиан. В том, чтобы призывать исполнять библейские заповеди, нет ничего антиевангельского. В божественных требованиях нет ничего немилосердного. Все ровно наоборот. В даровании закона явлена благодать. Принято считать, что закон направляет нас к Евангелию. Так и есть. Мы видим Божьи стандарты, видим свои грехи и затем осознаем нужду в Спасителе. Но также верно и обратное. Евангелие ведет к закону. В книге Исход мы видим, что Бог сначала вывел свой народ из Египта, а затем дал им десять заповедей. В послании римлянам Павел сначала размышляет о великой благодати, дающейся не по заслугам, и об искупительном деле Христа, а потом показывает нам, как жить в свете этих милостей. В главе четвертой Евангелия от Иоанна Христос рассказывает Самарянке о живой воде, текущей в жизнь вечную, а затем открывает ее грех и говорит, что Богу следует поклоняться в духе и истине. Я сейчас не предлагаю никакой строгой евангелизационной формулы. Я лишь хочу показать, что за евангельской вестью следует послушание милостивым повелением Бога. Некоторые христиане допускают ошибку, противопоставляя любовь и закон, как будто это взаимоисключающие понятия или-или. Или вы исповедуете религию любви, или религию закона. Но Библия не ставит нас перед таким выбором. Начнем с того, что любить это заповедь закона. Если вы велите людям любить, вы даете им закон. Верно и обратное, если вы говорите им, что закон не важен, тогда не важна и любовь, в которой и заключена суть закона. Христос тоже никогда не противопоставлял любовь и закон, но, напротив, говорила бы их о взаимосвязи. Мы уже отметили, что единственно возможный способ любить Христа это исполнять закон. Евангелие от Иоанна 14.15 Кроме того, Христос говорит, что с соблюдением заповедей связано и наше общение с Богом. Соблюдая заповеди Христа, мы любим Его, а когда мы любим Христа, Отец любит нас, а кого любит Отец, того любит Христос и тому открывает себя. Таким образом, невозможно пребывать в любви Христа без соблюдения Его заповедей. А это значит, что без стремления к святости невозможно обрести совершенную радость. Божий закон — это проявление Божьей благодати также и потому, что в нем отражена личность Бога. Заповеди показывают нам, какой Бог, что для Него ценно, а что Ему неприятно, и что значит быть святым, как Святой Бог. Ненавидеть правила значит ненавидеть самого Бога, который установил свои правила, отражающие Его сущность. Бог дал нам закон, чтобы Его освященный народ мог наслаждаться общением с Ним. Вот почему псалмопевцы так часто пишут о радости, вызванной Божьими заповедями. И нет никаких сомнений в том, что псалмы актуальны и для новозаветных христиан тоже. Счастливый человек находит радость в законе Господа и размышляет о нем день и ночь. Повеление и правила Господа слаще, чем мед и желаннее, чем золото. Да, закон может спровоцировать человека на грех, но Божий народ радуется его установлением и постигает чудеса закона Божьего. Они хотят твердо следовать его уставам. В глазах верующего закон истинен и добр. Он наша надежда, наше утешение и наша песнь. Поэтому давайте смелее держаться за закон. Не для того, чтобы обрести оправдание, а потому что мы его уже получили. И нет ничего плохого в том, что проповедник в конце проповеди призывает нас что-то делать. Нет ничего предосудительного в том, чтобы в наших беседах призывать друг друга к послушанию. Да, законничество это большая проблема для церкви, но не менее опасен для нее и антиномизм. Я, конечно, пока не слышал, чтобы кто-то сказал, давайте будем продолжать грешить, чтобы умножилась благодать. Это худшая форма антиномизма. Но вычеркивание закона из христианской жизни это тоже антиномизм, а некоторые христиане практически не оставляют закону места в своем стремлении к святости. Вот что сказал один богослов о пасторе антиномисте, жившем в 17 веке в Англии. Он верил, что закон очень полезен тем, что помогает людям увидеть свою нужду в спасителе. Однако в христианской жизни он отводил закону очень незначительную роль, поскольку считал, что незаслуженная благодать научает нас всякому доброму делу. Проблема не в том, что автор этих слов делает акцент на незаслуженной благодати, а в том, что по его мнению добрые дела появляются сами собой, когда мы концентрируем все внимание на Евангелии. Многие христиане, включая проповедников, не знают, что делать с заповедями и боятся прямо говорить о послушании. Мир может подумать, что мы гомофобы, но возможно номофобия, по-гречески номос закон, фобия, страх, это еще большая наша проблема. И ирония заключается в том, что если мы сведем все повеления лишь к одной заповеди, больше и больше верить в Евангелие, то превратим Евангелие в очередную вещь, которую нужно делать правильно, а веру в единственный аспект христианской жизни, в котором стоит совершенствоваться. Верь по-настоящему, и тогда с послушанием будет все в порядке, без всяких заповедей и усилий. Но библейская логика совершенно другая. Там постоянно встречается слово «поэтому». Благодать, благодать, благодать. Поэтому перестаньте делать одно, начните делать другое и будьте послушны Божьим заповедям. Добрые дела должны всегда проистекать из благой вести о смерти и воскресении Христа. Но я думаю, что мы слишком много ожидаем от слова «проистекать» и при этом недостаточно учим тому, что достойным ответом на незаслуженную благодать будет именно послушание закону по доброй воле, дарованной нам Святым Духом. Лютер, несмотря на то, что много высмеивал злоупотребление законом, не отрицал, что закон в жизни верующего человека играет положительную роль. В лютеранской формуле согласия очень верно сказано «мы веруем, учим и исповедуем, что проповедь закона следует усердно применять не только для назидания неверующих и нераскаившихся, но также и для наставления искренне верующих, тех, кто воистину обращен, возрожден и оправдан верой». Проповедники должны проповедовать закон, не смущаясь. Родители должны требовать послушания, не стыдясь. Закон может и должен проповедоваться среди искренно верующих не для того, чтобы осуждать, а чтобы исправлять их и помогать им уподобляться Христу. И библейские индикативы, все совершенное Богом, и императивы, то, что должны совершать мы в ответ на совершенное Богом, даны нам Богом по благодати для нашего же блага. Одна из причин, почему христианам надоело слышать о законе, на мой взгляд, заключается в том, что им никогда не говорили, зачем нужно исполнять закон. Повеления ложатся на нас тяжким грузом, потому что у нас нет внутренней мотивации исполнять Божьи заповеди. Нам просто говорят, Бог сказал делать это, поэтому делайте. Можно услышать и другое крайнее мнение. Благодарность должна быть нашей единственной мотивацией к послушанию. Посмотрите на все, что Христос сделал для вас, так что будьте благодарны и пусть благодарность рождает вас добрые дела. И то, и другое действительно может мотивировать нас к святости, но не только это. Христос великий целитель и как любой хороший врач, он прописывает разные лекарства для разных болезней. Евангелие отлично помогает при чувстве вины за грех. Но чтобы помочь нам справиться с грехами, у Иисуса есть другие пилюли. Он знает, что все люди разные, разные их грехи и ситуации. И то, что может мотивировать к святости одного человека, не подойдет другому, потому что он находится в другой ситуации и борется с другим грехом. У Христа есть разное лекарство для нашей мотивации. Он не похож на наших тренеров по фитнесу, которые, что бы ни случилось, советуют приложить холод и принять таблетку анальгина. Он не знахарь шарлатан, который все лечит кровопусканием. Повышен холестерин, вот вам пиявочка. Учащенное сердцебиение, от этого у меня имеется пиявка. Подагра, пара пиявок вам поможет. Хорошая новость в том, что Библия это объемная, разнообразная и мудрая книга. В ней вы найдете множество рецептов для мотивации к послушанию Божьим заповедям. И вот лишь несколько из всех имеющихся в Библии причин стремиться к святости. Первая обязанность. Благоговей пред Богом и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Экклесиаст 12.13 Второе Бог знает и видит все, ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное хорошо ли оно или худо. Экклесиаст 12.14 Третье так правильно дети повинуйтесь своим родителям как угодно Богу, потому что это правильно Ефесянам 6.1 Четвертое для нашего блага слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное перед очами Господа Бога твоего. Второзаконие 12.28 Пятое пример Бога но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас Ефесянам 4.32 Шестое пример Христа живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение в жертву Богу в благоухание приятное Ефесянам 5.2 уверенность посему братья более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание так поступая никогда не преткнетесь 2.2 Петра 1.10 Этот список далеко не исчерпывающий и его можно было бы увеличить вдвое а то и втрое Бог дал нам заповеди не просто так Он приводит десятки разных причин для чего нам нужна святость У Бога имеется много разных лекарств чтобы вас мотивировать Если вы боретесь с зависимостью Он может побудить вас размышлять о том кто вы есть во Христе Если вы боретесь с гордостью Бог может поддержать вас мыслью что смиренным Он дает благодать или напомнит вам что вы следуете за распятым Мессией Он может напомнить о том что вы усыновлены оправданы примирились с Богом и соединились со Христом Бог может побудить вас к любви и добрым делам при помощи предостережений и обещаний любви и страха позитивных и негативных примеров Он может напомнить кто вы есть или кем вы были в прошлом или кем вы должны стать Бог может мотивировать тем что ваша святость есть благо для вас или для других или тем что она ведет к его славе и вы наверняка найдете в Библии сотни причин для святости и чем раньше мы узнаем эти причины и станем мотивировать себя ими тем лучше мы будем подготовлены к борьбе с грехом и тем сильнее мы будем стремиться к тому чтобы стать похожими на Христа и с тем большей уверенностью мы будем готовы сказать вместе с апостолом Иоанном заповеди его не тяжкие Глава 5 Как угодить Богу и возможно ли благочестие Братья-пресвитеры одна из моих главных радостей в служении Старейшина нашей Церкви это пример благодати и христианской зрелости Я всегда с нетерпением жду встреч с ними даже если мы собираемся чтобы обсудить сложный вопрос а такое случается довольно часто Мы всегда продуктивно работаем горячо дискутируем и приятно общаемся И конечно все это происходит за чаем с печеньем и булочками Поскольку эти мужчины благочестивы они смиренны и всякий раз когда разговор заходит о библейских требованиях к руководителям церкви из послания Тимофею или Титу наши пресвитеры и те кто готовится ими стать чувствуют что не дотягивают до стандартов нового завета эти требования им кажутся прекрасным но недостижимым идеалом Отчасти я с ними солидарен Конечно мы не всегда отличаемся образцовой крутостью порой не умеем держать себя в руках недостаточно гостеприимны как хотелось бы и управлять домом у нас не всегда получается на отлично никто не совершенен и нужно не бояться это признать никто из нас действительно не дотягивает до библейского стандарта святости ни пресвитеры ни пасторы ни Джонс Тодд ни Билли Грэм но почему мы думаем что требования о которых пишет Павел подразумевают абсолютное совершенство наверняка когда он перечислял эти характеристики то думал о конкретных людях которых он знал и которые соответствовали этому описанию он не ожидал что в церкви найдется несколько безгрешных мессий которые будут ей руководить он говорил о вполне земных людях которые в определенном смысле могут быть примером для остальных я думаю что у каждого из нас в кругу знакомых есть люди которых мы считаем условно святыми хотя они сами никогда не дерзнут себя таковыми назвать с одной стороны хорошо что их образцовая скромность не позволяет им этого сделать когда собеседник охотно подчует вас рассказами о своей святости это плохой знак но излишняя осторожность в этом вопросе может привести нас к небиблейскому выводу о том что благочестие на самом деле невозможно и мы не сможем исполнить закон как бы ни старались одно дело думать скромно о своем благочестии и совсем другое думать что благочестие невозможно а истина в том что божьи люди могут быть праведными не идеальными но по-настоящему праведными и угодными Богу действуя из лучших побуждений мы склонны упрощать библейский взгляд на святость вытесняя из нее динамичный характер жизни с Богом стремясь подчеркнуть свою абсолютную греховность и возвеличить незаслуженную благодать мы часто впадаем в крайность полностью отрицая свою способность быть послушными Богу и радовать его своими добрыми делами в итоге мы верим так я духовный неудачник но слава Богу Иисус пришел чтобы спасти таких духовных неудачников как я я не могу быть послушным Божьим заповедям даже в течение одной миллиардной доли секунды я никогда по-настоящему не люблю Бога всем сердцем и ближнего как самого себя даже мои праведные дела как испачканная одежда если бы вы могли заглянуть в мое сердце то увидели бы что в нем полно ужасных грехов и я ничуть не лучше а может и хуже других я абсолютный духовный лузер неверный своему верному Богу но хорошая новость в том что Бог спас меня благодаря Христовой смерти и воскресению я его усыновленное дитя прощенное и чистое никакие мои поступки не заставят Бога любить меня больше или меньше чем он уже любит меня в Иисусе Христе и даже несмотря на то что я продолжаю грешить я никогда не смогу разочаровать моего небесного отца потому что он смотрит на меня и видит праведность своего возлюбленного сына как же это замечательно и что здесь не так скептически спросите вы если видеть в этом высказывании лишь исповедание греховности и упование на праведность Христа оно действительно совершенно правдивое и прекрасное услышав его я бы в первую очередь прославил Бога за мощное напоминание о евангельской благодати но если копнуть глубже то мы увидим что это высказывание не совсем точное а не точное богословие отрицательно сказывается на нашей христианской жизни и в данном случае богословское заблуждение может помешать нашему ревностному стремлению к личной святости чтобы ревновать о личной святости нам прежде всего нужно признать что святость возможно на первый взгляд фраза я не могу следовать божьим заповедям даже в течение одной миллиардной доли секунды звучит очень смиренно но это не так делая вид что святость недостижима для обычного христианина мы противоречим тому что Библия говорит о таких людях как Захария или Елизавета написано оба они были праведны перед Богом поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно Луки 1.6 если святость невозможно значит не стоит всерьез воспринимать похвалу Бога адресованную Иову человек непорочный справедливый богобоязненный и удаляющийся от зла Иова 1.8 а еще нужно закрыть глаза на все библейские тексты где Павел хвалит церкви и своих соработников в служении за их послушание и пример благочестия или все же надо признать что святость Божьим людям не чужда Иисус тоже учит что мудрый человек слушает слова его и исполняет их о том же говорит Иаков нигде в Библии нет и намека на то что исполнить Божье слово можно только гипотетически наоборот нам сказано научить все народы чтобы они соблюдали все что повелел Иисус Бог ожидает что христиане будут отличаться любовью радостью и миром а сексуальная нечистота идолослужение воровство и алчность будут им чужды христиане должны оставить привычное им когда-то беззаконие написано дети Божьи и дети дьявола узнаются так всякие не делающие правды не есть от Бога равно и не любящие брата своего 1 Иоанна 3.10 Бог ожидает что мы будем святы и дает нам необходимую для этого благодать в конце концов он создал нас для добрых дел Ефесянам 2.10 и он производит в нас хотение и действие по своему благоволению Филипийцам 2.13 христиане могут богатеть добрыми делами 1 Тимофею 6.18 мы можем поступать достойно звания в которые призваны Ефесянам 4.1 мы можем научиться жить святой и угодной богу жизнью римлянам 12.1 2 если библия прямо говорит что личная святость возможно то почему нам так сложно в это поверить пожалуй главная причина в том что мы ставим знак равенства между послушанием и совершенством если достойно ходить перед богом это никогда не терять самообладание никогда не испытывать вожделение никогда не лениться и всегда делать добро из правильных побуждений тогда конечно святость невозможно если угодить богу можно лишь избавившись от всех недостатков и преуспев во всех добродетелях то действительно все попытки достичь такой святости пустая трата времени но дело в том что святость это не о совершенстве вы иногда чувствуете что вам не хватает пары часов в сутках чтобы слушаться бога у меня это чувство возникает постоянно я говорю не о запрещающих заповедях с ними таких проблем не бывает мне не нужно специально выкраивать время в своем расписании чтобы кого-то не убить но я просто физически не успеваю исполнять все необходимое чтобы быть прекрасным отцом лучшим мужем потрясающим молитвенным воином великим евангелистом и посвященным общественным активистам меня не оставляет чувство что я мог бы больше молиться больше благовествовать больше делиться тем что у меня есть но бог не ожидает что мы будем лучшими во всем и только тогда сможем освободиться от парализующего чувства вины как мы увидели во второй главе личность отражающая христа вот что действительно важно возможно вы скажете что все это звучит неплохо но ваша личность тоже далеко не идеально и это чувство мне тоже знакомо не было дня когда бы я чувствовал себя достаточно добрым достаточно радостным или достаточно любящим если однажды такой день наступит то это будет означать что либо я как никогда далек от святости либо что я умер и уже попал на небеса бог не ожидает что наши добрые дела будут безупречными если бы он принимал только совершенное послушание от своих детей то в библии не было бы написано ничего хорошего об Иове Давиде Елизавете или о каком-либо другом кроме самого Иисуса Христа мне нравится как о добрых делах говорится вестминстерском исповедании веры с одной стороны наше освящение в этой жизни никогда не достигнет совершенства остатки испорченности будут у нас всегда но силой освящающего Духа Христова истинно верующие люди будут действительно возрастать в благодати Бог принимает наши добрые дела не потому что они полностью безопречны и безукоризнены в Божьих глазах но потому что Бог через Христа рад принять наше искреннее послушание несмотря на то что в нем есть много слабостей и несовершенств Бог не только производит в нас послушание по своей благодати но также по его благодати наше несовершенное послушание становится приемлемым для него и даже самое маленькое проявление послушания это успех возможно нам сложно увидеть в себе что-то хорошее из-за непонимания насколько испорченными мы были подумайте о том что когда-то вы были духовно мертвыми и на фоне этого ваша нынешняя духовная жизнь будет выглядеть не такой уж ничтожной наше желание и попытки исполнять закон какими бы неуклюжими они ни были чудо Божьей благодати многие христиане верят что все их праведные дела это лишь испачканная одежда в конце концов разве в книге пророка Исаии 64.6 не написано что даже наши лучшие дела грязные и недостойные но я думаю что Исаия имел ввиду что-то другое под праведностью он скорее всего подразумевал формальные ритуалы которые израильтяне совершали без искренней веры и послушания в 65 главе книги пророка Исаии Господь отвергает греховные жертвы израильтян потому что они оскорбительны для него они как дым от которого першит в горле точно так же в 58 главе книги пророка Исаии мы читаем что Господа ничуть не впечатлило ритуальное послушание потому что его народ притеснял бедных их праведные дела были запачканной одеждой потому что они вовсе не были праведными их дела были похожи на красивую бутафорию или дымовую завесу за которой скрывалось неверие и непослушание но это не значит что каждый праведный поступок выглядит в глазах Бога как испачканная одежда в предыдущем стихе сказано что Бог милостиво встречал радующегося и делающего правду поминающего тебя на путях твоих Исаии 64 5 так что Божий народ в состоянии совершать праведные дела угодные Богу вот что на этот счет говорит Джон Пайпер иногда люди относятся к человеческой праведности очень пренебрежительно будто Богу вообще невозможно угодить они любят цитировать Исаии 64 6 где говорится что наша праведность как запачканная одежда и это правда восхитительная истина никто из Божьего народа ни до ни после креста не может быть принят безупречно святым Богом если ему не вменена совершенная праведность Христа но это не значит что Бог не производит в этих оправданных людях до и после креста практическую праведность которая не как запачканная одежда конечно же он производит в нас такую праведность и она драгоценна для него и при этом обязательно для нас но не для оправдания потому что оправдываемся мы лишь праведностью Христа а как свидетельство того что мы действительно оправданные дети Бога конец цитаты согласно Библии практическая праведность не только возможно но и необходимо для нас игнорировать этот факт весьма опасно конечно наша праведность никогда не сможет удовлетворить Божий гнев для этого нам нужна вмененная праведность Христа более того мы не можем произвести ни капли праведности своими собственными силами но как рожденные свыше верующие мы можем угодить Богу по его благодати тот кто приносит плод во всяком добром деле и возрастает в познании Бога полностью угоден ему тот кто отдает свое тело в жертву живую благоугоден Богу тот кто заботится о более слабых братьях угоден Богу тот кто слушается родителей угоден Богу тот кто учит Божьему Слову и Истине угоден Богу молящийся за начальствующих угоден Богу тот кто заботится о нуждающихся членах своей семьи угоден Богу тот кто делится с другими угоден Богу соблюдающий заповеди Бога угоден Богу другими словами если вы доверяете и слушаетесь вы угодны Богу. Мы можем думать, что сомнение в нравственности любых своих поступков — это признак духовной чувствительности. Но Библия смотрит на праведность иначе. И что особенно важно, заявляя о своей полной духовной несостоятельности, мы искажаем истину о Боге. Эйден Тозер прав. Он пишет, из-за неправильного представления о Боге многие хорошие христиане чувствуют себя несчастными. Они считают, что христианская жизнь должна быть мрачной, что это крест, который им нужно безрадостно нести под присмотром сурового Отца, который многого ожидает и ничего не прощает. Он строг, постоянно недоволен, очень неуравновешен, и ему чрезвычайно сложно угодить. Но библейский Бог совершенно другой. Наш Бог не своенравный деспот. Он не раздражается из-за любой мелочи и не впадает в ярость из-за незначительных проступков. Он медленный на гнев и щедро любящий. Угодить Ему несложно, напоминает нам Тозер, а вот удовлетворить Его может быть непросто. Почему мы воображаем, что Бога совершенно не трогают наши искренние попытки послушания? В конце концов, Он ведь наш Небесный Отец. Какой отец, глядя на поздравительную открытку, сделанную дочерью, будет недоволен негармоничным сочетанием цветов? И какая мать скажет своему сыну, который только что навел порядок в кладовке и лишь банки с краской поставил не на ту полку, ты зря старался? И какой родитель будет недовольно закатывать глаза, когда его ребенок, первый раз севший на двухколесный велосипед, упадет? Оправдаться перед Богом мы можем одной лишь христовой праведностью. Но если мы оправдались перед Богом через веру исключительно по благодати и были приняты в семью Божью, то многие наши праведные дела не только не выглядят, как запачканная одежда в Божьих глазах, но невероятно приятны, ценны и угодны Ему. В этой главе мы должны прояснить еще два заблуждения, связанных с освящением. Первое — это ошибочное мнение, что для Бога все грехи одинаковые. Так думают многие христиане. Некоторые считают, что проявляют искреннее смирение, не осуждая других людей за их ошибки, поскольку и сами заслуживают гнев Божий. Другие хватаются за эту идею, чтобы избежать нападок, когда их просят высказать свое мнение относительно определенных грехов. Например, да, я согласен, что гомосексуализм — это неправильно, но он ничем не хуже, чем любой другой грех. Во всех остальных случаях это просто мягкая форма релятивизма. Христиане, придерживающиеся такой позиции, считают, что не имеют права критиковать других, потому что сами не без греха. В некотором смысле для Бога все грехи действительно одинаковые. Любой грех — это нарушение Божьего Святого Закона. И любой, кто не исполняет закон в чем-то одном, виновен в неисполнении всего закона. Таким образом, любой грех, совершенный против вечного Бога, заслуживает наказания. Мы все от рождения грешники, мы все грешим. И каждый грех заслуживает смерти. В этом смысле популярное мнение о том, что для Бога нет больших и маленьких грехов, правильное. Но, с другой стороны, оно ошибочное. Как сказал Роберт Спраул, важно помнить об идее градации грехов, чтобы понимать разницу между грехом и тяжким грехом. Все наши грехи оскорбительны для Бога и требуют прощения. Но Библия постоянно учит нас тому, что некоторые грехи хуже, чем другие. Например, Бог ждал 400 лет, прежде чем дал Израилю землю обетованную, потому что беззаконие амореев еще не достигло полноты. То есть они были всегда грешниками, но в конце концов их грехи заслужили сурового наказания. Моисеев закон предписывает разные наказания за разные нарушения и требует принесения разных жертв и разных выплат для возмещения ущерба. В книге числа, 15 глава, проводится различие между непреднамеренным грехом и грехом, совершенным дерзкой рукой. Некоторые грехи в истории Израиля были страшнее, чем другие. Судя по ответной реакции Господа приносить детей в жертву Молоху гораздо хуже, чем просто раздражаться на них. Иисус дает понять, что в Судный день некоторые люди будут судимы строже, потому что им было дано больше возможностей уверовать. Мы будем судимы в соответствии с данной нам мерой света. Хоть Корнилий и не был спасен по своим добрым делам, однако он был благочестивым и боящимся Бога. То есть даже среди нехристиан есть приличные люди и есть грязные подлецы. И, конечно же, между ними нельзя ставить знак равенства. Если мы считаем, что все грехи одинаковы, то, скорее всего, не будем бороться ни с одним из них. Зачем воздерживаться до брака, если все равно испытываешь вожделение? Зачем стремиться к святости, если даже один совершенный грех уравнивает меня в глазах Бога, например, с Адольфом Гитлером? Я повторюсь, что нам кажется скромностью вести себя так, будто все грехи одинаковые. Но считая все грехи нравственно равноценными, мы теряем стимул стараться и способность быть подотчетными друг другу. И получается, что пресс-фитер, борющийся с искушениями в соцсетях, даже и думать не должен о том, чтобы применить церковную дисциплину в отношении молодого человека, прелюбодействующего с безрассудной отвагой. Поставив на один уровень все грехи, грешников и грешные народы, мы не стали лучше, но обесценили совершенство Бога. Если даже закон предусматривает разную меру наказания для разных преступлений, то, конечно же, и для Бога некоторые грехи более отвратительны, чем другие. И если мы проводим различия между грехами, то в первую очередь будем стремиться избавиться от наиболее оскорбительных для Бога грехов. Второе заблуждение связано с мнением, что поскольку мы прощены, оправданы, приняты Богом в Его семью и рождены свыше, наши грехи не имеют для Бога особого значения. Логика рассуждений людей, исповедующих эту идею, кажется здравой. Я облечен в Христову праведность. Ничто не может отделить меня от Божьей любви. Поэтому Бог смотрит на меня, как на чистое, незапятнанное дитя, независимо от моих дел. Действительно, нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Римлянам 8.1 Но это не означает, что Бог будет закрывать глаза на все наши мысли и поступки. И хотя во Христе Он не обращает внимания на наши грехи в юридическом смысле, это не значит, что Бог слеп и не видит их вовсе. В Писании ясно сказано, что Богу не угодно, когда Его народ грешит. Мы можем оскорбить Святого Духа Божьего. И хотя Бог всегда за нас во Христе, Христос может иметь что-то против нас, как мы видим из послания семи церквям в книге Откровения. Тот факт, что Бог воспитывает своих детей, означает, что Он иногда может быть ими недоволен. Но тот факт, что Бог воспитывает своих детей, означает и то, что Он нас сильно любит и поэтому исправляет. Если бы Бог не обращал внимания на наши грехи, Он бы нас не воспитывал. А если бы Он нас не воспитывал, это означало бы, что мы внебрачные дети, а не законные. Любовь и безусловное одобрение — это не одно и то же. «Любовь подразумевает неустанное стремление к тому, что служит нашему благу, а возрастание в благочестии и есть благо для нас. Кого я люблю, — сказал Иисус в церкви в Лаодикии, — тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Откровение 3.19 Подойдем к этому вопросу со стороны богословия. Возможно, это поможет нам лучше его понять. «Верой мы соединены с Христом и находимся в союзе с Ним, и эта связь нерушима. Наш союз со Христом — это совершившийся факт, он гарантирован нам на всю вечность, пребывающим в нас Святым Духом. Согрешая, мы не подвергаем опасности свой союз со Христом, а вот наше общение с Ним — да. Верующие могут иметь разную степень Божьего расположения. Мы можем пребывать в сладостном общении с Ним, а можем ощущать на себе его недовольный взгляд, не осуждающий, а беспокоящийся о нас и побуждающий к любви к добрым делам». Мне очень нравится фраза Жанна Кальвина о том, что Бог, не переставая любить своих детей, может при этом быть удивительно сердитым на них. «Бог никогда не будет нас ненавидеть, но Он милостиво устрашит нас Своим гневом так, чтобы мы пробудились от нашей лени. Бог воспитывает нас для нашего блага, чтобы мы разделили Его святость». И как написано об этом в Вестминстерском исповедании веры, те, кто полностью и безоговорочно оправданы, могут из-за своих грехов навлечь на себя отеческую немилость Божью и не смогут переживать Его присутствие в своей жизни до тех пор, пока они не смирятся, не исповедуют свои согрешения, не попросят у Него прощения и не обновят свою веру с покаянием. Лучшая мотивация для послушания — желание угодить Богу. Если мы, пусть даже из лучших побуждений, желая подчеркнуть непоколебимости нашего оправдания, говорим, что Бога больше не интересуют наши грехи, то ставим крест на своем стремлении к святости. Бог наш — Небесный Отец. Он усыновил нас по Своей благодати. Он всегда будет любить Своих истинных детей. Но если мы истинные дети, то нам будет нравиться угождать Ему, будет приятно восхищаться им и знать, что Он доволен нами. Возможно, вы начали читать эту главу с воодушевлением, потому что святость оказывается реальна, и вы испытали чувство долгожданного облегчения, узнав, что многие наши праведные дела вовсе не как запачканная одежда. Но теперь ваше настроение снова портится, и вы превращаетесь в ослика Иа, переживая о том, что вся ваша оправданная жизнь будет сплошным разочарованием для Бога, и что вы никогда не найдете свой хвост. Но я не хочу оставить вас в таком удрученном состоянии. С легким чувством вины, да, но не подавленными. Мы можем опечалить Духа Святого, но для христиан нормально чувствовать себя благословенными и наслаждаться Божьим благорасположением, что, кстати, совсем не гарантирует нам здоровье, богатство и процветание. Я часто цитирую пуритан в этой книге, потому что они показывают хороший пример стремления к святости. Но при этом я должен признать, что пуританизм в своем худшем проявлении может привести к чрезмерному самокопанию и ненужному истязанию своей совести. Если сильно постараться, то за любым добрым поступком можно разглядеть так называемых идолов сердца. Некоторые христиане склонны подолгу охотиться на идолов своего сердца и не могут чувствовать себя хорошо, пока не почувствуют себя плохо. Именно поэтому время от времени я напоминаю своей общине. Вам не обязательно чувствовать обличение после каждой проповеди. Некоторые из вас действительно послушны и верны в этой сфере. Не идеальны, конечно, но очень искренни. В конце второго послания к Оринфянам Павел дает своим читателям наставление «Испытывайте самих себя. Верили вы?» Многие из нас воспринимают эти слова как строгое предостережение, призывающее нас выяснить, действительно ли мы верующие. Конечно, некоторым из нас и правда нужно пробудиться. Но посмотрите, что Павел говорит дальше в этом стихе. «Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас». Дело в том, что так называемые высшие апостолы не принимали Павла и говорили Коринфянам, что он непригоден для служения. В ответ на это Павел сказал Коринфянам смотреть на себя. «Послушайте, друзья, я ваш служитель, верно? А вы христиане, правильно? Так испытывайте самих себя, и вы увидите, что вы стоите в вере, и что я тоже верен». Павел побуждал Коринфян испытать себя, потому что ожидал, что они успешно пройдут этот тест. Из всех странных высказываний Павла его слова, вероятно, вызывают больше всего удивления. Апостол Павел, он же, по его словам, первый грешник, вдруг говорит Коринфянам, «Я ничего не знаю за собой». Серьезно? Тебе ничего не приходит на ум, Павел? Ни единого идола, спрятанного на десятом уровне подсознания? Посмотрите, что он говорит дальше. «Но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Павел не утверждает, что с ним все в порядке, потому что он чувствует, что с ним все в порядке. Он говорит, что его совесть чиста. Он слушается Бога и крепко держится за его слово. Это не значит, что он идеален. Несомненно, Павел ежедневно приносил свои грехи перед Богом, чтобы очиститься от всякой неправды. Но он не чувствовал себя духовным неудачником. Он не жил с фоновым чувством вины из-за того, что недостаточно сделал или потому, что за обедом откопал в своем сердце капельку гордости. В чем секрет такой свободы? Сила Павла не в позитивном мышлении. Он чувствует себя хорошо не потому, что его Бог не осуждающий. Уверенность Павла напрямую связана с его личностью. Святость была образом его жизни. И как благочестивый человек он хорошо ладил с Богом. И я думаю, что в первом послании Фессалоникийцам 3.13 говорится именно об этом. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Тут Павел говорит не о святости статусе, а о святости процессе. И именно поэтому он просит Господа, чтобы любовь друг к другу и вообще ко всем людям возрастала. Божьи дети никогда не будут такими же непорочными и совершенно святыми, как Бог. Но мы должны быть святыми. Христиане должны являть своей жизнью наглядный пример послушания и иметь укорененную привычку сразу же приходить к Богу за очищением, если они Его в чем-то ослушались. Именно так мы можем быть утверждены неукоризненными в святости и иметь такую же уверенность, как у Павла. В Библии ясно говорится, что святость возможна. И это хорошая, а не плохая новость. Вам дано право видеть свидетельство благодати в своей жизни. Вам позволено быть послушными и ожидается, что вы будете послушными. Вы никогда не станете идеальными в этой жизни. Вы не можете сделать ничего, чтобы заслужить Божью любовь. Но искупленные и возрожденные дети Божьи не обязательно должны быть духовными неудачниками. По милости Божьей вы можете представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Глава 6. Пустая усилия, наполненные силой духа, движимые Евангелием и поддерживаемые верой. В жизни есть всего несколько таких же бессмысленных вещей, как блиц-интервью после спортивных матчей. Поймите меня правильно, я не говорю, что эти интервью всегда плохи. Некоторые игроки и тренеры могут дать прошедшему матчу по-настоящему хороший анализ, без лишних эмоций и напыщенности. Но спустя 30 секунд после игры это мало кому удается. И чаще всего эти парни в интервью рассказывают о том, как они боролись до последнего, верили в себя, выложились на 110% и заслужили все очки в мире. Частично такую ситуацию можно объяснить тем, что интервьюеры задают игрокам глупые вопросы, вроде таких как «Вы получили пас в середине поля, ловко обошли защитника и затем совершили стремительный рывок к воротам? Расскажите нам, о чем вы думали в тот момент?» О чем мог думать игрок в эти минуты? Скорее всего, он думал примерно следующее «Беги быстрее». Вряд ли в этот момент он анализировал произведения Достоевского. Интервью, проведенные накануне игры, немногим лучше. В них игроки рассказывают о том, что намерены использовать в игре весь свой потенциал, играть как в последний раз и выиграть, перехватив мяч в решающий момент. Все их интервью, как под копирку, они один за другим повторяют прописные истины и избитые фразы, в которых нет ничего ценного и интересного. Разве за всю историю игр хоть одна команда ставила перед собой цель витать в облаках, вместо того, чтобы фокусироваться на игре? К сожалению, христиане грешат тем же. Мы тоже используем избитые выражения. И проблема чаще всего не в том, что они несут неправильный смысл, а в том, что эти фразы слишком поверхностные, и смысл из них ускользает. «Отдай эту проблему в руки Божьи». Прекрасный совет. Но в чем его смысл? «Как отдать проблему Богу?» Или «уповай на Божьи обетования». Я бы не против, но о каких обетованиях идет речь? И как эти обещания помогут мне поступить правильно в моей ситуации? Мы можем говорить очень правильные библейские вещи, но при этом совершенно бесполезные. Особенно это актуально в отношении практической святости. Большинство христиан знает, что освящение — это процесс Божьей работы в нас по мере того, как мы совершаем свое спасение со страхом и трепетом. Надеюсь, мы все согласны с Джоном Оуэном в том, что попытки быть святым своими силами путем самосовершенствования ведут к самоправедности, которая лежит в основе всех ложных религий в мире. Было бы большой ошибкой думать, что оправдание — это дело Бога, а освящение — наша забота. Нам нужно работать, служить и говорить не собственными силами, а силами, которые дает нам Бог. Но, опять же, не совсем понятно, как все это работает в реальной жизни, как Бог производит в нас работу, пока мы совершаем свое спасение, и что значит служить силой Божьей, а не своей собственной. Или, если ближе к теме этой главы, что значит стараться достигнуть святости силой Духа под вдохновением Евангелия и при поддержке веры. Первое, что приходит на ум, набор стандартных фраз. Чтобы возрастать в святости, нужно позволить Духу работать в нас. Или позволить Евангелию завладеть нашим сердцем. Или настойчиво верить в радостную весть о Божьей благодати. Или бежать ко Христу. Но как все это работает на практике? Как Бог использует Дух Евангелия или веру, чтобы наша святость из потенциальной стала реальной? Весьма логично, что Святой Дух играет важную роль в нашем возрастании в святости. Согласно отрывку из 1 Петра 1-2, мы спасены по предведению Бога Отца при освящении от Духа, чтобы быть послушными Иисусу Христу и окропленными Его кровью. Освящение в этом стихе имеет два значения. Во-первых, Дух отделяет нас во Христе, очищая Его кровью. Это освящение статус. И во-вторых, Он работает в нас, делая нас способными слушаться Иисуса Христа. Это освящение как процесс. Через Святого Духа нам дарован новый статус, и Он же наделяет нас новой силой. Говоря словами Павла, раз мы уже живем не по плоти, а по духу, этим же духом нам следует и умертвить все дела плоти. И вновь возникает вопрос, как именно работает в нас Святой Дух, делая нас святыми? Прежде всего, Он наделяет силой нашего внутреннего человека. Работа Духа Святого часто сопряжена с силой. Эта сила проявляется в знамениях и чудесах, в духовных дарах для созидания тела и в нашей способности приносить плоды Духа. Тот самый Дух, который участвовал в сотворении мира и в вашем рождении свыше, сейчас наделяет силой вашего внутреннего человека, то есть вашу волю или сердце, чтобы вы могли противостоять грехам, которым не могли противостоять раньше, и творить добро, на которое раньше были неспособны. Капитулировавшим христианам, которые перестали бороться с грехом, потому что поняли, что такими родились, или что никогда не изменятся, или что у них не хватает веры, на самом деле не хватает смирения. Они бесславят Святого Духа, который укрепляет нас сверхъестественной силой. Участие Святого Духа в нашем освящении этим не ограничивается. Он есть не только сила, но и свет. Он освящает темные углы нашего сердца и обличает нас в грехе. Он свет, который озаряет для нас Божье Слово, учит нас истине и открывает ее ценность. Святой Дух направляет луч света на Христа, чтобы мы могли увидеть Его славу и измениться. Вот почему сказано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Как преобразилось лицо Моисея, когда он увидел славу Господа на горе Синай, так преобразимся и мы, когда Духом увидим Божью славу в лице Христа. Итак, Дух является для нас светом в трех смыслах. Первое. Он разоблачает наш грех, чтобы мы осознали и оставили его. Второе. Он озаряет Слово, чтобы мы могли понять Его смысл и практическое значение. И третье. Он снимает завесу, чтобы мы могли увидеть славу Христа и уподобляться тому, на кого мы взираем. Другими словами, Дух освящает нас, показывая грех, истину и славу. Библия говорит, что закрывая глаза от этого света, мы противимся Духу, угошаем его и оскорбляем. Эти три слова имеют разные смысловые оттенки, но все они говорят о ситуациях, когда мы не принимаем освящающую работу Духа. Если мы пасуем перед своими грехами или ставим крест на своей праведности, то это не потому, что Святой Дух недостаточно силен, а потому, что вместо Его света мы выбираем тьму. Практически каждый христианин, с кем мне случалось говорить в последнее время, был убежден, что личная святость появится в нас сама собой, если мы правильно понимаем Евангелие. В какой-то мере так оно и есть. Но чтобы так утверждая не зайти слишком далеко, нам нужно кое-что уточнить. Как именно добрые дела возникают из доброй вести? Позвольте мне предложить пару вариантов. Во-первых, Евангелие пробуждает в нас чувство благодарности, которое, в свою очередь, мотивирует стремиться к благочестию. Этой логике следует Павел в своем послании к римлянам. В послании к римлянам с 1 по 11 главы он перечисляет многие Божьи милости, оправдание, усыновление, предопределение к спасению, искупление, примирение, сохранность, прославление. А в главе 12 дает повеление, которое мы должны выполнять, испытывая благодарность за все милости Божии. Как замечает Джон Стодд, не случайно в греческом языке для обозначения и благодати, и благодарности используется одно и то же слово Харис. Конечно, есть опасность, что мы начнем воспринимать благодарность как свой моральный долг, будто Бог проявил к нам милость и теперь ожидает, что мы будем отрабатывать ее своим послушанием всю оставшуюся жизнь. Мы не можем рассчитаться с Богом, но если мы осознаем все, что Бог сделал для нас во Христе, то будем страстно желать угодить Ему и бесконечно радоваться такой возможности. Я далеко не идеальный муж, но мне все же удалось сделать несколько отличных подарков своей жене. Все они из ряда побыть без детей и привезти ее маму, чтобы сохранить наше психическое здоровье. Когда моя жена получает такой прекрасный подарок, а не какой-нибудь абонемент фитнес, остаток этого дня я обычно живу припеваючи. Я делаю такие подарки вовсе не ради этого. Серьезно. Но ради благодарности, который меня в ответ одаривает моя жена. Это ее естественная реакция на мою заботу о ней. Испытывая благодарность, мы не только страстно желаем угодить Богу, но и теряем всякий интерес к грехам. Смирение и счастье, которые происходят вместе с благодарностью, способны вытеснить из нашей жизни все непристойное, гадкое и низкое. Во-вторых, Евангелие помогает нам стремиться к святости тем, что рассказывает правду о нас. Когда мы понимаем, кем являемся во Христе, нам становится труднее грешить. Если мы наследуем весь мир, то зачем желать чего-то чужого? Если мы Божье драгоценное сокровище, какой смысл завидовать другим? Если Бог наш Отец, зачем бояться? Если мы мертвы для греха, зачем нам в нем жить? Если мы воскресли со Христом, зачем нам продолжать ходить старыми греховными путями? Если наше место на небесах, зачем нам вести себя, как дьявол в преисподней? Если мы возлюблены вечной любовью, зачем пытаться доказать миру, что мы чего-то стоим? Если Христос все во всем, почему я так озабочен самим собой? Последний абзац – это пример внутреннего диалога, который Мартин Ллойд Джонс предлагает нам вести с собой вместо того, чтобы слушать себя. Когда мы в тысячный раз совершаем одну и ту же ошибку, нам в голову приходит мысль, что мы никогда не сможем измениться или что Бог на этот раз уж точно вышвырнет нас вон. Но не слушайте себя. Проповедуйте себе. Обратитесь к Евангелию. Вспомните, что теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Вспомните, что Его Дух, который воскресил Христа из мертвых, обитает в вас. Вспомните, что вы Божье дитя, а если дитя, то и наследник. Вспомните, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Иисусе Христе, нашем Господе. Бог дает еще большую благодать. Приблизьтесь к Нему, осознайте, кто вы в Нем, и продолжайте очищать свои руки и исправлять свое сердце. Вера занимает центральное место в христианстве. Это ясно. Оправдание происходит по вере, независимо от дел закона. Но какую роль играет вера, когда мы уже спасены? Подразумевает ли упражнение в вере нелегкую практику возрастания в святости? Странный вопрос. Мы оправданы по вере, и по вере совершаем каждое усилие на пути к освящению. Вера действует в обоих случаях. Верой мы получаем оправдание и обретаем покой. Верой мы желаем освящаться и реализуем это желание. Мы уже касались вопроса веры, когда говорили об уповании на Евангелие и о вере в то, что Библия говорит о нашем статусе во Христе. Но чтобы стремиться к святости, мы должны смотреть не только на совершенное дело искупления, мы должны взирать на грядущую благодать и уповать на нее. Одним оправданием проблема греха не решается. Для того, чтобы избавиться от всех идолов, недостаточно осознать, что Бог уже сделал для нас. Некоторые желания нашей души могут удовлетворить только обещания грядущих благословений. Иначе в чем смысл надежды на славу? Бог постоянно дает обещания в Библии, и эти обещания предназначены для того, чтобы завести двигатель нашего послушания. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду на примере одного известного текста Писания на горной проповеди. В этих трех главах, с пятую по седьмую из Евангелия от Матфея, записано не только много заповедей, но и обещаний. Некоторые из них обещают суд, но многие другие – грядущую благодать. Возьмем, например, заповеди блаженства. Все они обещают те или иные благословения. Кроткие наследуют землю, изгнанные будут иметь Царство Небесное, оскорбляемые получат великую награду. По моему опыту, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5, 8. Самый подходящий стих в борьбе с искушением похотью. И дело в том, что в этом тексте Иисус предлагает нам бороться с одним удовольствием с помощью другого. Сексуальная безнравственность может приносить удовольствие временами. Но тем, кто чист сердцем, Христос обещает большее благословение. Они увидят Бога. Много лет назад в нашем квартале стоял один дом, мимо которого я часто проходил по пути на работу. Я никогда не разговаривал с его жильцами и даже не знаю, кто там жил. Но летом перед гаражом этого дома часто мыла машину молодая дама в нескромном виде. Слова из Матфея 5, 8 были моим мечом, который я использовал, чтобы сразить на повал свое искушение, повернуть голову и задержать на ней свое внимание. Я думал примерно следующее. Я хочу видеть Бога. Я хочу знать Бога. И я не хочу весь остаток дня чувствовать, что отдалился от Бога. Я знаю, что общение с Богом гораздо лучше, чем трехсекундный взгляд на эту женщину. Я стремился к святости, потому что верил в Божье обещание. В этой самой известной в мире проповеди мы встречаем и массу других обещаний. Многие из них предупреждают нас о чем-то. Если вы убьете, то подлежите суду, а тот, кто скажет глупец, подлежит гиене огненной. Если вы не обуздаете вашу плоть, то закончите там же. Если не будете прощать, то и сами не будете прощены. Будете идти легким путем, придете к погибели. Постройте свой дом на песке, игнорируя слова Христа, и он рухнет. Все эти обещания, хоть они и грозят наказаниями, должны побуждать нас к послушанию. В своей проповеди Христос также обещает и благословение. Если соблюдаете заповеди, то будете великими в Царстве Небесном. Если вы идете узкими вратами и будете идти трудным путем, то обретете жизнь. Если слушаете слова Христа и исполняете их, то будете в настоящей безопасности. Христос хочет мотивировать нас мыслью о настоящем, вечной, пребывающей награде. Он понимает, что битва против греха — это, по сути, битва за веру в нашего Небесного Отца. Именно поэтому беспокойство — это не просто недостаток характера, а признак неверия. Если мы верим в грядущую Божью благодать, то будем прежде всего искать Царство Божьего и верить, что Бог даст нам все необходимое. Наш Отец обещает дать благо тем, кто просит Его. Как Бог Завета, Он гарантирует нам благословение, когда мы слушаемся Его и обещает наказание в случае непослушания. Эти благословения могут не соответствовать нашим ожиданиям и могут прийти к нам только в следующей жизни. Но они всегда благие и всегда ведут к главной цели — нашему уподоблению Христу. Святая жизнь — это всегда жизнь по вере с искренним упованием, что Бог исполнит Свои обещания. И последнее. Все это время я говорил о вере в Евангелие или о вере в обещания Божии, особенно в обещания будущей благодати. Но мы можем говорить о вере и в более широком смысле, о вере в Слово Божье. В этом и заключается суть духовной войны — верить в истину Бога вместо лжи дьявола. Сатана — отец лжи, и обман — его основное оружие. Он лжет о Боге, он лжет о вашем грехе, он лжет о вашем прощении, он лжет о Библии. Если сопротивление дьяволу у вас ассоциируется с домами, с привидениями и говорящими черепами, то напрасно. Противостоять дьяволу значит выбирать веру и упование на истину вместо лжи. Об этом говорится в главе 6 послания Ефесянам. Припаяштесь истиной, возьмите щит веры, вооружитесь духовным мечом. В духовной битве вам нужно крепко держаться за Божье Слово, чтобы уверенно противостоять замыслом дьявола. Было бы странно, если бы в этой главе я так ничего и не сказал о самом первом слове в ее названии. Да, Святой Дух наделяет нас силой стремиться к святости. Да, Евангелие мотивирует нас уподобляться Христу. Да, вера разжигает в нас послушание. Но мы все равно должны прилагать усилия. Божья милость не производит в нас послушание автоматически. Да, сначала нам нужно услышать повеление слушаться, а потом мы должны взять и послушаться. Наше освящение совершает Бог, Он делает нас святыми. Но мы должны стремиться к тому, что Бог дает нам. Как сказал Джон Паппер, что касается умиршления греха, то я не ожидаю пассивно, когда это чудо со мной произойдет. Я сам совершаю это чудо. Вновь и вновь в Новом Завете звучит мысль о том, что возрастание в благочестии требует от христиан определенных усилий. В Римлянам 8.13 сказано, что духом мы должны умерщвлять дела плоти. Эфесянам 4 глава велит нам отложить ветхого человека и облечься в нового. Колоссянам 3 глава призывает умертвить в себе все земное. 1 Тимофею 6 глава убеждает нас подвизаться добрым подвигом веры. Евангелие от Луки 13.24 побеждает нас стремиться входить тесными вратами. А 1 послание Коринфянам 9 глава говорит бежать к награде и дисциплинировать тело. В 3 главе филиппийцам мы читаем о настойчивости и движении вперед. А 2 послание Петра 1 глава прямо велит нам приложить к этому все старание. Как возрожденные верующие мы должны трудиться и подвизаться с силой Его, который Христос властно действует в нас. И всегда помнить, что согласно Христу награда вечной жизни принадлежит тем, кто сражается и побеждает. Христиане работают над тем, чтобы умертвить грех и жить в духе. Они находят покой в Евангелии, но никогда не прекращают вести битву против плоти и дьявола. Божьи дети обладают двумя отличительными чертами внутренняя борьба и внутренний покой. Евангельские христиане не должны бояться слов стараться, сражаться или трудиться. Это хорошие библейские слова. Джерри Бриджес пишет, «Никто не сможет достичь хоть какой-то святости, если Бог не будет совершать в нем свою работу. Но верно и то, что никто не продвинется в святости, не прилагая усилий. Бог сделал святость возможной для нас, но ответственность за пребывание в святости Он возложил на нас. Процесс избавления от испорченности плоти, как сказал Кальвин, весьма тяжкий труд, который требует огромнейших усилий. Именно поэтому Бог велит нам бороться и прилагать всякое усилие для достижения этой цели. И Он дает нам понять, что в этом деле не должно быть места лени. Для освящения недостаточно взирать на Господа и быть увлеченным Евангелием. Чтобы быть святыми, нам нужно попотеть. Давайте не повторять ошибок раннего Кесвикского движения, сторонники которого считали, что для освящения нужно расслабиться и позволить Богу действовать. В книге «Христианский секрет счастливой жизни» это классика Кесвикского движения, Ханна Смит так объясняет свою позицию. «Следовательно, все, что мы считаем освящением, есть шаг веры, когда мы вверяем себя в руки Божьи для того, чтобы он работал в нас по благоволению своей воли. Мы можем освящаться лишь постоянно, упражняя свою веру. Наше дело доверять, а его достигать результатов». Конец цитаты. Возможно, такая позиция кому-то кажется супердуховной, но она не библейская. Освящение достигается не путем капитуляции и отказа от усилий, а усердным трудом и стараниями, которые возможны благодаря божественному действию. Послушайте, что говорит Мартин Ллойд Джонс. «Новый Завет призывает нас предпринимать определенные действия. Там не говорится, что кто-то за нас совершит освящение. Мы сами должны вести свою добрую битву веры. Но, слава Богу, нам дано для этого все необходимое. У нас есть такая способность с того момента, когда мы поверили, получили оправдание по вере и родились свыше Духом Божиим. Таким образом, новозаветный метод освящения состоит в том, чтобы напомнить о необходимости освящения, а после напоминания сказать, а теперь идите и делайте это». Именно поэтому один голландский богослов, живший давно, включил в свой список причин, по которым верующие не растут так, как должны, не только евангельские причины, среди которых сомнения в своем обращении или злоупотребление благодатью, но и банальную лень. Конечно же, мы хотим находиться в возвышенном духовном состоянии и расти, как пальмовое дерево, но мы не готовы прилагать к тому ни малейших усилий, поэтому и не растем. Иначе говоря, в стремлении к христоподобию нет места обломовщине. И этот момент очень важный, потому что некоторые христиане забуксовали в своем освящении только потому, что недостаточно стараются. Им нужно знать о силе Святого Духа, им нужно утвердиться в евангельской благодати, им необходимо верить в обещания Божии, им необходимо стараться, бороться и прилагать все усилия, чтобы совершать на практике все то, что Бог производит в них. И пусть каждый из нас сможет искренне сказать вместе с Павлом, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 1 Коринфянам 15.10 Этот библейский акцент все расставляет на свои места. Он отвечает на вопрос, которым задаются многие, почему освящение не происходит автоматически, если мы до кончиков ногтей посвящены евангельскому оправданию. Пока мы ждем, когда у нас будет достаточно веры, чтобы по-настоящему постичь Евангелие, Бог ожидает, что мы просто встанем и возьмемся за дело, потому что для роста в благочестии нужна и вера, и усилие. Глава седьмая Будь тем, кто ты есть В Мичигане стоял один из тех чудесных осенних дней, которые лучше всего подходят для игр на заднем дворе. Было прохладно, но когда ты много двигаешься, такая прохлада только на руку. Я играл в футбол с двумя старшими сыновьями. Мы с Джейкобом, младшим из них, играли вдвоем против старшего Иоанна. Поймав мяч и, помешав тем самым Иоанну забить нам гол, я знаками показал Джейкобу, чтобы он бежал на другой конец двора, потому что я собирался сделать длинный пас. Он побежал, а я тем временем пнул мяч внутренней частью моей правой ступни. Мяч проскочил между обоим и сыновьями и продолжал катиться, 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 пока не закатился прямиком ворота на другом конце двора. Иоанн был слегка обескуражен, таким ударом. А Джейкоб, которому на тот момент было пять лет, пришел в полный восторг. Он повернулся ко мне с выражением глубокого удивления на лице и на полном серьезе сказал «Ого, папа! Только ты и Иисус так можете!» Мне сложно судить о способностях Иисуса в футболе. Я заглянул в Википедию, но там об этом ничего не написано. Однако могу сказать, что заявление моего сына могло бы взорвать богословский мир, если бы он изменил в нем всего одно слово. Видите ли, большинство из нас знает, что мы должны быть как Иисус. В лучшие времена мы даже хотим быть как Он. И нам было бы приятно, если бы кто-то, глядя на нашу жизнь и видя наш благочестивый характер, сказал «Ого, только ты и Христос так можете». Это неплохие желания, но проблема тут в союзе И. Вместо него тут следует поставить предлог В. Только ты во Христе так можешь. Уподобиться Христу возможно, но для этого нужно не просто трудиться вместе со Христом или подражать его примеру. Только осознавая свой статус во Христе мы сможем жить как Христос. Союз с Христом это богословское описание нашего пребывания во Христе. Как это связано со святостью мы узнаем очень скоро, но прежде мы должны нарастить немного богословского мяса на эти кости, наполнить это понятие богословским содержанием, потому что многие из нас в этой теме страдают анорексией. Союз со Христом едва ли не самая важная доктрина, но о ней вы, возможно, никогда не слышали. Христиане знают, что они спасены Христом, что они должны быть похожи на Христа и что со Христом можно иметь отношение, но мы практически никогда не задумываемся о том, что все это проистекает из нашего союза со Христом. А этой короткой фразой можно объяснить всю суть нашего спасения. Союз со Христом это не отдельное благословение, сопутствующее спасению, а совокупность всех благословений спасения, будь то в вечности, как избрание, в прошлом, искупление, в настоящем, призвание, оправдание и освящение, а также в будущем, прославление. Каждое благословение мы получаем во Христе, Ефесянам 1.3. Ни один аспект нашего спасения не находится вне союза с Ним. Все его дары берут начало в союзе со Христом. Хотя богословы и могут рассуждать о порядке спасения, согласно которому мы призваны духом, возрождены, приведены к вере и покаянию, оправданы, усыновлены, освящены, сохранены и прославлены, мы никогда не должны отделять эти блага от самого благодетеля. Каждое благословение спасения проистекает из нашего союза со Христом. И как сказал Джон Мюррей, союз со Христом не просто один из этапов искупления. Согласно учению Писания, он лежит в основе каждого этапа искупления. Союз с Христом это действительно центральная истина всей доктрины спасения. Он лежит в основе не только поэтапной реализации спасения, но и в основе окончательного и полного осуществления спасения в совершенном деле Христа. Учение о союзе со Христом встречается в Новом Завете настолько часто, что мы могли бы счесть его слишком банальным и упустить. Такие фразы, как «во Христе», «в Господе» или «в Нем» встречаются в письмах Иоанна более 20 раз, а в посланиях Павла более 200 раз. Мы найдены во Христе, сохранены во Христе, спасены и освящены во Христе. Мы ходим во Христе, трудимся и слушаемся во Христе. Мы умираем, живем и побеждаем во Христе. Это лишь несколько примеров. 32 раза Павел говорит об участии верующих со Христом в каком-либо этапе искупления, распятии, погребений, воскресений со Христом или восседаний на небесах со Христом. Все эти благословения Христа принадлежат нам только в союзе с Ним. Когда Дух присоединяет нас ко Христу и прививает к Его телу, мы становимся причастниками не только Его благ, но и самого Христа. Вся христианская жизнь от начала до конца избрания, оправдания, освящения и окончательное прославление возможно только в союзе с Христом и является выражением этого союза. И именно поэтому заключительная просьба Иисуса в Его первосвященнической молитве звучит так «Я буду в них» Иоанна 17, 26. И по этой же причине Павел говорит, что Христос в вас это надежда на грядущую славу Колоссянам 1, 27. Учение о союзе со Христом не находится в центре внимания современных христиан. Пренебрежительное отношение к нему вероятно сформировалось под влиянием двух факторов. Во-первых, это учение достаточно сложно понять и принять. Что значит, что мы соединены с Христом? Он в нас, а мы в нем. Как это? Нельзя сказать, что мы соединены со Христом как два листа бумаги, скрепленные степлером. Также нельзя сказать, что Христос живет в левом желудочке нашего сердца как микроскопический организм. Наш союз с ним не физический, а богословский. Он означает три вещи. Солидарность, Христос, второй Адам, наш представитель, трансформацию, Христос через Духа Святого меняет нас изнутри, и общение. Христос пребывает с нами как наш Бог. Союз со Христом как брачный союз, в котором мы соединены со Христом в завете любви. Также его можно сравнить с телом, в котором мы как члены соединены с нашим живым главой. Или можно сказать, что союз с Христом как здание, в котором мы дом, а Христос обитатель этого дома. Эти библейские аналоги земной способ объяснить небесную реальность нашего союза со Христом. Во-вторых, многие христиане держатся подальше от этого учения по той причине, что они просто неправильно его понимают. Если выражаться максимально просто, то мы не должны путать общение и слияние. Согласно библейскому учению, наша личность соединена с личностью Христа. Так что Бог есть наш Бог, а мы его народ. Но эти отношения завета не означают слияние природ. Наша личность не растворяется в личности Христа, не образует антологический союз, в результате которого исчезает всякое различие между Богом и его народом. Антология это умный термин, означающий сущее. Так вот, если бы мы были в антологическом союзе со Христом, это означало бы, что мы обрели сущность самого Бога. Например, средневековый мистик Майстер Экхарт говорил, «Тот, кто един с Богом, имеет один дух с ним, такое же бытие». Безусловно, это неверная формулировка. В определенных течениях мистицизма, не говоря уже о восточных религиях, союз с Богом рассматривается как абсолютное единство, в котором два отдельных существа перестают быть отдельными. Но этот взгляд противоречит библейскому учению о союзе со Христом. Точно так же, как три личности в троице, будучи в союзе, являются тремя отдельными личностями, и как две природы Христа объединены, но остаются отдельными природами, так и Христос находится в союзе с нами, не вытесняя нашу уникальную индивидуальность. Мы не становимся богами. Но все же, в определенном смысле, мы можем обожествиться. Во втором послании Петра 1.4 говорится, что верующие становятся причастниками божеского естества. Западному человеку эта фраза режет ухо, тем не менее, в восточном православном понимании обожествление или обожение теозис находится в центре спасения. Но православное богословие достаточно аккуратно разграничивало понятие сущность и энергия Бога. Православные говорили, что мы становимся причастными жизни Бога, но не его неповторимой природе. Даже Кальвин говорит, что цель Евангелия состоит в том, чтобы рано или поздно сделать нас подобными Богу. И по сути, если можно так выразиться, это определенное обожествление. Но он ясно дает понять, что обожествление это не растворение в Боге. Уподобляться Богу значит возрастать в качествах и добродетелях присущих Богу. При этом человеческое и божественное не смешивается. Наша человеческая сущность полностью сохраняется. Правда, запускается процесс ее полного восстановления. Мы не можем стать Богом, но мы можем уподобиться Ему. Важный момент. Мы не должны воспринимать духовность как процесс отделения своей души, направленный на то, чтобы обрести способность воспарить в небо и быть поглощенными неким божественным абсолютом. Мы должны всегда помнить, что союз с Христом возможен благодаря сошествию Сына на землю, а не благодаря нашему восхождению на небеса. Основа нашего союза со Христом это союз Христа с нами в его воплощении. Он стал с нами одним, чтобы мы могли стать одним с ним. Христианская духовность основывается не на мистицизме, она основывается на посреднике. Я знаю, что эта глава получилась более теоретической, чем предыдущие, но в таком богословском исследовании есть определенный смысл. Союз с Христом это не просто увлекательная доктринальная концепция для книгоманов или фанатов терминов. Это учение определяет наш образ жизни, духовное здоровье, и стремление к святости. Союз с Христом направляет нас к благочестию несколькими способами. Прежде всего, он напоминает нам, что стремление к святости это одновременно и стремление ко Христу. Мы хотим быть добродетельными не ради того, чтобы быть хорошими людьми, а из-за любви ко Христу. Конечная цель святости состоит не в том, чтобы мы жили в соответствии с нравственными стандартами, а в том, чтобы мы жили во Христе, жили такой жизнью, которая является практическим выражением нашего реального живого союза с Ним. Кроме того, союз со Христом помогает нам увидеть взаимосвязь между оправданием и освящением. И богословы, и простые христиане склонны рассматривать оправдание и освящение отдельно друг от друга. Это приводит к тому, что одни верующие делают акцент на вере, умаляя значимость дел, а другие фокусируются на достижении собственной праведности, отодвигая на задний план вмененную праведность Христа. Но и оправдание, и освящение это дары во Христе. 1 Коринфянам 1.30 и 6.11 Богословы иногда называют это двойной благодатью дуплекс гратия союза со Христом. Оправдание и освящение как две стороны одной медали, отдельные, но соединенные. Кальвин правильно сказал, что эти плоды благодати связаны между собой неразрывной связью и разделять их все равно, что разрывать Христа на части. Освящение не просто проистекает из оправдания, как одно производит другое. И то, и другое исходит из одного источника. Христос не оправдывает ни одного человека, кого он не освящает. На основании нашего союза с ним Христос дает нам оба дара вместе. Отсюда ясно, насколько верно утверждение, что мы не оправдываемся без дел, хотя отнюдь не делами, ибо причастность Христу, в котором зиждется наша праведность, непременно заключает в себе и освящение. Библия явным образом говорит, как еще союз с Христом связан с нашей личной святостью. Чем лучше мы понимаем наш союз с Христом и осознаем его реальность, тем больше мы стремимся к святости. Как утверждает Джон Мюррей, практическое освящение полностью зависит от того, осознаем ли мы себя мертвыми для греха и живыми для Бога через Иисуса Христа. Римлянам 6.11 Вне нашего союза со Христом любая попытка подражать Ему, даже предпринимаемая с огромным энтузиазмом и благородными мотивами, неминуемо закончится законничеством и духовным поражением. Но как только мы поймем доктрину союза со Христом, то увидим, что Бог не велит нам попытаться стать теми, кем мы не являемся. Он призывает нас быть теми, кто мы уже есть. Стремление к святости это не идеалистические попытки поступать как Христос. Это борьба за то, чтобы воплотить в своей жизни то, что уже совершилось во Христе. Если бы меня попросили обобщить всю этику Нового Завета в одном предложении, то я бы ответил «Будь тем, кто ты есть». Возможно, это звучит странно или даже кажется ересью, поскольку созвучно с популярным лозунгом «Будь собой». Но в этом популярном утверждении, как в общем-то и во многих других заблуждениях, действительно есть доля истины. Когда люди говорят «Расслабься», «Просто ты таким родился» или «Оставь попытки быть тем, кем ты не являешься и просто будь собой настоящим», они близки к библейской истине. Бог хочет, чтобы вы были настоящими собой. Он хочет, чтобы вы были верны себе, но не тому, в кавычках, себе, кто вы есть по природе, а тому, кто вы есть по благодати. Вам стоит перечитать последнее предложение еще раз, чтобы убедиться, что вы правильно его поняли. В этом предложении заключена суть различия между жизнью в грехе и жизнью в праведности. Бог не говорит «Расслабься, просто ты таким родился». Он говорит «Хорошая новость, ты рожден заново и теперь совсем другой». Вы принадлежите Христу, поскольку верите в Него. Более того, вы с Ним соединены. По вере через Духа Святого мы находимся в союзе с Ним. Христос живет в вас, а вы в Нем. Вы одно со Христом. Так живите же, как Христос. Будьте теми, кто вы есть. Новый Завет постоянно твердит об этом. Во Христе мы мертвы для греха и живы для праведности. Римлянам 6-4 и Колоссянам 3 с 1-го по 3-й стих. Во Христе мы новое творение и можем жить для Него, а не для себя. 2 Коринфянам 5-15 и 17. Во Христе наша греховная плоть умерщлена и в нас действует новая жизнь, фактически новая личность. Галатам 2-19-20 Во Христе мы больше не сыновья непослушания и не дети гнева, но ожили с Ним и теперь способны совершать предназначенные нам добрые дела. Ефесянам 2-4 6-10 Во Христе мы можем поступать как Он. Колоссянам 2-6 Во Христе мы святы и драгоценны и призваны жить соответственно. Колоссянам 3-я глава с 12-го по 14-й стихи. Итак, Библия раз за разом напоминает нам, кто мы во Христе, чтобы призвать к послушанию Христу. Стремитесь к святости, не потому, что дрожите от страха перед Богом, а потому, что вы уверены, что уже принадлежите Ему. Тема взаимосвязи союза со Христом и нашего освящения хорошо раскрывается в 6-й главе послания римлянам. В этом тексте Павел отвечает на вопрос, стоит ли нам оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать. В предыдущих главах Павел всячески превозносил оправдание одной лишь верой только по благодати исключительно во Христе. В главе 6-й он предвосхищает возражения, которые к этому моменту могло возникнуть у читателя. Если благодать так прекрасна, значит, мы можем продолжать грешить. Здорово, мы можем взять самое лучшее от этой жизни и от следующей. Здесь грешить, а там получить славу. Но, конечно же, евангельская логика другая. Стих из послания Иуды 4-й предупреждает остерегаться нечестивых людей, которые обращают благодать Бога в повод к распутству и отвергают нашего единого владыку и Господа Иисуса Христа. Очевидно, что благодать не оправдывает свои воли. Хоть весть о даровой благодати и звучит достаточно скандально, но Павел никогда не уходит от этой темы. А ведь он мог бы поступить иначе. Уделить должное внимание благодати, а потом сказать, ладно, хватит о благодати, давайте перейдем к делу и поговорим о том, что теперь вам, оправданным, нужно делать. Но он так не поступает, и это чрезвычайно важно. Он рьяно превозносит благодать в оправдании и благодать в освящении. Теперь, когда вы стали христианами, Павел говорит, именно благодаря этой благодати и силой этой благодати вы сможете быть другими. Некоторые люди думают, что все религии одинаковые. Каждая религия, говорят они, учит любить ближнего, помогать бедному, отвергнуть себя и говорить правду. Но даже если мы допустим, что у всех религий действительно одинаковая этика, хотя совершенно очевидно, что это не так, то нам придется признать, что вопрос мотивации они все равно решают по-разному. Зачем совершать добрые дела? А зачем быть хорошим человеком? Для того ли, чтобы проложить себе путь на небеса? Или в поддержку семейных ценностей и западной цивилизации? А может быть улучшить свою карму? Или для того, чтобы обрести просветление, освободиться от желаний и достичь нирваны? Возможно, чтобы вырваться из порочного круга рождения и перерождения? А может быть хорошим важно, потому что это помогает лучше себя чувствовать? Создаёт хорошее настроение? Мировые религии дают разное обоснование нравственному поведению. С точки зрения Павла, отправная, но не конечная точка мотивации быть хорошим находится в нашей идентичности во Христе. Откройте главу шестую послания Ревлянам и вы найдёте там объективную, несомненную и неизменную истину о себе как о христианах. Вы были крещены в Иисуса Христа. Вы были распяты со Христом. Вы умерли со Христом. Вы были погребены со Христом. Вы воскресли со Христом. Когда в первом послании Коринфянам 10.2 говорится, что израильтяне крестились в Моисея в облаке и в море, это не значит, что они буквально были погружены в Него или окроплены им. Имеется в виду, что они были к Нему присоединены. Они участвовали с Моисеем в Исходе. Они как народ, а Он как их представитель и глава. В том же смысле мы крещены во Христа. Независимо от того, как происходит наше физическое крещение, в младенчестве с последующим принятием веры или во взрослом возрасте с одновременным исповеданием веры, мы рассматриваем это таинство как знак нашего союза со Христом. Христиане не всегда ощущают близость со Христом, но наш союз с Ним не становится от этого менее реальным. Нам сказано, «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Римлянам 6.11 «И это истина о нас как о христианах». Мы должны считать себя теми, кто мы есть во Иисусе, мертвыми для греха и живыми для праведности. Однажды я услышал историю о мужчине, который, борясь с гомосексуальным влечением, в разговоре со своим пуратором признался, что он снова собирается пойти в гей-бар, на что его пастор просто ответил, «Я не думаю, что ты это сделаешь, потому что ты не такой». Это хорошее наставление и очень библейское. Союз с Христом радикально и бесповоротно изменяет нашу связь с грехом. Наш ветхий человек был распят, и грех не имеет власти над нами. Это не означает, что та наша часть, которая именуется ветхой сущностью, была заменена другим естеством, так называемой новой сущностью. Павел не говорит о частях, он говорит о положении. В Адаме мы были ветхим человеком. Вместе с нами в команде Адама были смерть, грех, наказание и преступление. Но мы умерли для этой команды. Контракт аннулирован. Теперь мы носим форму команды во Христе. А оказаться в союзе со Христом это все равно, что быть бездарным футболистом, но попасть в футбольную команду Национальной футбольной лиги США. Оказавшись в этой команде, пусть и незаслуженно вы носите форму НФЛ и хотите играть как настоящий футболист. Можно провести еще несколько аналогий. Союз с Христом подобен освобождению из ужасной тюрьмы. Там вы не раз сворачивались калачиком на своих нарах, когда кто-то проходил мимо, потому что не хотели быть избитым. Вы передавали из камеры в камеру непристойные журналы. Вы угрожали другим и запугивали их, чтобы быть первым в очереди за едой. Но оказавшись на свободе, вы больше себя так не ведете. Теперь вы живете в другом мире. Союз с Христом подобен тому, как 14-летний ребенок не хочет, чтобы друзья называли его малышом. Он знает, что он уже не малыш, он подросток, и поэтому он начинает вести себя по-взрослому. Союз с Христом подобен тому, как если бы студентка приехала в современный университет на лошади, достала перо и чернила, зажгла свечи и стала передавать сообщение азбукой Морзе, а потом вдруг поняла, что она не в том веке, мы бы удивились, встретив такую студентку, ей нужно начать жить в реальном времени. Конечно, эти аналогии не идеальны, они не принимают во внимание того, как Христос изменил нас изнутри, но хорошо объясняет ту же истину, которую Павел пытается донести до римской церкви в 6 главе своего послания. Павел не использует союз со Христом как джедайский трюк, он хочет, чтобы церковь знала и сознательно относила на свой счет все, что является истиной о ней во Христе. Идентичность верующих, как и ваша, изменилась. Вы играете за другую команду, вы живете в другое время, вы принадлежите к другому царству, вы теперь носите другое имя, поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, вместо этого представьте самих себя Богу в рабы праведности для освящения. Библия смотрит на святость реалистично, не думайте, что все эти прекрасные разговоры о смерти для греха и жизни для Бога означают, что в жизни верующих больше не будет борьбы и даже намека на грех. Христианская жизнь требует послушания, она сопровождается борьбой, но в этом бою мы победим. В углу ринга стоит Святой Дух, который разминает ваши плечи, держит ведро с водой, обнимает вас и говорит перед началом следующего раунда «Парень, ты отправишь его в нокаут». Грех может нанести несколько внезапных ударов, иногда вам может попадать от него по лицу, он может сбить вас с ног, но если вы во Христе, грех никогда не отправит вас в нокаут, вы больше не рабы, вы свободные, грех не имеет власти над вами, он бессилен, теперь на престоле восседает новый царь, вы служите другому владыке и вы отдаете честь другому господину. По сути, Бог говорит вам, «Вы верите во Христа силой Святого Духа, я соединил вас с Ним, поэтому когда Он умер, вы тоже умерли, когда Он воскрес, воскресли и вы, Он на небесах, поэтому и вы на небесах, Он свят, поэтому и вы святы, с объективной и фактической точек зрения вы находитесь в положении святого, возлюбленного Дитя Бога, мертвого для греха, живого для праведности, посаженного на моих святых небесах. Так теперь и живите. Именно так в союзе со Христом работают вместе индикативы, то, что совершил Бог, и императивы, то, что должны делать мы. И если все это длинное объяснение мне нужно будет уместить в одну фразу, то я снова повторю, будь тем, кто ты есть. Глава восьмая. Святые и сексуальная распущенность Я изо всех сил старался написать эту книгу так, чтобы не вызвать у читателей чувство вины, которым обычно сопровождаются разговоры о святости. Я боролся с соблазном начать вас критиковать за то, что вы недостаточно молитесь, не заучиваете тексты писания и мало заботитесь о бедных. Мне кажется, у проповедников есть автоматическая настройка, заставляющая их сводить проповедь на любую тему к тому, что мы не дотягиваем до Божьей святости. Но я написал эту книгу, чтобы вы поверили, что святость возможна, а не стыдливо опустили голову. И все же, если мы идем на компромисс с миром, то нуждаемся в обличении. Нам нужно честно посмотреть на свою жизнь и признать, что в некоторых сферах она не соответствует Писанию. Для этой цели я и написал эту главу. Не для того, чтобы унизить вас, а чтобы помочь вернуться на путь Божий, чтобы вы могли следовать Божьей воле и жить в соответствии с Божьим Словом. Это глава о сексуальном грехе. Вы уже знаете это из названия, а из жизненного опыта вы также знаете, что сексуальный грех это огромная проблема современности. Мне не нужно убеждать вас в том, что наша культура пронизана сексом. Вы встречаете его в магазинах, в песнях, в спорте, на рекламных счетах, на пляже, на экранах кинотеатров, на ютубе, на телевизионных каналах, в своем смартфоне, в торговых центрах, в каталогах, журналах и в принципе везде, куда бы вы не посмотрели. Но эта глава не о какой-то культуре, которая нас не касается. Это глава о нас, о том, что мы, как христиане, делаем и видим, и о том, что мы можем делать и видеть, не осознавая. В Ветхом Завете, когда в Израиле или в Иудее к власти приходил хороший царь, он очищал землю от идолов и ложных религий, и Богу это нравилось. Но мы читаем, что часто даже при хороших царях высоты не были уничтожены, несмотря на некоторый прогресс в других сферах. Высотами в Израиле назывались места, где люди приносили жертвы и совершали ритуалы, распространенные у других народов. Высоты это символ компромисса Израиля. Высоты настолько укоренились в культуре, что казались чем-то совершенно нормальным, и даже хорошим царям не приходило в голову избавиться от них. Но даже если они об этом и подумывали, то не могли набраться смелости, чтобы поступить согласно своим убеждениям. Высоты были слепой зоной. Люди не понимали, что на самом деле представляют собой эти места. Они были настолько привычными и обыденными, что цари не уничтожали их, а люди продолжали там поклоняться. Сексуальная безнравственность одна из высот современных христиан. И я боюсь, что мы, и я в том числе, не имеем глаз, чтобы увидеть, насколько мир в этом вопросе подмял нас под себя. Если бы мы могли взять христиан из прошлого века и перенести их в любую современную христианскую страну на Западе, я уверен, что больше всего они бы удивились отношению к сексуальной нечистоте в христианских семьях. Она нас не шокирует и не расстраивает. Она не задевает нашу совесть. По сути, сексуальная нечистота, если это не что-то откровенно ужасное, кажется нам нормальной частью жизни, часто даже забавной. Но Библия смотрит на сексуальный грех совершенно иначе. Если вы посмотрите на любой список пороков, приведенных в Библии, то заметите, что в каждом из них обязательно упоминаются сексуальные грехи. И когда Павел перечисляет неподобающие христианам поступки, очень часто этот список возглавляет тот или иной сексуальный грех. Когда новообращенные язычники начинали свой путь от тьмы к свету, то в первую очередь они должны были принять совершенно другую сексуальную этику. Но какое отношение все это имеет к предыдущей главе и союзу со Христом? Давайте рассмотрим подробно два библейских текста, чтобы увидеть, что Божьи стандарты сексуальной чистоты могут быть выше, чем мы думаем, и что учение о союзе со Христом может быть и в этой сфере весьма полезным. Начнем с первого послания Коринфянам 6 глава 12-20 стихи. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве вы не знаете, что тела ваши, суть, члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, какой делай человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших. Ключевая фраза этого отрывка находится в 18 стихе «Бегите от блуда». Возникает логичный вопрос, а что такое блуд? В этом тексте Павел использует обычное для Нового Завета греческое слово «порнея», которым обозначались самые разные сексуальные грехи, а не только супружеская измена. Как заметил один комментатор, этот термин используется в греческой литературе, когда речь идет о различных запрещенных сексуальных практиках, включая супружескую измену, внебрачные связи, проституцию и гомосексуализм. В Ветхом Завете им обозначается любой запрещенный торой сексуальный контакт внебрака между мужчиной и женщиной. Похожее определение слова «порнея» дает наиболее уважаемый словарь библейского греческого языка. Незаконный сексуальный контакт, проституция, недостаток целомудрия, внебрачная связь. Чтобы понять, что такое «порнея», подумайте о том, что привело бы вас в ярость и разбило бы ваше сердце, если бы вы узнали, что кто-то совершал это действие по отношению к вашему мужу или вашей жене. Если бы кто-то поприветствовал вашу жену за руку, вы бы не расстроились. И если бы кто-то мимоходом приобнял за плечо вашего мужа, вы бы не обратили на это внимание. Поцелуй в щеку или даже легкий поцелуй в губы в некоторых культурах считается уместным. Но если бы вы узнали, что у кого-то были интимные отношения с вашей женой или он видел ее обнаженной, вы бы пришли в ярость. И если бы вы узнали, что кто-то занимался любовью с вашим мужем или вел разговоры на интимные темы или совершал определенные жесты, ваше сердце было бы разбито. Почему? Потому что все эти действия уместны между мужем и женой, но неприемлемы за пределами законных отношений между мужчиной и женщиной в браке. Любой сексуальный контакт между людьми, не состоящими в браке, или между двумя мужчинами, или между двумя женщинами, или между более чем двумя людьми, или между членами семьи, или между состоящими в браке с другими людьми, это грех и то, что называется словом парнея. Если говорить самым простым языком, сексуальная безнравственность, как ее понимали Иисус, Павел и все библейские авторы, это любые действия сексуального характера между мужчиной и женщиной за пределами брака. От всего этого Павел призывает бежать. Не рассуждайте о сексуальном грехе. Просто бегите. Не заигрывайте с ним, не рассматривайте, не экспериментируйте, не проверяйте себя на прочность, не ввязывайтесь в это. Просто бегите. Мы не должны повторять ошибки глупца из главы седьмой книги притчей, который околачивался возле дома блудницы, слушал ее сладкозвучные песни, шел за ней через весь город, а в итоге потерял свою жизнь. Бог не велит нам смотреть побольше соответствующих фильмов или картинок в смартфоне, чтобы, так сказать, узнать врага в лицо и лучше понимать современную культуру. Он повелевает нам держаться подальше от всего этого. В первом послании Коринфянам 6.12 мы читаем ответ Павла на любимый девиз коринфян «Все мне позволительно». Коринфяне гордились своей христианской свободой, но Павел объясняет, что даже то, что можно делать свободно, иногда лишает нас свободы и порабощает. Оценивая нравственно неоднозначные области христианской жизни, мы должны не просто проверить, есть ли в Библии конкретный текст, осуждающий практику, в которой мы сомневаемся. Мы должны посмотреть на нее шире и задаться более глобальным вопросом, как это делает Павел. Например, если речь идет о мастурбации, мы можем спросить, помогает ли она нам прославлять Бога, или делает нас рабами привычки, от которой невозможно избавиться. Особенно важно, что в тексте, который мы рассматриваем, Павел делает акцент на нашей принадлежности Христу. Сегодня популярна идея, что наше тело принадлежит нам, мое тело, мое дело. По сути, современная культура говорит нам, что для идентификации себя как человека, самое важное, это иметь свободу сексуального самовыражения и использовать свое тело, как мы захотим. Но Бог говорит, что тело принадлежит Ему, а не нам. Мы храм Духа Святого и члены Христовы, и наше тело не для удовлетворения себя, а для прославления Бога. Мы куплены дорогой ценой и принадлежим Христу. И где же тут свобода, спросите вы. Если мы должны делать то, что хочет Бог, то такая свобода очень смахивает на рабство. В ответ я напомню вам две истины. Любить Бога значит жить по Его заповедям, а принадлежать Христу значит быть свободным, а не рабом. Думайте о христианстве не с позиции «теперь мы должны делать то, что хочет строгий Бог», а с позиции «теперь мы способны делать то, что велит добрый Бог». Через союз со Христом мы наделены силой быть святыми. Тот же Бог, который воскресил Иисуса из мертвых, воскресит и нас, чтобы мы жили для Господа, а не для тела. Это один из даров, проистекающих из союза со Христом. Союз со Христом означает, что Божья сила для нас действует в нас и через нас. Союз со Христом также означает нравственную ответственность. Посмотрите 1 Коринфянам 6.15. Хоть Павел и осторожно подбирает слова, но его выводы шокируют. Раз мы принадлежим Христу, мы члены его тела. Поэтому, когда вы совершаете сексуальный грех, будь то проституция, измена, секс до брака или любой другой, вы совершаете его как член Христа. Возложив свою веру на Христа, вы стали с ним одним духом. 1 Коринфянам 6.17. Сексуальный грех — это страшно серьезно, потому что мы совершаем его не только против своего тела, но и против тела Христова, членом которого являемся. Если вы не можете представить Христа согрешающим подобным образом, тогда вам не следует представлять и себя в этих обстоятельствах. Вы принадлежите Христу, и более того, вы соединены с Христом. Если его тело чисто, то и ваше должно быть таким. Прежде чем перейти ко второму отрывку, давайте рассмотрим, как понятие порнея относятся к добрачным отношениям. Эта сфера христианской жизни едва ли не самая спорная и обсуждаемая. Но мне нечего терять, поэтому я все же попытаюсь ответить на этот извечный вопрос, как далеко можно зайти, чтобы не зайти слишком далеко. Как я уже упоминал в третьей главе, нам с женой было сложно установить границы в физических отношениях, когда мы только встречались и позже, когда уже были помолвлены. Мы советовались со многими авторитетными верующими и слышали очень противоречивые мнения от «нельзя ничего» до «попробуйте почти все». Но чаще всего нам говорили примерно следующее «У вас не должно быть секса, и вы должны установить определенные границы, а какие это будут границы, решать вам двоим с Господом». Нам удалось выработать внушительный список границ, а потом многие из них нарушить. Частично это случилось из-за неспособности контролировать себя, в основном с моей стороны, но честно говоря, проблема была и в том, что мы не знали, что именно нам нужно контролировать, особенно на этом странном переходном этапе под названием «Помолвка». Мы узнали, что секс недопустим, как и предвосхищающие его несколько этапов, но все, что находилось внутри этих границ, тоже было весьма неоднозначно и опасно. По Божьей благодати до свадьбы мы дожили девственниками, но я должен признать, что мы были верны не всем своим принципам. Мы испытывали угрызение совести. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы не были верны и Божьим принципам тоже, поскольку я мужчина, и поскольку это я расширял границы дозволенного, всю ответственность за эти грехи я взял на себя, и мы исповедовали их перед Богом много лет назад. Я делюсь всем этим для того, чтобы мои молодые читатели знали, что я прекрасно понимаю, с чем они борются. Я помню и ощущение растерянности, и стремление поступать правильно, и чувство вины. Я далеко не пример для подражания, поэтому то, что я собираюсь сказать, может прозвучать чересчур строго, особенно учитывая, что я собираюсь дать вам совет, который для меня уже не актуален. Но я бы хотел, чтобы в то время, когда для меня это было актуально, мне кто-то сказал, что не надо все так усложнять. Хотя возможно мне и говорили, но я не слышал. Я знаю, что в Писании нет конкретного стиха, который отвечает на вопрос, как далеко можно зайти, чтобы не зайти слишком далеко. Но если бы этот стих существовал, я вам гарантирую, что вам бы четвертую, книги пророка Иезекииля и найти стих, который бы решил все споры. Но в Библии сказано все, что нам нужно знать для жизни и благочестия. И есть ряд принципов, которые помогут нам ответить на наш спорный вопрос. Во-первых, помните, что главная цель любых отношений состоит в том, чтобы прославить Бога, а не в том, чтобы как можно ближе подойти греху и не согрешить. Ведь мы не сатириологические минималисты, которые заинтересованы лишь в том, чтобы избежать наказания за грехи. Мы хотим знать, как максимально угодить Богу в своих добрачных отношениях. Во-вторых, не разжигайте любовь до того, как придет время. Песни песней 273584. Если вы преждевременно разбудите в себе сильные желания, то в определенных обстоятельствах они станут искушениями, перед которыми трудно устоять. Многие благочестивые христиане совершали поступки, на которые, как они думали, были неспособны. У вас впереди целая жизнь, чтобы во всем разобраться, поэтому не будите страсть, которую пока не можете удовлетворить. В этом деле лучше перестраховаться. Я ни разу не слышал, чтобы какая-то христианская пара сожалела о том, что они чего-то не делали до свадьбы. В-третьих, хотя для многих верующих это покажется совершенно контркультурным, но вам следует относиться ко всем христианам, с которыми вы не состоите в браке, как с братьями и сестрами во Христе. Эту идею высказали Джеральд Хистант и Джей Томас в своей полезной книге «Секс, свидания и отношения». Они настаивают на том, что до вступления в брак нам нужно воспринимать представителей противоположного пола через призму родственных отношений. Именно такую позицию занимал Павел. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотую». 1 Тимофею 5.1.2 Итак, молодые неженатые мужчины, как выглядит чистота, если речь идет о ваших отношениях с сестрой. Вы будете с ней заниматься любовью, остросно целоваться или находиться вместе в постели? Нет, ни в коем случае, она ваша сестра. Так вот, пусть отношения к женщинам, как к духовным сестрам, будут вашим стандартом чистоты. Христиане, не состоящие в браке, вот общее правило для вас. Не поступайте с другим парнем или девушкой так, как вы бы не поступили с вашим братом или с сестрой. Как не должен выглядеть период свиданий у христиан? Для начала скажу, что я не противник слова свидания. Я ничуть не возражаю, чтобы неженатые мужчины инициировали общее с незамужними женщинами и выстраивали его сознательно и уважительно с намерением вступить в брак. Я полностью поддерживаю такие отношения и не зацикливаюсь на том, как их называть. Можете назвать это ухаживанием, свиданиями или дружбой с серьезными намерениями. Не важно, как вы это называете. Но важно, чтобы вы понимали, что в Библии нет такой категории отношений, когда люди, не состоящие в браке, могут начать вести себя так, как будто они в каком-то смысле уже в браке. Хистант и Томас правы. Любой сексуальный контакт вне брака, даже если он прекращается, не дойдя до более интенсивных сексуальных проявлений, за гранью библейской сексуальной этики. Это, можно сказать прямо, грех. И греховен не только сам контакт, он непременно вызывает чувство сексуальной и эмоциональной неудовлетворенности, что в свою очередь провоцирует новые сексуальные искушения. Это прямой путь к тому, чтобы отдать члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные. Римлянам 6.19 Многие из вас на личном опыте убедились в том, что именно так это и работает. И мы видим, как это снова и снова происходит в наших церквях среди подростков и среди взрослых людей, не состоящих в браке. Давайте вернемся к тому, с чего начали определению слова парнея. Сексуальная безнравственность это сексуальные действия вне брака между мужчиной и женщиной. Это действия, которые приведут вас в ярость, если вы узнаете, что их совершает ваш супруг или кто-то из родителей на стороне. Тем не менее, многие христиане без зазрений совести совершают их с теми, на ком неженаты. Вы не станете страстно обниматься и целоваться с незнакомцем. Вам и в голову не придет делать это с вашим другом. Но вы делаете это с тем, с кем вы встречаетесь. В чем же разница? Ну, нас связывают обязательства друг перед другом, скажете вы. Но на самом деле это не так. Встречающиеся пары могут разбежаться в любой момент, а в нашей культуре даже после помолвки без всяких обязательств. Обязательства верности друг к другу безусловно имеют место быть в период свиданий, но это не обещание вечной верности, а без обещания и без уверенности в том, что вы вместе навсегда, вряд ли можно считать, что вас связывают обязательства. И последний аргумент. Вы не в браке, пока вы не в браке. А до тех пор, пока вы не в браке, я верю, что этот вывод имеет библейское основание. Вы должны воздерживаться от любых сексуальных действий, даже тех, которые заканчиваются, не дойдя до полового акта. И наше стремление к святости в современном мире, пропагандирующем безответственные свидания и секс, требует от нас неимоверного мужества и инакомыслия. Молодой человек должен обращаться с молодой женщиной как с сестрой во всякой чистоте. 1 Тимофею 5.2 И длительные объятия, и не только, явно не вписываются в этот стандарт. Если есть вероятность, что вы не возьмете в жены ту, с которой встречаетесь, зачем совершать эти действия с чьей-то будущей супругой, действия, которые вам будет сложно забыть впоследствии, будучи женатым. А если вы уже на пути к браку, вместо того, чтобы вести себя так, как будто вы скорее в браке, чем нет, подумайте о том, чтобы побыстрее пожениться, чтобы быть не как будто женатыми. Второй текст Писания, который мы рассмотрим в контексте разговора о Божьих стандартах сексуальной чистоты, это Ефесянам 5 глава с 3 по 12 стих. Он также, как и предыдущий, ставит перед нами сложную задачу. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противопротивлением. Итак, не будьте сообщниками их, вы были никогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Прежде всего мы видим в этом отрывке, что сексуальная безнравственность несовместима с царством жизни. Те люди, которые предают себя сексуальному греху, как и жадности, без стеснения и без раскаяния, не войдут на небеса. Но обратите внимание, Павел говорит не просто не совершать эти грехи. Божье слово поднимает планку выше. Блуд, нечистота, любостяжание или жадность, который в этом контексте означает ненасытное желание близости к телу другого человека, не должны даже именоваться среди вас. В новом переводе эта фраза звучит как «не должно быть даже намека». Недавно по пути на работу я слушал радио. Ведущий рассказывал последние новости об одной нашей вульгарной знаменитости. И пока он посмеивался над ее очередным развратным поступком, я осознал, что мне одновременно и любопытно, и противно. К счастью, я как раз работал над этой главой, поэтому отвращение победило, и я переключил канал. Фраза «не должно быть даже намека» не позволяет нам даже шутить на подобные темы. В той же манере Ефесянам 5.4 осуждает грязные и глупые разговоры и грубые шутки. Я вспоминаю, как в классе 7-м некоторые мои одноклассники научились в любом высказывании находить сексуальный подтекст. Когда учитель комментировал что-то из написанного на доске, задние парты 12-летних мальчишек гоготали, как банда умалишенных. Это было так глупо, и я до сих пор не представляю, что они себе придумывали. И некоторые взрослые так никогда и не перерастают привычку такие шутки можно услышать в спортивной раздевалке, в пабе и даже на молодежном выезде. Грязные умы порождают двусмысленные вульгарные разговоры с сексуальным подтекстом и намеками. Библейский текст, о котором мы говорим, бросает нам вызов. Что он говорит о тех вещах, над которыми мы смеемся? А об одежде, которую мы носим? Какое отношение он имеет к выбору телевизионных программ и фильмов, которые мы смотрим, чтобы развлечься? А что он говорит о рекламе пива, которую постоянно крутят во время спортивных мероприятий? Можем ли мы действительно оправдать все намеки с сексуальным подтекстом? Откровенный показ постыдных тайных дел? Можем ли мы найти оправдание тому, что сексуальный грех преподносится как нечто нормальное, привлекательное и потешное? Я говорю не о том, что мы должны вообще не упоминать зло в своей речи и не рассуждать на эту тему, я говорю не о том, что хороши только те фильмы и книги, в которых отсутствует тема греха. В мире есть много глубоких талантливых фильмов, телешоу, спектаклей, мюзиклов и книг, и часто особенно хороши из них как раз те, которые поднимают тему греха. Проблема не в упоминании греха. В Библии описано множество отвратительных, безнравственных поступков. Утверждать, что невозможно смотреть на грех или читать о грехе не согрешая, значит извращать библейский взгляд на этот вопрос. Но грех в Библии не выглядит привлекательным и не вызывает в нас желание его совершить. Порог в ней никогда не прячется под маской добродетели. Библия не развлекает нас рассказами о зле. Библия не пытается притупить нашу совесть, представляя грех как нечто нормальное, а праведность как нечто странное. И там нет фотографий женщин в платьях с откровенными вырезами. Вы должны оценивать критически то, на чем выбираем задерживать свой взгляд. Если бы у вас на глазах пара занималась любовью, вы бы придвинули к ним стул поближе, чтобы посмотреть? Конечно же нет, если вы не извращенец. Тогда почему вы спокойно смотрите на секс на телеэкране? Разве это не то же самое? Если бы к вам на пляже подошла привлекательная, едва одетая девушка или парень села напротив вас и предложила пялиться на нее, вы бы это делали? Как минимум это показалось бы вам очень странным. Но тогда почему вы пялитесь на эту девушку, когда видите ее на рекламном щите? Если честно, то мы часто умышленно идем на контакт с сексуальной безнравственностью и искушаем себя нечистотой и называем это невинным развлечением. Комментируя Ефесянам 5.3, Питер О. Брайан подмечает, что как христиане мы должны не только уклоняться от всех форм сексуальной безнравственности, но и избегать мыслей и разговоров об этом. Даже наши шутки должны быть чистыми, поскольку нечистый разум проявляется в непристойных разговорах. Если, как замечает О. Брайан, разговоры и мысли о сексуальных грехах создают атмосферу терпимости к ним и подталкивают нас к тому, чтобы перейти от слов к делу, то какое оправдание мы можем найти тому, что платим деньги за возможность посмотреть на сексуальный грех, попробовать его и посмеяться над ним? Как мы можем глазеть на чувственные сцены, которые предназначены нас развлекать и разжигать, притуплять совесть и умертвлять наши чувства духовных вещей, даже если их показывают по центральному телевидению, мы должны допустить вероятность того, что Павел не одобрил бы многие виды развлечений прихожан церквей. Я уж молчу о Боге. Я помню, как однажды вечером в семинарии мы собрались в компании, чтобы посмотреть третий фильм об Индиане Джонсе, тот, который про святой Грааль. Если вы смотрели его, то возможно помните, что в этой серии Индиана Джонс борется с плохими парнями вместе со своим отцом. И там есть один момент, когда профессор Джонс-старший произносит неожиданную фразу, из которой становится ясно, что он и его сын только что вместе переспали с одной женщиной нацистской. Предполагается, что это смешной эпизод, и многие парни и девушки из нашей компании оценили юмор и расхохотались во весь голос. Но один уважаемый старшекурсник, к сожалению, это был не я, сказал, «Ребята, они говорят о блуде и инцесте. На самом деле в этом нет ничего смешного». И мне кажется, что большинство из нас восприняло его слова как ненужную нотацию и почувствовало раздражение. Но чем больше я думал об этом случае уже годы спустя, тем больше я понимал, что этот старшекурсник был прав. Сын и отец совершают блуд с одной женщиной. Это было слишком даже для язычников времен Павла. И он сказал коринфянам плакать об этом, а мы смеемся. Братья и сестры, мы должны проявлять бдительность в отношении наших детей, нашей семьи, наших постов в Фейсбуке, наших СМС, наших твитов, наших глаз и нашего сердца. Мы хоть чем-то отличаемся от современной культуры. Или мы занимаемся самообманом, говорим, что будем поступать иначе и избегать сексуальных искушений, а сами с удовольствием смотрим, как другие упиваются этим. Вещи, которые Павел даже не стал бы упоминать, грехи, о которых он бы не посмел шутить, и поведение, о котором даже стыдно сказать вслух, все это мы слышим практически в каждом комедийном сериале и шоу и видим на больших экранах. Эта сфера христианской жизни самая обмерщавшая. Попробуйте на месяц выключить телевизор и не смотреть фильмы и понаблюдайте за своими ощущениями, когда вернетесь к этому. Я боюсь, что многие из нас стали нечувствительными к яду, который мы пьем, и в сексуальной сфере грех нам кажется нормальным, а праведность странной. В этом плане мы почти ничем не отличаемся от всех остальных людей. Нам важно знать, кто мы есть во Христе, чтобы поступать правильно в сфере сексуальности. Посмотрите, как Павел явно противопоставляет детей тьмы и детей света в Постане Фесянам, 5 главе с 3 по 13 стихи. Сыны противления и дети тьмы думают о сексуальных грехах и совершают их. Они ходят в нечистоте, потому что они нечисты. Детям тьмы свойственно совершать постыдные поступки в темноте, такова их природа. Но мы принадлежим Царству Христа и Бога. Мы объявлены святыми во Христе и становимся святыми под действием Его Духа. Для нас сексуальная безнравственность это не просто плохо и неправильно. Она нам не подходит, она неподобающа для нас. Когда-то мы были тьмой, но теперь свет в Господе. Так зачем же нам возвращаться в тень похоти, порока и бессмысленной порнея? Ведь это не то, кто мы есть. Я знаю, что в сферах, в которых Библия не дает конкретных указаний, музыка, фильмы, добрачные отношения, одежда, можно легко скатиться в догматизм. Поэтому мы должны оставить за христианами право самостоятельно принимать решения в этих вопросах. Мне бы не хотелось умолять христианскую свободу и роль совести. Но если вы во Христе, пожалуйста, убедитесь, что ваша совесть функционирует правильно. В борьбе за сексуальную чистоту мир не на нашей стороне. Секс буквально витает в воздухе, которым мы каждый день дышим. Нас бомбят сексуальными изображениями и заставляют поверить, что именно сексуальность определяет нашу идентичность. Нам на каждом углу пытаются продать секс. И даже те христиане, которые якобы ждут до брака и рассказывают об искушениях людям, с которыми состоят в программе взаимной подотчетности, потом идут и так или иначе покупают секс в интернете, билетной кассе, торговом центре, в десятки других мест. Мы видим сексуальную безнравственность повсюду, и мало кто из нас имеет ум Христов и утруждают себя тем, чтобы закрыть глаза. В этой главе было много увещеваний и мало утешения. Я сделал это нарочно, потому что думаю, что нам уж слишком по душе похоть и сексуальный грех. Многим христианам нужно услышать сигнал тревоги, чтобы очнуться и забыться. Но я достаточно долго являюсь пастором, чтобы знать, что некоторые братья и сестры, читающие эту главу, долгое время чувствуют себя ужасно из-за своих сексуальных грехов. Они ненавидят порнографию, которую любят. Им отвратительна мастурбация, с которой они не могут завязать. Они сожалеют обо всех тех вещах, которые они годами совершали и смотрели. И любые разговоры о сексе тут же заставляют некоторых христиан почувствовать себя нечистыми, испорченными и безнадежными. Я раню вас своими словами лишь для того, чтобы вы исцелились. Неважно, насколько вы погрязли в грехе, опираясь на авторитет Божьего слова, я заявляю вам, ваша ситуация не безнадежна. С Евангелием всегда есть надежда на очищение. С Духом Святым всегда есть надежда на обретение силы. Со Христом всегда есть надежда на изменение. Со Словом Божьим всегда есть надежда на святость. Если вы умерли со Христом, разве не будете с Ним и воскрешены? Если вы были распяты со Христом, разве не сам Христос и Его очищающая сила живет теперь в вас? И если Бог не пожалел Своего Сына, но отдал Его за нас, как Он с Ним не дарует нам всего остального? Бог может прощать опять и опять. Бог может дать вам силу еще больше. И Бог может изменять вас медленно, болезненно, постепенно, шаг за шагом, от одной малюсенькой меры славы к следующей. Глава девятая Пребывайте и слушайтесь В третьей главе мы увидели, что быть святым означает быть как Христос. В седьмой главе мы рассуждали о том, что быть как Христос могут только те, кто находится во Христе. А сейчас мне хотелось бы взглянуть еще на одну грань освящения и показать вам, что живущие во Христе должны ставить перед собой цель возрастать в общении со Христом. Мы должны всегда помнить, что стремление к святости — это стремление не к чему-то, а к кому-то. Благословение Евангелия, избрание, оправдание, освящение, прославление и все остальные хранятся только в сокровищнице Христа. Мы хотим обрести не просто святость, мы хотим обрести того единственного святого, в котором мы объявлены святыми и в котором становимся святыми. Искать святости — это то же самое, что искать Бога. Как совершенное однажды объективное оправдание ведет к постепенному субъективному освящению, так и наш неизменный союз со Христом ведет к постоянно углубляющемуся общению с Ним. Несколько лет назад наша Церковь приняла обновленное вероисповедание. В одном из его пунктов говорится о союзе и общении со Христом. Кто-то из наших прихожан задал вопрос, не являются ли эти два слова взаимозаменяемыми? Разве союз и общение не одно и то же? Да, безусловно, они близки по значению, но не синонимы. Союз со Христом — это дело, уже совершенное Святым Духом. Мы раз и навсегда соединены со Христом и ничто не может отлучить нас от Него. Ничто не может сделать нас больше или меньше соединенными с Ним. Союз со Христом не изменен. Но степень нашего общения со Христом может изменяться из-за греха и равнодушия к Божьей благодати. Это как в браке. Мы не можем быть более или менее женатым. Союз. Но ваш брак может быть крепче или слабее. Это общение. Мы можем укреплять свои отношения со Христом, используя Божьи средства благодати. Эту мысль можно выразить несколько парадоксальной фразой «Имея спасительное общение во Христе, нам следует взращивать свое общение со Христом». Как говорил Кальвин, Христос не только связан с нами нерушимым союзом, но и посредством чудесного общения изо дня в день Он все сильнее срастается с нами в одно тело, до тех пор, пока полностью не станет с нами одним целым». Мне не хочется отклоняться от сути, но очень важно, чтобы мы понимали, что общение со Христом основывается на союзе с Ним, а не наоборот. Некоторые мистические и духовные практики делают акцент на близком общении со Христом, не уделяя достаточного внимания нашему союзу с Ним по вере, который первичен. Евангельский призыв начинается не с приглашения поразмышлять о Христе или раствориться в Боге. Евангелие провозглашает личность и дело Христа и только затем призывает нас поверить в Его личность и дело. И как замечает Синклер Фергюсон, мы спасаемся не созерцанием, а искуплением. Мы не можем проскочить через ключевые апостольские категории воплощения, искупления, заместительной жертвы, умилостивления, примирения и оправдания и сразу перейти к близкому общению с Богом. Евангелие призывает нас не созерцать, а покаяться и уверовать. Только уверование вводит нас в союз со Христом и, пребывая в союзе с Ним, мы имеем привилегию и ответственность стремиться к более глубокому общению со Христом. Под общением я имею в виду тесную связь с Христом. Джон Оуэн посвятил этой теме многостраничный труд общения с Богом, в котором подробно рассмотрел, как мы можем иметь общение с каждой личностью Троицы. Особенное общение Отца с нами – любовь, общение Сына – благодать, общение Святого Духа – утешение. Книга показывает, что общение с Богом – это широкое и многогранное понятие. Оуэн писал глубоко и сложно, но, к счастью, его ключевой тезис достаточно прост. Общение с Богом заключается во взаимоотношениях между Ним и нами. Поэтому под общением с Богом я понимаю укрепление наших отношений с Ним. По мере углубления нашего общения с Богом наши взаимоотношения становятся все более приятными. Мы возрастаем в познании Его и в нашей привязанности к Нему и испытываем больше Его любви и Его привязанности к нам. И что особенно важно в рамках нашей темы – углубление общения со Христом, когда мы день за днем видим все больше Его благодати и все больше наслаждаемся ею, это общение ведет нас к более полному и щедрому послушанию Ему. Христиане склонны противопоставлять стремление к общению со Христом и стремление к святости, словно это два взаимоисключающих подхода к христианской жизни. Одна часть христиан ставит личные отношения со Христом во главу угла, а другая говорит, что христианство заключается в послушании Христу. Первые называют вторых законниками, а те в свою очередь утверждают, что первые попали на крючок субъективных переживаний. Но Библия не противопоставляет общение со Христом и послушание Христу. Одно без другого по сути не существует. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит ученикам, «Прибудьте во мне и я в вас. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Христос пребывает в нас, и мы должны пребывать в нем. Но как мы можем пребывать во Христе? Отрывок из 15 главы Евангелия от Иоанна объясняет, что мы пребываем в нем, слушаясь Его. Если мы соблюдаем заповеди Христа, то пребудем в Его любви. И это обоюдное пребывание Христа в нас и нас во Христе неотделимо от личной святости. Как правильно заметил Дональд Карсон, Бог пребывает среди народа своего, в своих представителях, обновляя их своей жизнью, своим духом, являя свое присутствие в них и среди них. Они же пребывают в нем, исполняя его заповеди. Мы не должны пытаться расположить пребывание в Боге и послушание заповедям в четкой хронологической последовательности, иначе придем к ошибочному выводу, что послушание предшествует пребыванию в нем. Есть опасность впасть и в другую крайность, всеми силами пытаться пребывать в Боге, что бы это ни значило, не уделяя внимания послушанию. На самом деле, эти понятия тождественны. Мы слушаемся, поскольку пребываем, и мы пребываем, поскольку слушаемся. Выбившиеся из сил верующие нуждаются в напоминании, что они принесут плод, только будучи соединенными с лозой. Без Христа они не могут делать ничего. Обленившиеся верующие нуждаются в напоминании, что если они на самом деле хотят пребывать в любви Христа и жить жизнью с избытком, то должны обратить серьезное внимание на послушание заповедям Отца. Общение со Христом невозможно без верности Ему. О взаимосвязи, послушании и общении со Христом Иоанн говорит не только в Евангелии, но и в своих посланиях. «Если мы пребываем во Христе, то должны поступать как Он. Каждый пребывающий во Христе не грешит. Кто не любит, не имеет жизни вечной, она не пребывает в Нем. Каждый соблюдающий заповеди пребывает в Боге и Бог в Нем. Если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас и мы в Боге». Иоанн не говорит, что мы должны быть нравственно безупречными. У нас есть заступник, к которому мы можем обратиться за прощением. Но уверенность во Христе не дает нам оснований относиться к послушанию равнодушно или же проявлять демонстративное непослушание. В текстах Иоанна глагол «пребывать» встречается намного чаще, чем во всех остальных книгах Нового Завета вместе взятых. Апостол хочет донести до нас, что удивительно близкое общение со Христом возможно и в этой жизни и в следующей. Но если такое общение есть, то оно будет проявляться в практических действиях. Полное пренебрежение святостью свидетельствует о том, что мы не имеем общения со Христом и мы не в нем. Верно и обратное, хождение со Христом и радостное общение с Ним заставляет нас поступать как Он и соблюдать Его заповеди. Четыре практики для общения со Христом Если общение со Христом лежит в основе святости, ведет к святости и в каком-то смысле тождественно святости, то нам не помешает поразмышлять о том, как его укреплять. Или другими словами, если союз со Христом означает, что у нас есть привилегия и ответственность стремиться к общению со Христом, то что же нам собственно нужно делать, чтобы обогатить наше общение с Ним и наслаждаться им. Ничего. В определенном смысле мы не должны ничего делать, да и не можем. Но Бог совершает многое с нами, для нас и через нас. Наши чувства то усиливаются, то притупляются. Наше ощущение близости непостоянно. Но Бог всегда рядом. Он может освещать нас независимо от наших осознанных усилий. Он просто спокойно наполняет нашу жизнь такими событиями и обстоятельствами, которые нас смиряют, очищают и влекут ко Христу. Достаточно часто Бог использует страдания, чтобы сгладить наши острые углы и избавить нас от привычки быть независимыми. Возможно, мы не сможем сказать, какие именно события привлекли нас ко Христу, но спустя годы мы обнаружим, что наша любовь к Иисусу возросла, наши отношения с Ним стали прочнее и мы сильнее ощущаем Его присутствие. Мы обнаружим, что даже в худшие времена Бог совершал свою работу. Некоторые представляют себе процесс общения со Христом как нашу попытку пробиться через глухую стену и обратить на себя внимание того, кто от нас скрывается. Но это не так. Христос Сам постоянно протягивает нам руку, привлекает наше внимание, обращается к нам, увещевает нас, стоит у двери и стучит. Но ничего, это на самом деле только половина ответа. Все же мы тоже должны что-то делать. Да, часто Христос действует в нашей жизни незримым образом, без нашего осознанного участия, чтобы привлечь нас к себе. Но и у нас есть также своя роль. Как и в любых отношениях, мы должны практиковать некоторые действия и прилагать усилия, если хотим возрастать в общении со Христом. Итак, во-первых, общение с Христом через молитву. В Библии есть масса подтверждений тому, что молиться необходимо. Иисус уделял молитве приоритетное внимание. Он учил своих учеников молиться. И нам дано повеление быть постоянными в молитве и даже молиться непрестанно. Хотя бы в одном все христиане точно могут согласиться. Бог хочет, чтобы мы молились. Также все христиане согласятся с тем, что все мы чувствуем вину за то, что не молимся больше. И я сомневаюсь, чтобы какой-то христианин в конце своей жизни мог подумать. Знаете, я рад, что не уделял молитве больше времени. Мы знаем, что нам следует молиться, и мы хотим молиться, или по крайней мере хотим хотеть. Но опыт показывает, что слова «должен» для этого недостаточно. Чувство долга не помогает нам молиться постоянно. Нам не хватает не самого факта молитвы, а близкого общения с Богом, единения с Ним. Да, мы можем, собрав волю в кулак, проснуться на 15 минут раньше обычного и пробормотать что-то вроде молитвы и даже почувствовать себя духовно дисциплинированными. Но чтобы произошли качественные перемены, важно понять, что время, проведенное в молитве, это время, проведенное с нашим создателем, защитником, избавителем и другом. Мы молимся, чтобы пережить общение с Богом, а не для того, чтобы поставить галочку в своем списке дел. Давайте обратимся к двум авторам с разным подходом к молитве. Первый Уильям Ло, автор книги «Серьезный призыв к посвященной и святой жизнью». Он говорит «Считаю само собой разумеющимся, что все христиане, пребывающие в полном здравии, рано утром уже на ногах. Если человек просыпается рано, то в первую очередь искать причину нужно в том, что он христианин, и только потом в том, что он рабочий, или торговец, или слуга, или в том, что у него есть какое-то срочное дело. Пусть это поможет нам осознать, как отвратительно мы выглядим с перспективы небес, когда лежим в кровати, погруженный в сон и темноту в то время, когда должны прославлять Бога, когда мы так порабощены сонливостью, что ради нее пренебрегаем нашим временем с Ним. И если человека называют ленивым труднем, тогда он предпочитает праздное сонливое прозябание земному труду, насколько большего порицания достоин тот, кто будет лучше нежиться в кровати под теплыми одеялами, чем возносить свое сердце Богу в хвале и поклонении. Сон это настолько бестолковое состояние бытия, что даже среди обычных животных мы особенно недолюбливаем самых вялых и сонных из них. А посему тот, кто скорее выбирает ленивое прозябание во сне, чем утреннее время поклонения Богу, отдает предпочтение самому бессмысленному способу восстановления сил своего тела вместо высшего и самого благородного занятия души. Он надает предпочтение состоянию постыдному даже для животных вместо упражнения, которое есть славный удел самих ангелов. Конец цитаты. Это один из способов сделать молитву привлекательной для верующих. Давайте теперь рассмотрим другой способ, который предложил Томас Гудвин. Он пишет, «Общение это стержень любой настоящей дружбы. Разговор по душам с другом дарует величайшее наслаждение, поэтому помимо обычного выражения, ежедневного поклонения, вы должны находить возможность приходить в его присутствия ради единения с ним. Такова настоящая дружба. Она поддерживается и сберегается прежде всего благодаря встречам. А чем меньше эти встречи регламентированы и обусловлены срочными делами или торжественным поводом, тем более они дружеские. Мы не раз упрекали своих друзей, «Ты по-прежнему навещаешь меня только тогда, когда тебе что-то нужно, но когда же ты придешь, чтобы просто повидаться?» Когда вы приходите в его присутствие, расскажите ему, как сильно вы его любите. Постарайтесь, чтобы подобных выражений было как можно больше, потому что именно они особенно дороги сердцу любого друга. Конец цитаты. Какой из этих двух подходов вам кажется более эффективным в долгосрочной перспективе? От слов Уильяма Ло мне становится ужасно, страшно сбрасывать будильник, а слова Томаса Гудвина пробуждают вам нежелание молиться. Кто не хочет испытать радость от близости с Богом? Кто не рад поговорить с другом и открыть ему свои секреты? Молитва по эту сторону рая всегда будет трудной и будет требовать дисциплины, но когда я воспринимаю ее как возможность войти в общение с Богом, тогда у меня появляется ощущение «Я хочу» вместо «Я должен». Во-вторых, общение со Христом через слово истины. Из Иоанна 15 ясно, что пребывание во Христе подразумевает послушание Христу. В этом тексте Иисус показывает, что с пребыванием в нем также связаны его слова. Он говорит, «Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам» Иоанна 15 7. Обратите внимание, как слова Христа отождествляются с его личностью. Мы укрепляемся во Христе, когда его слова укрепляются в нас. Обоюдное пребывание нас во Христе и Христа в нас влечет за собой не только послушание. Оно также приводит к возрастающему вовлечению в учение Христова нашего ума и сердца. К сожалению, некоторые руководители церквей и богословы любят укорять христиан за то, что они слишком зацикливаются на Библии. Мы поклоняемся Христу, а не книге. Так обычно звучит их аргумент. Согласен. Конечно, мы не должны преклоняться перед чернилами и бумагой. Но кто сказал, что преданность Библии несовместима с сердечным общением со Христом? В первом послании Иоанна постоянно звучит мысль, что мы пребываем во Христе, когда позволяем пребывать в нас апостольскому свидетельству истины. Бог пребывает в нас только если мы исповедуем Христа Сыном Божиим. А если мы не признаем истину о Сыне, то не имеем жизни. Те, кто действительно принадлежит Богу, слушают вдохновленных Его Духом посланников, апостолов. Доктрина не отвлекает нас от Христа. По сути, мы не можем иметь общение со Христом без истины о Христе и без самого Христа. Мы освящены в истине, а Божье Слово есть истина. В-третьих, общение со Христом через общение с другими христианами. Поскольку Церковь есть тело Христово, мы не можем иметь общение со Христом, не будучи едиными с нашими братьями и сестрами во Христе. Общение внутри Божьей семьи это одно из проявлений общения со Христом. Иоанн пишет, «Что мы видели и слышали возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». 1 Иоанна 1.3 И это поразительное заявление. Даже если ваша церковь кажется странной и незначительной, общение верующих в этом теле есть общение с Богом. Тот, кто ищет общение с Богом, также стремится к общению с другими христианами. За более чем 10 лет своего пастырства я ни разу не встречал христианина, который не ходит в церковь, но при этом выгодно отличается от остальных здравостью, зрелостью и активностью в служении. Я убедился в том, что все наоборот. Христиане меньше всего связаны с телом самые слабые, и чем меньше вы вовлечены, тем более разобщенными с церковью будут ваши потомки. Человек, практикующий христианство без церкви, вредит сам себе, вредит своим детям, и еще больше вредит своим внукам. И четвертое. Общение со Христом через участие в вечере Господней. Нет ничего удивительного в том, что, помышляя об общении со Христом, я говорил о молитве, о слове Божьем и общении с братьями и сестрами. Все это вписывается в общее представление о христианской жизни. Но, возможно, некоторые из вас будут удивлены и даже обеспокоены тем, что в этот список я также включил вечерю Господню. Но что тут странного? В конце концов, разве мы не называем это таинство причастием, а значит, общением со Христом? Павел пишет, что чаша благословения, которую благословляем, есть приобщение крови Христовой, а хлеб, который преломляем, есть приобщение тела Христова. 1 Коринфянам 10-16 Приобщение это греческое слово кайнония, которое вам, возможно, знакомо. Согласно Библии, когда вы приступаете к трапезе Господней с верой, у вас происходит кайнония со Христом. Вы находитесь в общении с Ним и приобщаетесь к Его телу и Его крови. Вечеря Господня не только видимое напоминание Евангелия, это еще и духовная трапеза, на которой Христос присутствует и как хозяин, и как пища. Его присутствие не физическое, однако реальное. За своим столом Христос питает нас, укрепляет и ободряет своей любовью. Во время вечери мы радуемся не отсутствующему Христу, а наслаждаемся общением с живым Христом. Ричард Бакстер писал, «Нигде Бог не бывает настолько близок к человеку, как в Иисусе Христе, нигде Христос не является нам так близко, как в этом священном действии». к необыкновенной святости при помощи обыкновенных средств. Честно говоря, общение с Богом не является приоритетом для многих из нас. В лучшем случае оно просто кажется нам невозможным, а в худшем неважным. Общение с Богом кажется нам какой-то ерундой. Сама возможность иметь общение с Богом ничуть нас не удивляет. Мы воспринимаем ее как должное. Мы считаем, что Бог пребывает с каждым человеком и у Него есть тысячи причин наслаждаться присутствием с нами. Но это неправда. Да, Бог может находиться везде, но в заветных отношениях Он состоит и пребывает только с теми, кто верит в Его Сына. Общение с Богом возможно только благодаря союзу со Христом. Вы только подумайте, какая это удивительная возможность. Целью Эдемского сада было непрестанное общение людей с Богом. Целью всех последовавших за грехопадением событий стало восстановление утраченного общения с Богом. В конце всего будет вечное общение с Богом. Как пишет Джеймс Пакер, общение между Богом и человеком это финал, ради которого было задумано и сотворение, и искупление. Это цель, которой всегда должно направлять и богословие, и проповедь. В этом суть истинной религии, и конечно же это определение христианства. Тот факт, что грешники могут иметь общение с безгрешным Богом поразителен. Еще более удивительно, что Бог сделал своего безгрешного Сына грехом за нас, чтобы мы могли примириться с Ним. 2 Коринфянам 5.21 Возможность, не закрывая лица, видеть в лице Христа славу Божию и преображаться от славы в славу, еще одно наше незаслуженное благословение. 2 Коринфянам 3.18 Вы можете знать Бога, вы можете приобщаться к Богу и вы можете быть более святыми, чем думаете. Но все это находится за кулисами будничного и достаточно рутинного процесса общения со Христом и возрастания в святости. Возможно, вместо четырех пунктов, о которых мы говорили, вы ожидали прочесть что-то более возвышенное и теперь разочарованы, но я не стану за это извиняться. Возможно, эта истина звучит скучно или старомодно, но чтобы возрастать в наших отношениях со Христом, мы должны молиться, читать Библию, ходить в церковь с целью услышать там хорошую проповедь, иметь хорошее общение и участвовать в Таинствах. Я не имею в виду, что христианство можно свести к нескольким внешним предписаниям. Я говорю совсем не об этом. Если вы хотите уподавляться Христу, вы должны приобщаться к Нему. А если вы хотите приобщаться к Христу, то должны делать это на Его условиях, используя предоставленные им средства благодати. И все это означает, что прийти к необыкновенной святости можно лишь при помощи обыкновенных средств. Кевин Де Янг «Дыра в нашей святости». Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию? Глава 10. Дабы успех твой для всех был очевиден. Несколько лет назад, вскоре после моего рукоположения, мое внимание привлек текст 1 Тимофею 4.15. Я испытал одновременно и большое утешение, и легкое уныние. Я читал его и раньше, но Бог впервые открыл мне глаза, чтобы я увидел его значение для своей жизни и служения. Большинство пасторов хорошо знакомы с текстом 1 Тимофея 4.16, где сказано «вникай в себя и в учение». Это своего рода модель для нашего служения следить за собой и следить за своими доктринами. Я тоже хорошо помнил этот стих, а вот на следующий раньше особого внимания не обращал. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех или рост твой для всех был очевиден. Мое особое внимание привлекла вторая половина стиха, где говорится об успехе росте. До этого в первом послании Тимофею 3 главе Павел озвучивает достаточно высокие требования к старейшинам и диаконам. А потом в 4 главе он велит молодому Тимофею быть образцом для верных в слове, жизни, любви, в духе, вере, в чистоте. Тимофея не кажется не кажется ли вам, что Павел слегка перегибает палку? Он как бы говорит, эй, Тима, я знаю, что ты только что закончил семинарию, но я хочу, чтобы ты показывал другим пример во всех сферах своей жизни, понял? Звучит устрашающе. Но в первом послании Тимофея 4.15 Павел говорит о росте, и эта фраза все расставляет на свои места. Очевидно, что, призывая Тимофея быть образцом, Павел не имел в виду, что у него все должно получаться сразу. На текст 15 стиха можно взглянуть по-разному. Он может приободрить, а может и ввести в некоторое уныние. Мне не нравится думать, что, глядя на меня через пять лет, окружающие будут понимать, что раньше я был менее зрелым, менее квалифицированным и менее благочестивым. Немного досадно осознавать, что когда-то будущий Кевин посмотрит на Кевина сегодняшнего и будет рад обнаружить, что он уже не такой. Но, по большому счету, текст 15 стиха меня ободряет. Он означает, что не обязательно быть идеальным, чтобы быть пастором и показывать другим пример своей жизнью. Я могу расти, я могу становиться более зрелым, я могу становиться более святым, чем сейчас. Мое поведение и мое учение может улучшаться. Рост это не только то, что Бог ожидает от меня, но и то, что Он мне позволяет. И это подводит нас к одной из самых важных аксиом о святости. Важнее, куда вы идете, чем то, где вы находитесь сейчас. Направление имеет большее значение, чем местонахождение. Ваш будущий рост более показателен, чем ваше нынешнее состояние. Так что ободритесь. Если сейчас вы не настолько святы, как хотелось бы, Бог все равно может быть доволен вами, потому что вы движетесь в правильном направлении. И будьте осторожны, если сейчас вы менее святы, чем были раньше, Бог вряд ли до сих пор впечатлен вашим вчерашним триумфом, если последние несколько месяцев вы, опустив руки, ничего не делали. Но я должен сразу добавить, что оценить свой рост в освещении не так-то просто. Во-первых, бросьте ежедневно измерять свою духовную температуру. Увидеть развитие можно только спустя месяцы, а то и годы. Нескольких минут или часов для этого явно недостаточно. И как любит говорить Дэвид Паулисон, освещение похоже на йо-йо в руке человека, который поднимается по лестнице. Есть много взлетов и падений, но все же вы идете вверх. Поэтому не раздумывайте о том, были ли вы во вторник более благочестивым, чем в среду. Лучше посмотрите на свою траекторию движения за последние пять месяцев, а еще лучше за последние пять лет. Этот принцип подходит и для оценки прогресса других людей. Не торопитесь критиковать чей-то духовный прогресс, не зная, какой путь уже пройден и в каком направлении движется этот человек. Во-вторых, не бойтесь доверить измерение своей духовной температуры кому-то другому. В первом послании Тимофею 4.15 подразумевается, что ваш рост заметят другие христиане. Зачастую честный и вдумчивый друг может гораздо объективнее, чем мы сами оценить изменения в вашем духовном здоровье. Он видит всю картину целиком, в то время как мы зацикливаемся на сегодняшней неудаче. И помните, что практически все святые говорили о том, что чем ближе они становились к Богу, тем больше они осознавали свою испорченность. Чувствовать себя менее святым по мере возрастания в святости это нормально. Тот факт, что со временем вы узнаете все больше своих грехов, свидетельствует об освящающей работе Духа, а не о том, что Он вас покинул. И еще раз скажу, спрашивать о продвижении в своем освящении лучше не себя. Спросите свою жену, своего соседа по комнате, спросите отца, своего пастора, лучшего друга, видят ли они ваш рост. Покаяние как образ жизни Если возрастание в святости это скачкообразный процесс с победами и поражениями, продвижением вперед и откатами назад, то он непременно должен сопровождаться покаянием. В первом из своих 95 тезисов Мартин Лютер записал «Господь и Учитель наш Иисус Христос заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием». Таким образом, процесс нашего освящения будет отмечен скорее раскаянием, чем совершенством. Хотя в самом слове совершенства нет ничего плохого. Греческое слово «телеос», которое иногда переводится как «совершенный», имеет значение «компетентный», «зрелый». Таким образом, в определенном смысле, верующие призваны быть совершенными. Но библейское совершенство никогда не означает абсолютную безгрешность в мыслях и делах. И что бы вы ни думали о послании римлянам 7 главе, а я думаю, что апостол Павел пишет о том, как он, будучи христианином, сам борется с грехом, невозможно отрицать тот факт, что даже самые лучшие верующие иногда совершают поступки, которые не хотят совершать и не делают того, что хотели бы делать. Библия ясно говорит, никто, кроме Христа, не будет безгрешным в этой жизни. Евреям 4.15 Нет человека, который не грешил бы. 3. Царство 8.46 Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Экклесиаста 7.20 Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1.1.8 Учитывая эту суровую реальность, святость на земле должна включать в себя покаяние. Справедливость этой истины доказывается тем, что люди, особо стремящиеся быть святыми, обычно больше других подвержены высокомерию и склонность осуждать окружающих. Каждый, кто озабочен личной святостью, должен обратить внимание на слова Эндрю Мюррея нет гордости опаснее, чем гордость святости, потому что это самый трудно различимый и коварный грех. Они никогда не признаются в этом, но некоторые христиане превозносятся над другими, поскольку считают себя более зрелыми по сравнению с остальными. Стремлением к святости может двигать гордость. Бывает и такое, что сначала человеком движет смирение, но преуспев, он начинает гордиться. Не зря Иисус ожидает, что просьба о прощении будет обязательной составляющей молитвы его последователей. Покаяние должно быть образом жизни святого Божьего Дитя. Завершать книгу о святости темой покаяния может показаться нелогичным. Такая концовка совершенно не заряжает на успех. Все равно, что советовать залезавшему алкоголику, что ему принять во время очередного похмелья. Но если мы воспринимаем покаяние как разрешение грешить, а не как признак святости, то это только из-за легкомысленного отношения к покаянию. Можно грешить от души, потом просить прощения парой формальных фраз и дальше жить своей жизнью. А можно ненавидеть грех, молить Бога о прощении и совершать духовный разворот на 180 градусов. Чувствуете разницу? Настоящее раскаяние это тяжелый и болезненный труд. Как образно выразился Томас Брукс, покаяние это рвота души. На секунду представьте, что вас рвет. Мало приятного, правда? Ни одно физическое ощущение не вызывает у меня такого отвращения. Если бы у меня был выбор, я бы никогда добровольно не согласился на тошноту и не стал использовать рвоту как средство экстренной помощи в случае чего. Если меня рвет, значит у меня либо кишечная инфекция, либо мигрень, либо я переел мексиканской еды. В любом случае со мной что-то конкретно не так. Рвота в чем-то похожа на настоящее покаяние. Покаяние это не аварийный выход, которым можно воспользоваться после бурных выходных или глупой жизни. Покаяться это признать свою неправоту в чем-то конкретном, осознать, что вы этим оскорбили Бога, изменить курс, повернуться ко Христу и всем сердцем желать не повторить ошибку, в которой вы раскаялись. Или как сказал Кальвин покаяние это подлинное обращение нашей жизни к Богу, которое проистекает из искреннего и честного страха перед Ним и состоит оно из умиршления плоти ветхого человека и из оживотворения Духа. Рвота это нелегко, как и покаяние, но последнее гораздо приятнее, чем первое. Понять суть настоящего покаяния нам поможет текст апостола Павла из 2-го послания Коринфянам, 7-я глава, с 9-го по 11-й стихи, в котором он проводит различия между мирским и богоугодным сожалением. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, пишет апостол Павел, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть, ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Я уверен, что все мы испытываем сожаление, и даже нехристиане, с которыми мне случалось разговаривать, признают, что они несовершенные, и им есть о чем сожалеть. Люди могут думать, что они не настолько плохи, чтобы заслужить гнев Божий, тем не менее, они знают, что совершали ошибки. Они сожалеют о некоторых вещах в своей жизни, но сожаление сожалению рознь. Есть печаль мирская. Многие убеждены, что чувство сожаления нравственно-нейтральное, что нет правильного и неправильного способа чувствовать себя плохо из-за совершенного проступка. Вы просто так себя чувствуете, и все. Мы думаем, что сожалеть о содеянном это априори хорошо. Да, возможно, я наделал больших глупостей, но сейчас я чувствую себя отвратительно из-за этого. Мы думаем, что чувство сожаления настолько хорошо, что даже в некоторой мере оправдывает совершенную ошибку. Но согласно Библии, можно сожалеть по-мерзки. Печалиться по-мерзки это сожалеть об упущенных возможностях, о том, что вы оказались в тяжелых обстоятельствах или пережили личный позор. Мы сожалеем о том, что изрядно выпили на выходных и в понедельник завалили экзамен. Мы сожалеем о том, что спустили 10 тысяч долларов в казино. Мы готовы сквозь землю провалиться, обнаружив, что случайно отправили начальнику идиотское сообщение, предназначавшееся нашему другу. И хотя в таких ситуациях мы чувствуем себя ужасно, вряд ли у нашего сожаления есть что-то духовное. Мы можем сожалеть просто о том, что нас застали врасплох, что мы себе навредили или выглядели глупо. В мирской печали нет ничего хорошего, она ведет к смерти. Мирская печаль не дает увидеть, что мы оскорбляем Бога, и проблема нашего греха остается нерешенной в вертикальной плоскости. Не раскаившись перед Богом, мы не получаем его прощение, что ведет к духовной смерти. Мирское сожаление направлено на симптомы, а не на саму болезнь. Ему сопутствуют отчаяние, горечь и депрессия, потому что это сожаление фокусируется на прошлом, которое нельзя изменить, а не на личной греховности, которая всегда может быть прощена. Как это не парадоксально, но когда мы это чаще всего свидетельствует о мирской печали. Мы не можем себя простить, либо потому что не верим в Божьи обещания и в дело, совершенное Христом на кресте, либо потому что сожалеем об испорченной репутации или упущенных возможностях. Богоугодное сожаление совсем другое. Говоря словами Гейдельбергского катехизиса, богоугодная печаль это сердечное сокрушение о грехе, побуждающее нас все больше ненавидеть грех и избегать его. Блудный сын осознал, что он не просто многое натворил в своей жизни, а что он согрешил против своего отца, против того, кто больше всех его любил и отдал ему все. Это показательный пример. Слишком часто мы сожалеем лишь о том, что нас разоблачили. Мы сожалеем, что теперь нам придется жить с последствиями того, что мы натворили. Мы сожалеем, что окружающие теперь будут думать о нас хуже, чем раньше. Богоугодное сожаление не винит ни родителей, ни школу, ни правительство, ни друзей, ни церковь. Богоугодное сожаление говорит, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония Мои. Многократно омой меня от беззакония Моего и от греха Моего. Очисти Меня. Псалом 53-4 Богоугодная печаль осознает невыносимую греховность греха и все больше его ненавидит. Коринфяне были подавлены, когда поняли, что совсем зря нападали на апостола Павла. Они хотели очистить свое имя и восстановить справедливость. Они страстно желали исправить свои ошибки. Их печаль привела к покаянию. А значит, когда мы чувствуем себя плохо из-за содеянного, то это хоть и не равносильно покаянию, но может к нему привести. Сожаление и покаяние как небо и земля. Сожалея мы переживаем о прошлых грехах. Раскаившись, мы отворачиваемся от прошлых грехов. Сожалея мы смотрим на окружающие нас обстоятельства. Раскаиваясь, мы смотрим на Бога. Большинство из нас довольствуется сожалением. Нам просто хочется немного попереживать, хорошенько выплакаться, получить удовольствие от такой эмоциональной разгрузки, посокрушаться о своем грехе и поговорить о том, как мы сожалеем о случившемся. Но мы не хотим меняться. Мы не хотим решать свою проблему с Богом. Богоугодная печаль это эмоция, которая заставляет нас действовать. Святой Дух использует печаль, чтобы пробудить в нас ревность по добрым делам, чтобы помочь нам отвернуться от греха и двигаться в противоположном направлении. Печаль мирская приводит к бездействию и застою. Она затягивает вас в болото жалости к себе и бессмысленного горевания. Вы не меняетесь, вы не растете, вы не боретесь с делами плоти. Вместо этого вы снова и снова прокручиваете в голове свои ошибки, зацикливаетесь на том, что теперь думают о вас окружающие и фантазируете, как все могло быть иначе. Переживать о случившемся дело нехитрое, но важно не просто переживать, а пережить изменения. Искреннее библейское покаяние, как и отказ от греха, это результат действия благодати. Ошибки дело человеческое, рост дело Божье. Стать привлекательным христианином Однажды во время учебы в университете я разговаривал с более взрослым христианином о своих планах стать пастором. В ходе нашей беседы он процитировал Роберта Мюррея Макчейна, шотландского проповедника XIX века, который умер в возрасте 29 лет. Это высказывание я запомнил на всю жизнь и, пожалуй, повторял его чаще всех остальных мудрых небиблейских высказываний. Он сказал, «Больше всего моя паства нуждается в моей личной святости». Сейчас я считаю, что в определенном смысле Евангелие важнее, чем святость, потому что благая весть о смерти и о воскресении Христа всегда благая, даже если ею делится негодяй. Поэтому, возможно, Макчейну следовало сказать, не считая Евангелие, больше всего моя паства нуждается в моей личной святости. Но в любом случае, он совершенно прав в том, что святость чрезвычайно важна. Он понял, что личность пастора имеет огромное значение. Мы думаем, что духовный успех зависит от нашей актуальности для мира и способности поддерживать с ним отношения. Но на самом деле, погибающий мир больше нуждается в том, чтобы вы были на одной волне с Богом, а не с ним. Это истина и для меня, как пастора, и для вас, как матери, отца, брата, сестры, ребенка, бабушки, дедушки, друга, руководителя группы по изучению Библии, программиста, банковского служащего или генерального директора большого предприятия. Вашим друзьям и родным, вашим коллегам и детям не нужно, чтобы вы творили чудеса или совершили культурную революцию. Им нужно, чтобы вы были святы. Гораций Бонар, еще один шотландский проповедник и друг Макчейна, напоминает нам, что святость не измеряется одним великим героическим поступком или грандиозным подвигом мученичества. Великая жизнь состоит из множества мелочей. Святость это сумма мелочей. Святость это когда мы воздерживаемся от мелких пороков и не уступаем своим слабостям, когда мы по чуть-чуть отказываемся от мирского образа жизни и небольших компромиссов с миром, когда мы умерщвляем в себе все, что хоть немного не соответствует Божьему слову, и следим за тем, чтобы не совершать мелких опрометчивых грехов, когда мы внимательны к маленьким обязанностям и делам, когда мы стараемся хоть немного отвергать и ограничивать себя, когда мы все шире открываем свое сердце для небольших дел благотворительности и становимся чуть более терпеливыми надежно ли вы, добры ли вы, терпеливы ли вы, радостно ли вы, любите ли вы, проявляя эти качества в рядовых ситуациях повседневной жизни, вы будете благословением для окружающих, а не пятном позора, станете привлекательным христианином, а не духовным бельмом на глазу. Мы живем в мире помешанном на внешней красоте. Мир хочет видеть красивую картинку повсюду, даже в новостных каналах. Все вокруг транслирует идею, что мы недостаточно хороши, если плохо выглядим. Поэтому все мы, подростки с тонной косметикой на лице, студенты в странном хипстерском прикиде, молодые мамы, сидящие на очередной диете, папы средних лет, вдруг вспомнившие, что такое тренажерный зал, и стареющие послевоенное поколение, пытающиеся удержать молодость инъекциями ботокса, все мы стремимся быть красивыми. Но что такое настоящая красота? На что действительно нужно смотреть? Кто обладает внешностью, которой стоит подражать? Апостол Павел пишет, подражайте братья мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Филиппийцам 3.17 Благочестие вот что хочет Бог видеть в нас. Верх привлекательности для христианина это духовное возрастание в подобие Христа. В представлении большинства людей святость это своего рода высокомерная благотворительность, ханжетский морализм или уродливое законничество. Но все это лишь неудачные карикатуры, обусловленные нашим грехом, неверием и ложью дьявола. Но истинная святость это самое прекрасное украшение и самая величественная красота, которой может обладать человек. Созерцайте ее во Христе и становитесь его подобием в славе. 2 Коринфянам 3.18 Бог хочет, чтобы вы были святы. По вере Он уже считает вас святыми во Христе, а сейчас Он намерен сделать вас святыми со Христом. Это Его принципиальное намерение, которое Он во что бы то ни стало осуществит. Он спас вас, чтобы осветить. Бог наводит вас к красоту, смывает с вас пятна и разглаживает ваши морщинки. Его невеста будет непорочной. Он обещает действовать в вас, но также призывает и вас совершать этот труд. Великолепие святости принадлежит прежде всего Богу, но по его благодати оно может стать и нашим. Кемин-де-Янг Дыра в нашей святости Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию? Уважаемые радиослушатели и зрители канала Медиа-Эли Спасибо вам за прослушивание. Мы надеемся, что эта аудиокнига послужит для вашего назидания, ободрения и духовного роста. Не забудьте написать краткий комментарий, поставить лайк и сделать репост, чтобы ваши друзья и знакомые также могли узнать о нашем канале. Если служение Медиа-Эли принесло вам благословение, поделитесь им с нами по мере возможности. Все необходимые реквизиты в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за появлением новых передач как для детей, так и для взрослых. Миссия Медиа-Эли говорить о вере, надежде и любви Божией. Давайте делать это вместе! Медиа-Эли меси. Медиа-Эли меси. Продолжение следует...